Часть 2. Паломничество. Спустя три года после отбытия легиона Скалхиды. Детские мечты. Могу только представить себе, как страдало сердце примарха, когда паломничество завершилось. Три года странствий, семнадцатого легиона среди звезд. Три года несущие слова, все дальше и дальше отрываются от своих братьев-воинов, достигая границ космоса и раздвигая пределы Империума. Столь огромная доля власти человечества во Вселенной завоевана сынами Ларгара. Горькая реальность после многих лет неторопливого и тщательного продвижения вперед, которые не принесли им ничего, кроме насмешек. Но мне известен характер этого легиона. На каждое мирное приведение к согласию, на каждую цивилизацию, принявшую власть Империума и спокойно обращенную в веру нового слова, приходится, по крайней мере, один мир, который летит в космосе пустой оболочкой после того, как пал жертвой ярости несущих слова. В паломничестве проявилось множество истин, погрешности в исключительном гинекоде легиона, загадочная зрелость самого Ларгара Аврелиана, существование нерожденных, которых миллионы невежественных поколений называют демонами, духами и ангелами. Но самой важной из открытых истин стала та, принять которую было труднее всего, та, которая разбила сердце примарха и, конечно, изменила его сыновей. Несущие слова так и не смогли вернуться к тому времени, что предшествовало открытию истины. Аргел, Тал и Ксафен были моими ближайшими проводниками в мире, которого я больше не могла видеть, и произошедшие в них в ходе паломничества изменения далеко превосходили пределы простого физического совершенствования. На них обрушилось тяжкое бремя. Легион несущих слова должен вернуться в Империум с этой ужасной истиной. Уму непостижимо, как они справились с ролью правозвестников этого знания. Они стали избранными. Им предстояло оповести человечество о грядущих страданиях, с настоящего момента и до конца света. О том, что не будет никакого золотого века. Не будет эпохи мира и процветания, а будет только война. Возможно, все мы играем роль, начертанную для нас богами. Тем, кому предназначено стать великими, даже в детстве снятся сны о величии. Судьба готовит их к будущему, показывая в юности манящие образы. Благословенный Ларгар, правозвестник изначальной истины, тоже видел подобные сны. Его юность была отмечена мучительными видениями пришествия Отца, золотого божества, спускавшегося с небес, а также кошмарами о ком-то невидимом, кто неслышно повторял его имя. Вероятно, в этом и заключается величайшая трагедия несущих слова. Их отец знал, что ему суждено стать одним из просветителей человечества, но никогда не мог представить, как именно это произойдет. Примарх рассказывает о том, что его братья тоже видели подобные сны. Курцу, рожденному в мире вечной ночи, снилась его смерть. Магнус, любимый брат Ларгара, во снах находил разгадки тайн вселенной. Для одного предвидение стало проклятием, для другого благословением. Обоим в годы зрелости предстояли величайшие свершения. Их действия, так же как и деяния Ларгара Аврелиана, определили облик галактики. Что касается меня, то я помню из детства лишь один кошмар. В том сне я сидела в темной комнате и ничего не видела, как не вижу сейчас. Я сидела молча и прислушивалась к дыханию чудовища. Где пролегает грань между предвидением и вымыслом? Между пророчеством и детским воображением? Ответ прост. Пророчество сбывается. Мы должны только ждать. Отрывок из паломничества Кирены Валантион Глава двенадцатая Смерть Последний полет песни Орфея Две души Ксафин мертвым лежал у ног существа. Его спина сломалась, броня раскололась. В этой смерти не было ничего, что хоть как-то свидетельствовало бы о мирном покое. В метре от вытянутых пальцев капеллана лежал его черный стальной крозиус, безмолвный в своем бездействии. Голову по-прежнему закрывал шлем. И последнего выражения лица не было видно. Но предсмертный крик капеллана до сих пор эхом звучал в вок сети. В его хриплом вопле слышалось бульканье крови, покидающие разорванные легкие. Существо с хищной грацией повернуло голову. Зловонная слюна, стекающая из-под множества зубов, образовала клейкие сталактиты. Обзорную палубу освещали лишь звезды. И мерцание далеких солнц рождало в разных по цвету глазах чудовища серебряные блики. Один глаз, опухший и неприкрытый веком, светился интерьем. Второй был черным, как обсидиановый камешек, упавший в глубокую щель. «Теперь ты», — сказала существо, не пошевелив челюстями. Эта пасть была неспособна воспроизвести человеческую речь. «Ты следующий». С первой попытки у Аргилтала вместо слов с губ стеклоструйка невероятно горячей крови и обожгла ему подбородок. Запах, насыщенный химикатами крови ларгара, которая текла в жилах каждого из его сыновей, оказался сильнее, чем вонь, излучаемая серой, мускулистой плотью чудовища. В то короткое мгновение он ощущал не гнилостный смрад существа, а запах собственной смерти. Это была странная отсрочка. Капитан поднял свой болтер, его руки дрожали, но не от страха. Это был протест, отказ повиноваться, который он не мог выразить иначе. Да, существо качнулось ему навстречу. Нижняя часть его тела представляла собой отвратительное смешение туловища змеи и червя. Подрагивающую массу объявали толстые вены, а за ней тянулся липкий, словно у слизня, след, от которого воняло разрытой могилой. Да. Нет. Аргилтал наконец смог выдавить слова сквозь стиснутые зубы. Не так. Так, как и твои братья. Так должно быть. Болтер громыхнул хриплой очередью. Снаряды врезались в стену, взорвались, нарушив тишину в зале. Каждый толчок отдачи оружия в трясущихся руках уводил выстрелы все дальше от цели. Обжигающая боль в мускулах заставила его разжать пальцы, и болтер с глухим стуком ударился о палубу. Существо не смеялось, не издевалось над его промахом. Вместо этого оно протянуло к нему четыре руки и осторожно подняло. Черные когти, удерживая астартес в воздухе, заскрежетали по серому керамиту доспеха. — Приготовься, это будет небезболезненно. Аргилтал безвольно повис в когтях существа. В какой-то миг он потянулся за мечами из красного железа, но тотчас вспомнил, что они сломаны, и осколки клинков остались внизу на мостике. Я слышу сжатые челюсти, едва пропустили звуки. Слышу другой голос. — Да, это один из моих сородичей. Он идет за тобой. — Это не то, чего хотел мой примарх. — Это... Существо подтянуло беспомощного воина ближе, и мысленным ударом пронзило его второе сердце. Капитан, ощутив под ребрами бесформенную массу, забился в конвульсиях. Но существо с омерзительной заботой удерживало его на весу. — Это именно то, чего хотел Ларгар. Это истина. Аргилтал тщетно пытался вдохнуть воздух и напрягал умирающие мускулы, стараясь дотянуться до отсутствующего оружия. Последним, что он почувствовал перед смертью, было влажное и холодное вторжение в его разум. Словно позади глаз растеклось густое масло. Последним, что он услышал, был судорожный вдох одного из погибших братьев, раздавшийся на канале Вокса. И последним, что он увидел, стало движение к Сафиме, тяжело поднимающегося с палубы. Он открыл глаза и обнаружил, что очнулся последним. Ксафин держался увереннее остальных, и Крозиус уже был у него в руках. Сквозь пелену возвращающегося сознания Аргилтал услышал, как капеллан отдает приказы, подбадривает братьев и призывает их держаться вместе. Дагатал все еще стоял на коленях и через решетку шлема сплевывал рвоту. Но чтобы не содержал его желудок, извергаемая масса была слишком черной. Молнор прислонился к стене и прижался лбом к холодному металлу. Остальные тоже понемногу приходили в себя, поднимались на ноги, выплевывали сгустки зловонного эхора и шептали летание из слова. Демона Аргилтал не увидел. Он посмотрел влево и вправо, но в перекрестье прицела ничего не попало. «Где Ингитель?» — попытался он спросить, но вместо слов из горла вырвался только болезненный и бессмысленный стон. Ксафин подошел ближе и протянул руку, помогая подняться. Капеллан снял свой шлем, и в окружающем полумраке лицо воина-жреца показалось неестественно бледным, но больше никаких изменений заметно не было. «Где Ингитель?» — повторил Аргилтал. На этот раз он сумел произнести слова, и голос звучал почти так же, как прежде. «Ушел!» — ответил Ксафин. Вокс-связь наладилась, подача энергии на корабле возобновилась, а отделение выходит на связь со всех палуб, но демон исчез. Демон. Как странно слышать это слово, произнесенное вслух. Понятие из мифологии употребляется как очевидный факт. Аргилтал поднял взгляд к стеклянному куполу, заменявшему потолок, и посмотрел в открывающуюся за ним пустоту. Но пустоты не было, по крайней мере, настоящей пустоты. Над куполом бушевали безумные вихри необузданной энергии и сталкивающиеся потоки. Тысячи оттенков фиолетового и тысячи оттенков красного. Цвета, для которых у человечества не существовало названий, и которые раньше не видела ни одно живое существо. Сквозь эту бурю, словно налитые кровью глаза, мигали звезды. Окрашенные завихрениями энергии. Затем он увидел в стекле свое отражение. По лицу блестящими жемчужинами стекали капли пота. И даже его пот имел запах демона. Звериный, грубый и грязный. Запах органов, пораженных злокачественной опухолью. Нам надо отсюда выбираться, сказал Аргилтал. В его желудке шевельнулся какой-то холодный клубок, и он сглотнул едкую слюну, чтобы удержать рвоту. Как это случилось, простонал Малнор. Таким растерянным этого воина не видел еще ни один из присутствующих. К ним подошел Таргал. Он протирал покрасневшие глаза, окруженные желтоватыми тенями. А на нагруднике доспеха зияла безобразная прореха. Рваная полоса обожженного керамита, оставленная черной рвотной массой. «Надо вернуться к флотилии», — сказал он. «Вернуться к примарху». На глаза Аргилталу попались рассыпанные по палубе зазубренные обломки его мечей. Он постарался подавить чувство потери и потянулся к разряженному болтеру. Как только пальцы в рукавице сомкнулись вокруг приклада, на сетчатке боезапаса ретинального дисплея вспыхнул ноль. Сначала необходимо добраться до мостика. Все люди на борту корабля погибли. Именно этого и опасался Аргилтал, когда, пошатываясь, проходил по коридорам корабля. Его опасения обретали реальную форму. По мере того, как отделение седьмой роты докладывали об одном и том же. Они остались здесь одни. Все сервиторы, все слуги, все рабы, проповедники и ремесленники были мертвы. В поисках признаков жизни несущие слова прочесывали палубу за палубой, помещение за помещением. Эсминец «Песнь Орфея», уступая размерами Де Профундис, был создан для атаки, а потому, в отличие от большинства штурмовых крейсеров Астартес, имел узкий обтекаемый корпус. Его экипаж в полном составе насчитывал около тысячи человек и аугментированных сервиторов, плюс сотни Астартес, целая рота. В живых осталось 97 Астартес и ни одного человека. Трое Астартес просто не очнулись, в отличие от всех остальных. Аргелтал приказал сжечь их тела, а останки выбросить через шлюз, как только корабль выйдет из зоны варп-штормов. Когда и если это вообще произойдет? Свидетельства гибели людей остались повсюду. Аргелтал, лишенный возможности ощущать страх, не был неуязвим для отвращения и жалости. Каждый труп, мимо которого он проходил, смотрел на него безжизненным взглядом. Рты мертвецов были разинуты в безмолвном крике. Сморщенные, пожелтевшие лица обвиняли его на каждом шагу. Мы должны были защитить их от этого. Сам того не желая, пробормотал он вслух. Нет, Тонг Сафина исключал любые возражения. Они были всего лишь вспомогательным ресурсом Легиона. Мы выполняем задания Легиона, и они стали той ценой, которую мы заплатили. Но не единственной ценой, подумал Аргелтал. И это разложение, добавил он, я не понимаю. Несущий Слово, с каждым пройденным шагом двигался все быстрее. И на подходе к капитанскому мостику он уже почти бежал. Сила переполняла его тело. Такое слабое еще несколько минут назад. Они шли по центральному проходу, тянувшемуся вдоль всего корабля, словно позвоночный столб. Еще недавно в любое время дня и ночи по нему сновали члены экипажа, спешившие по своим делам. Но не сейчас. Тишину переходов нарушали только шаги Аргелтала и его ближайших братьев. На полу повсюду лежали высохшие и сморщенные тела, овиваемые сухим затхлым воздухом из кислородных фильтров корабля. Они мертвы уже несколько недель, заметил Ксафин. Это невозможно, возразил Молнор. Мы пробыли без сознания всего несколько минут. Ксафин, присевший на корточке около высохшего трупа сервитера, поднял голову. Неповрежденные бионические элементы выпали из сморщенных конечностей трупа и лежали рядом на полу. Без сознания, Капеллан покачал головой, мы не теряли сознание. Я почувствовал, как оба моих сердца разорвались под когтями этой твари. Я умер, Молнор. Мы все умерли, как и посулил демон. Но сейчас мои сердца бьются, заявил сержант, и твои тоже. Аргел тал и сам это видел. Ретинальные дисплеи не могли лгать. Сейчас не время, сказал он. Нам надо попасть на мостик. Воины двинулись дальше, перешагивая через сморщенные трупы, которые по мере приближения к мостику попадались все чаще. На Капитанском мостике их ожидало восемьдесят одно мертвое тело. Одни распростерлись на полу, другие сутулились, но остались сидеть. Кое-кто, умирая, упал, свернувшись в клубок, тогда как большинство так и остались на своих местах. Они знали, что происходит, сказал Ксафин. Смерть не была мгновенной. Они что-то чувствовали перед гибелью. Аргел тал нерешительно остановился у скрюченного тела капитана Янус Силамор, свернувшийся на командном троне. Словно в последние мгновения жизни она пыталась спрятаться от надвигающейся угрозы. Аргел тал взглянул на ее иссохшее, почти мумифицированное лицо и все понял. Боль, сказал он. Они чувствовали боль. Дагатал уже подошел к пульту управления и вытащил из-за него тело дежурного офицера. Труп шлепнулся на палубу, но его и там не оставили в покое. Подошедший Ксафин начал исследовать тело, кромсая его своим боевым ножом. Дагатал пробормотал непристойное колхидское ругательство. Я могу управлять гравициклом, сэр, но не имперским боевым кораблем, даже если бы на нем имелись рабы для поддержания работы двигателей. Аргел тал отвернулся от останков капитана. Для начала дай мне общий обзор. Он опять отметил, что его голос звучит как-то не так. Как будто рядом с ним кто-то в насмешку произносил те же самые слова. Мы намертво зависли в космосе. Дагатал повернул несколько переключателей, но не добился ни малейшего эффекта. Энергия подается не во все системы, далеко не во все. Поле Геллера активно, но нам не хватает пустотных щитов, плазменных двигателей, энергетического оружия, ракетных установок и систем жизнеобеспечения на половине палуб. А маневровые ускорители? — Сэр! — Дагатал неуверенно помялся. После полной остановки нас довольно далеко отнесло штормом. С учетом этого, не имея варп двигателей, если лететь на одних маневровых ускорителях, нам потребуется не меньше трех месяцев, чтобы выбраться из этой туманности. — Это не туманность! — пробормотал Ксафин. — Вы же видели, что творится снаружи. Это не туманность. — Ну, из этой преисподней! — огрызнулся Дагатал. — Преисподняя подходит больше, — согласился Ксафин, все еще продолжая свое занятие. Аргелтал поднял тело капитана Силамор с непоросту большого командирского трона, предназначавшегося для Астартес, и отнес к остальным телам, сложенным на краю командирской рубки. Вернувшись, он занял ее место, и броня лязгнула, о металлическое сиденье. — Включаю ускорители! — приказал он. — Чем скорее мы двинемся с места, тем скорее вернемся к флотилии. — Обескровленный! — объявил Ксафин. Он выпрямился с ножом в руке, оставив на полу останки обследованного тела. Вскрытие трупа Вокс-офицера Амала Врея никогда не попадет в официальные сводки. Но оно, бесспорно, было весьма тщательным. — Тела! — пояснил Ксафин. — Они обескровлены. Что-то высосало кровь из их вен и тем самым убило. — Ингетель? — Нет, Ингетель был с нами. Это сделал кто-то из его родичей. — Его родичи. Слова демона с болезненной ясностью всплыли в мозгу Аргелтала. — Да, один из моих родичей. Он идет за тобой. Он ощутил внутри что-то скользкое. В его теле что-то шевельнулось, обвиваясь вокруг костей рук и ног, сворачиваясь тугой спиралью вокруг позвоночника. — Вызвать всех воинов на мостик! — приказал он, слышав в мозгу эхо собственного голоса, беззвучно повторяющего его слова. — Идагатал, — продолжал Аргелтал, — выводи нас отсюда. Корабль, ковыляющий от края варп шторма, разительно отличался от благородного имперского судна, ворвавшегося в бурю. Сквозь истонченную мембрану поля Геллера просачивался туман психической энергии. Корабль медленно вращался, что свидетельствовало о неисправности систем управления и поврежденных стабилизаторах. С его искореженных мальч-связей постоянно передавался один и тот же сигнал, и слова на колхитском наречии чередовались с треском расстроенного Вокса. — Говорит песня Орфея. Получены критические повреждения. Требуется эвакуация. Говорит песня Орфея. — Контакт с песней Орфея восстановлен, — крикнул офицер с мостика. На командной палубе де Профундис кипела работа. Целый рой офицеров, сервиторов, аналитиков и других членов экипажа сновали вокруг центральной платформы, приподнятой над остальным залом. На платформе в одеянии из серого шелка сидел и наблюдал за обзорным экраном золотой гигант. Его лицо, так похожее на лицо отца, смягчалось чувствами, абсолютно неприсущими императору. Ларгар был одновременно заинтересован и озабочен. — Уже? — спросил он, обратившись к офицерам за пультом ВОКС-связи. — Мой лорд! — откликнулся ауспикмастер со своего места перед мерцающими мониторами. Корабль жестоко поврежден. Все больше и больше членов экипажа вглядывались в обзорный экран, наблюдая за бессильным дрейфом песни Орфея, и рабочий шум на мостике стал постепенно стихать. — Как это может быть? Ларгар наклонился вперед, всыпившись золотыми пальцами в стальной поручень, ограждавший платформу. — Это невозможно! — Мы принимаем сигнал бедствия, — добавил один из ВОКС-офицеров. — Мой примарх! Песни Орфея получил тяжелые повреждения. До нас доходит автоматический сигнал. Ларгар поднес руку к приоткрывшимся губам, не в силах скрыть тревогу, хотя любой другой примарх в этом случае остался бы невозмутимым. Беспокойство проявилось и в его лице, еще недавно выражавшем замешательство. — Воспроизведи послание, пожалуйста! — негромко попросил он. Из динамиков вместе с треском помех раздался голос. — Песня Орфея! Получены критические повреждения. Требуется эвакуация. Говорит песня Орфея. — Как это может быть? — снова спросил он. — Мастер ВОКСа, обеспечь мне связь с этим кораблем. — Как прикажешь, мой лорд? — Аргел Тал! — выдохнул Ларгар имя своего сына. Я узнал этот голос. Это был Аргел Тал. Стоящий рядом, командующий флотилией, Балак Торф кивнул. Но его суровое лицо не затронули чувства, отраженные на лице примарха. — Да, мой лорд, это он! Для установления ВОКС-контакта потребовалось 3,5 минуты, и остальные корабли 1301 флотилии за это время активировали защиту и подготовили к бою все орудия. Из дока флагмана вышли буксиры, готовые подтянуть поврежденный корабль. Наконец, на обзорном экране возникло изображение рубки другого корабля. Через несколько секунд после взрыва статических помех появился и голосовой контакт. — Кровь императора! — прошептал Ларгар, не отрывая взгляда от монитора. Аргел Тал предстал перед ним без шлема. Его изможденное лицо принадлежало жалкому призраку, некогда мощного воина. Под глазами после бесчисленных ночей бдения залегли мрачные тени. На левой стороне лица виднелись застаревшие пятна высохшей крови, а его броня, вернее то, что от нее осталось, покрылась вмятинами и трещинами и лишилась священных свитков. Капитан, пошатываясь, встал и отсалютовал примарху. Кулак коснулся нагрудника с едва слышным стуком. — Вы все еще здесь! — прохрепел он. Голос Аргел Тала тоже утратил былую силу. Ларгар первым нарушил возникшее молчание. — Сын мой, что с вами случилось? Что это за безумие? Позади Аргел Тала появились другие фигуры, только несущие слово, и все выглядели такими же изможденными и ослабевшими, как и их командир. Один на глазах Ларгара упал на колени и забормотал бессмысленную молитву. Ларгар не сразу узнал в нем Ксафина, которого выдавал только черный цвет разбитого доспеха. Аргел Тал с тяжелым вздохом прикрыл глаза. — Сэр, мы вернулись, как и было приказано. Ларгар обернулся на Торва, затем снова взглянул на Аргел Тала. — Капитан, вы отсутствовали не больше шестидесяти секунд. Мы только что видели, как песня Орфея вошла в зону шторма. Вы возвращаетесь менее чем через минуту после ухода. Аргел Тал поскреб свои впалые щеки и тряхнул головой. — Нет! Нет, этого не может быть! — Может! Ларгар посмотрел на него в упор. — Так оно и есть! Сын мой, что с вами случилось? — Семь месяцев! Капитан покачнулся и, чтобы устоять на ногах, оперся на подлокотник своего трона. — Семь месяцев! Нас осталось меньше четырех десятков, без пищи. Мы поедали экипаж. Отвратительные куски кожистой плоти и высохших костей. У нас не осталось воды. Шторм повредил все резервуары. Мы пили прометий, оружейное масло, охлаждающую жидкость из двигателей. Сэр, мы убивали друг друга. Чтобы остаться в живых, мы пили кровь своих братьев. Ларгар отвел взгляд ровно настолько, чтобы отдать приказ вокс-офицеру. — Доставьте их сюда! — сказал он, понизив голос. — Заберите моих сынов с этого корабля. — Сэр, сэр! Я здесь, Аргилтал! Песня Орфея совершила свой последний полет. Мы шли на одних маневровых ускорителях. — Громовые ястребы уже вылетают, — заверил его примарх. — Мы вместе вернемся в безопасное пространство. — Благодарю, сэр! — Аргилтал! Ларгар нерешительно помолчал. — Вы истребили команду Песни Орфея? — Нет, нет, сэр, ни в коем случае. Мы питались их трупами, как стервятники, как пустынные шакалы-колхиды. Мы делали все, чтобы выжить. Мы должны были доставить ответы, которые ты ищешь. Мой лорд, пожалуйста. Ты должен об этом знать. Мы отыскали все ответы, но один важнее всего. — Говори, — прошептал золотой гигант. Он не стеснялся слез, вызванных ужасным состоянием своих сыновей. Говори, Аргилтал. Это место. Это царство. Будующее поколение назовут его великим глазом. Оком ужаса. Окуларис Тирибус. Приглушенными голосами они будут шептать тысячи дурацких названий тому, чего они не в состоянии понять. Но ты был прав, мой повелитель. Здесь Аргилтал, ослабевший рукой, показал в сторону варпа, бурлящего за окном руки. Встречаются боги и смертные. Вскоре он оказался в изоляции, отдельно от своих братьев. Нельзя сказать, чтобы это стало для него неожиданностью. Но они забрали и его оружие. Для неотложного ремонта, брат. А этого он предвидеть не мог. Кроме того, они вели себя с ним крайне осторожно. Сопровождающие, доставлявшие его в зал для медитаций, держались на стороже. Неохотно вступали в разговор и медлили с ответами даже на самые простые вопросы. Ему еще никогда не приходилось испытывать подобное недоверие со стороны братьев. Конечно, он знал, в чем причина. Истину скрыть невозможно. Да он и не имел желания ее скрывать. Да, оставшиеся в живых питались трупами людей. Да, они убивали своих братьев. Но не ради забавы, не ради славы, ради выживания. Чтобы утолить убийственную жажду вином с привкусом меди, что текла в рассеченных венах. А что ему оставалось? Умереть? Погибнуть вдали от флотилии и похоронить ответы на все вопросы, так необходимые примарху? Но ты умер. Эта предательская мысль поднялась из дальнего уголка его сознания. Ты действительно умер? Да, он умер. Он умер еще до того, как начал жевать заскорузлую кожу обескровленных трупов. До того, как использовал свой кинжал, чтобы перерезать горло собрату и выпить его жизнь для поддержания собственного существования. Значит, кто-то из них умер дважды. И в последней смерти они послужили топливом для тех, кому суждено было выжить. Тридцать восемь несущих слова покинули палубу песни Орфея. Тридцать восемь из полной сотни. Намного меньше половины. Седьмая рота прекратила свое существование. Аргелтал судорожно вздохнул. Стоило ему закрыть глаза, как он вновь и вновь видел шторм. И в волнах варпа десять миллионов лиц безмолвно выкрикивали его имя. Он видел, как движутся их губы. Как обнажаются зубы на лицах, сотканных из столкновений психических течений, просачивающихся сквозь барьер поля Геллера. Плоть и кровь, не сформировавшихся демонов, неукротимая материя душ. Он выдохнул и открыл глаза. Стены его личной комнаты. Много лет с начала великого крестового похода, служившей пристанищем на борту де Профундис, теперь казались ему чужими. Странно, как сильно могут изменить душу семь месяцев. Семь месяцев и полная голова необузданных откровений. Хронометр над дверью, словно в насмешку, показывал дату более чем полугодичной давности. Слова примарха, к несчастью, оказались истинной. На краю аномалии варпа прошли считанные секунды. Внутри шторма миновали месяцы. Лишенный брони, капитан взглянул на свое изможденное тело, оторжавшееся на поверхности кинжала, единственного оставленного ему оружия. Оттуда на него смотрел выходец того света, тощее существо с валившимися глазами, побывавшее по ту сторону могилы. Он опустил кинжал и стал ждать сигнала, который, как ему было известно, вскоре должен был прозвучать. Ларгар никогда не выглядел более величественным, чем в своем смирении. Он пришел к Аргилталу в пышном одеянии жреца Ковенанта. Капюшон скрывал его лицо. В руках он нес небольшой деревянный ларец. Под откидной крышкой виднелся пучок перьев, грифа и чернильница, а под мышкой примар держал свитки папируса, на которых собирался записывать слова своего сына. Пока Ларгар входил, Аргилтал успел заметить за его спиной два массивных силуэта несущих слова, собратьев по зубчатому солнцу, но не из седьмой роты. Оба воина оставались за дверью, на страже. «Отец, я заключенный?» Спросил он. Ларгар откинул капюшон, открыв вечно юное лицо и неуверенно улыбнулся. В его серых глазах плескалось искреннее чувство, не обещавшее ничего хорошего. Он скорбел по своим сыновьям и со скорбью смотрел на того, кого видел перед собой. «Нет, — Аргилтал, ни о каком заключении не может быть и речи». Их взгляды на мгновение пересеклись, и улыбка Ларгара застыла на идеальной формы губах. «А стражники у моей двери, похоже, считают иначе», — заметил Аргилтал. Ларгар ничего не ответил. Красивый резной ларец выпал из его рук и с грохотом ударился о металлический пол. Шум привлек внимание воинов, и дверь моментально распахнулась. Двое астартес из 37-й роты ворвались в комнату, моментально нацелив болтеры на Аргилтала. «Повелитель?» — хором спросили они. Примарх и им ничего не сказал. Он ошеломленно молчал и протягивал руку, почти касаясь изможденного лица капитана. В последний момент, прежде чем его пальцы дотронулись до пересохшей кожи Аргилтала, он отдернул руку. Они все еще смотрели друг другу в глаза. Примарх и капитан, отец и сын. «У тебя две души!» — прошептал Ларгард. Аргилтал прикрыл глаза, разрывая контакт. Нечто, сотня неизвестных нечто, скользнуло в его крови, поползло по венам, продвигаясь с каждым биением сердца. Он, наконец, поднялся на ноги. «Я знаю, отец!» «Поведай мне все!» — попросил примарх. «Расскажи мне о демоне и о мире откровений! Расскажи, почему мой сын стоит передо мной с рассеченной надвое душой!» Глава тринадцатая Инкарнадин Затерянные в шторме Голоса бездны 1301-12 Как только Аргилтал произнес кодовое обозначение, под его языком собралась едкая слюна. 1301-12 — двенадцатый мир, который 1301-й флотилии предстояло привести к согласию. Из семи миров, завоеванных нами за последние три года, этот принес нам больше всего страданий. Ларгард не стал возражать. Но все же, — заметил примарх, там не было кровопролития, ни одного выстрела, сделанного в ярости, ни одного клинка, обнаженного в гневе. Боль причинили откровения. «Три года, мой лорд!» — сказал Аргилтал, отводя взгляд от глаз своего отца. «Три года и семь миров! История будет ссылаться на эти миры, на оставленные нами пустые оболочки, и будет рассказывать, как семнадцатый легион, потерпев неудачу, дал волю своей ярости. А нас скажут, что мы сжигали один мир за другим и уничтожали все население планет, лишь бы утолить свой гнев». Улыбка Ларгара стала фальшивой, словно похожей на золото Колчедан. «Так вот, как ты смотришь на наше паломничество. Нет, ни в коем случае. Но семь миров погибли в пламени, а после нашего ухода с восьмого мы сами чуть не погибли». Взгляд серых глаз Ларгара ни на мгновение не дрогнул. Своим шестым чувством он заглядывал в сердце сына и чувствовал, как там созревает вторая душа. «Ну, хватит этих сентиментальных воспоминаний!» Голос Ларгара выдавал его нетерпение. «Расскажи о мире, который мы обнаружили». «Ты помнишь?» спросил его Аргелтал. «Как мы впервые вышли на его орбиту?» Пол задрожал особым образом. Ксиню-73 это отметил. Палуба под его металлическими подошвами вздрагивала определенным образом. Это не было беспорядочной тряской полетов в арпий и не схожей с биением сердца пульсацией маневровых двигателей. Нет, через его искусственные кости, словно шорох, распространялась слабая, но благословенно размеренная дрожь. Орбита. Наконец-то орбита. Последний перелет длился очень долго. Ксиню-73 был не из тех, кто предается умозрительным размышлениям, выходящим за рамки настоящего. Но его расчеты были мрачными. Если после этого мира 1301-я флотилия углубится еще дальше, бушующие в арпе шторма не ограничатся тремя кораблями, которые они уже потеряли. Ксиню-73 как-то услышал, как один рабочий сказал другому, что шторм снаружи набрасывается на щиты корабля. Он сурово выбронил говорившего, за то, что тот наделял человеческими свойствами неподобающий объект. Подобный антропоморфизм сильно снизит шансы слуги на продвижение в иерархии механикум. Да, это без сомнения жестокий шторм. Но в течениях варпа нет ни страсти, ни гнева, ни определенных намерений. Астартес и человеческий экипаж готовились к высадке на поверхность. И на всех палубах, где профундис, кипела бурная деятельность. Ксиню-73 очистил свой мозг от биомеханических процессов, позволявших ощущать волнение. И перестроил свой разум, избавившись от подобных эмоций. Вместо этого он полностью сосредоточился на работе, что стимулировало мозговые центры удовольствия. Минутное возбуждение после каждого пункта программы, выполненного с абсолютной точностью и эффективностью. Его пальцы, а их на трех механических руках было 15, трудились над бронированным сосудом черепа ализарина. Это был процесс реконструирования биопластических сфер, каждая из которых в голове робота сочилась питательной жидкостью. Каждый канал сферического реле следовало настроить и закрепить, а потом подсоединить к зависимым системам, которые оно контролировало, а также к аварийным переключателям на случай повреждения в сражении. Так работал разум робота. Выращенная в генетической лаборатории имитация живого мозга для использования в машинном корпусе. Отвратительная резкая вонь, исходившая из чаши с искусственной спинномозговой жидкостью, напомнила запах гнилого лука. Но Ксиню-73, безусловно, был выше того, чтобы реагировать на подобные мелочи. Он знал о запахе лишь потому, что его обонятельные сенсоры анализировали воздух, а на сетчатке в сухом бинарном коде отражались столбцы полученной информации. Несмотря на сложность работы, Ксиню-73 оставил около 5% своего внимания для наблюдения за окружающей обстановкой. Внутренние сенсорные устройства, воспринимающие мир посредством эхолокации, сначала просигнализировали о том, что открылась дверь его мастерской, за тем о том, что кто-то движется во внутреннем пространстве. Появившаяся фигура однозначно обладала признаками силового доспеха Марк-3, Астартес. К первому сигналу добавились и остальные, в итоге 5 Астартес. На обзорном дисплее Ксиню-73 все эти детали отразились четкими рунами. Он почти не придал им значения. Перепачканными в органической слизи пальцами он продолжал подключать к сегментированным сферам из биопластика миниатюрные устройства. Каждая сфера отвечала за свою часть мыслительной программы. Каждая оптическая волоконцы имитировала синапсы мозга. У Астартес хватило здравого смысла не прерывать его работу. 3,32 минуты они ждали, пока Ксиню-73 не закончит очередную фазу манипуляций. Наконец, во внутренней системе Ксиню возник импульс удовлетворения. Активировались рецепторы удовольствия. Работа завершена. Адепт-механикум повернулся за своим рабочим столом. Со всех 15 металлических пальцев продолжала капать слизь. «Младший командир», — произнес он, не обращая внимания на старших сержантов, сопровождавших Аргелтала, и не отвешивая почтительный поклон, как большинство смертных членов экипажа. «Ты пришел начать процесс подготовки инкарнадина». Аргелтал в ожидании высадки на поверхность уже облачился в боевые доспехи, как и пришедшие с ним офицеры. Ксафин в черной броне. Дагатал, Молнор и Таргал в гранитно-серой. «Пора», — сказал Аргелтал. «Трем линзам Ксинью-73 потребовалось несколько секунд, чтобы сменить фокусировку. «Идите за мной», — предложил техножрец. Вслед за ним воины прошли в соседнее помещение, залитое красноватым светом. Нельзя сказать, чтобы Ксинью-73 чувствовал какое-либо смущение от того, что инкарнадин был зачислен в легион несущих слова. Такая честь была равносильно высшей похвале в легио-кибернетика и являлась свидетельством мастерства управляющего адепта. А машина явно обладала сильным и энергичным духом, а потому заслуживала признания. Вот только после зачисления в братство зубчатого солнца, после того, как значок роты был выгравирован на лбу робота, примозавоеватель девятой манипулы стал несколько нестабильным. Дух машины, в силу какой-то ошибки, получил возможность действовать непредсказуемо, а это было недопустимо. Даже для такого опытного адепта, как Ксинью-73, все это не имело смысла, если не считать возникших мрачных подозрений. Как предписывал его долг, Ксинью провел сотню диагностических испытаний, но погрешности в коре мозга инкарнадина каждый раз проявлялись вновь. Однажды Ксинью решился на шаг, который никогда не согласился бы повторить, и рискнул полностью очистить биопластический мозг инкарнадина. После удаления из черепа робота всех следов материи он перестраивал картикальный слой в течение четырех месяцев, используя при этом запасные элементы из ремонтного комплекса, очищенные ритуалами. Во имя шестерни робот получил новый мозг, и все же, все же он был... Да, существовала еще одна проблема. В марсианском наречии коди не было понятий, которыми можно было бы ее описать. Иксинью-73 употребил для описания ситуации ближайший по значению человеческий термин. Прима-завоеватель Сбойл, адепт, связывал появление этого симптома с новым назначением робота, и не в 1301-ю флотилию, а именно в легион несущих слова. В отличие от Легио Титаникус, базирующихся на собственных судах механикум, военные машины и обслуживающие их эксперты и техники карфагенской когорты были распределены по многим флотилиям несущих слова. Такой порядок был принят по настоянию самого Ларгара. Десятилетия назад, когда представители Легио Кибернетика впервые приблизились к повелителю несущих слова, Ларгар великодушно предложил модифицировать свои корабли, чтобы они удовлетворяли особым потребностям его новых союзников механикум. «Все мы, братья, перед лицом одного бога», сказал он генерал-фабрикатору во время первого посещения поверхности Марса. Вскоре после этого, очевидно, было достигнуто соглашение. Карфагенская когорта, одно из самых прославленных подразделений Легио Кибернетика, должна была отправиться вместе с 17-м Легионом и размещаться на его кораблях. Ксению 73 не присутствовал при принесении этой древней клятвы. Он тогда еще просто не родился. И это обстоятельство лишь укрепляло его сомнение в истинности легенды. Причина, по которой он не мог принять ее за истину, была проста. Несмотря на приносимую карфагенской когортой пользу, Астартес не нравилось присутствие в их среде представителей Механикум, отношения между ними можно было назвать скорее прохладными, чем сердечными. И это несмотря на то, что Механикум не могли считаться людьми в полном смысле этого слова. Ходили слухи, что другие легионы достигли более гармоничных отношений с марсианским культом, особенно благословенные Железные Руки и несгибаемые Железные Воины. Оба этих легиона с первого же момента совместных действий в ходе Великого Крестового Похода Тиранского Императора пользовались огромным уважением со стороны Механикум. Но с течением времени Ксению-73, получивший скромную должность смотрителя манипулы из четырех роботов, пришел к выводу, что несущие слова отличаются от своих братьев Астартес. Это мнение разделяли и другие его собратья, равные по званию, хотя связь между ними осуществлялась все реже и реже. По мере того, как флотилии после большого сбора на Калхиде три года назад расходились все дальше и дальше, контакты между манипулами карфагенской когорты становились все более редкими. ВОК-связь на таких расстояниях не работала. Поговаривали, что даже астропатия становится ненадежной. Впрочем, Ксению-73 никогда не обладал подобными талантами. Основной проблемой в отношениях с несущими слова для Ксению-73 стала их принципиально органическая природа. Короче говоря, они были слишком похожи на людей. Для них важнее всего были несовершенные аспекты веры, касающиеся души и плоти, а не стремление к совершенству посредством единения с Богом-машиной. Вместо логики они поддавались эмоциям. И в ходе Великого Крестового Похода именно чувства влияли на их тактику и даже цели. Более того, многие воины зубчатого солнца рядом с механикум, казалось, чувствовали себя неловко, словно сдерживая готовые вырваться обвинения или жалобы. Слишком человечные – вот в чем проблема. Слишком эмоциональные, слишком полагающиеся на истинную веру и красноречивые проповеди. Чрезмерная человечность и стала причиной раскола между фракциями. Исключение из этого положения стало для Ксинью-73 источником беспокойства, поскольку касалось его собственного примазавоевателя. Инкарнадин, будь благословен, его отважный дух, пользовался искренним уважением со стороны несущих слова. В самом деле, они даже называли его брат. Он провел Астартес в зал подготовки, где его подопечные подвергались последним ритуалам перед пробуждением. Три бронированные машины стояли в безучастном молчании, а вокруг сновали слуги механикум, все подчинявшиеся Ксинью-73. Двое помощников в балахонах поднимали лазерное орудие на спину вермиллиона и проверяли гладкость скольжения для установки в боевую позицию на плече робота. Сангвин, долговязый близнец Ализарина, был почти готов. Треск автозагрузчика, заполнивший зал, возвестил о том, что его орудие получило свежий запас снарядов. Сервиторы, которых допускали к боевым машинам только после завершения жизненно важных операций, смазывали маслом подвижные части машин. Инкарнадин ждал их. Этот факт вызвал в мыслительном процессе Ксинью-73 раздражающее человеческое ощущение дискомфорта. Боевую программу Инкарнадина еще предстояло установить, и только тогда робот будет готов к высадке на поверхность. Но вот в информации о мыслительном процессе появился аномальный выброс. Пик внимания на фоне ровной линии восприятия. Подобная вспышка, ощущение, как и едва заметная фокусировка визуальных рецепторов, наблюдалось только в присутствии несущих слова. Словно животное, инстинктивно чующее своих сородичей, Инкарнадин всегда узнавал о приближении воинов 17-го легиона. Это явление неприятно задело гордость Ксинью-73. До установки боевой программы мозг робота не должен был обладать таким уровнем узнавания. Он не должен был отличать цель от нецели, а стартес от людей, ксеносов и прочих существ. Фактически он вообще не должен был воспринимать чье-либо присутствие, а только наличие пола, стен и других предметов. И то с одной только целью, чтобы ни на что не наткнуться. И все-таки робот ждал этого момента. Ксинью отмечал подобный сбой в сенсорной системе Инкарнадина всякий раз, когда примозавоеватель фиксировал приближение несущих слова. «Инкарнадин!» — заговорил Аргел Тал. И его голос нарушил поток кодированных размышлений адепта. Младший командир не надел шлема. И Ксинью-73 видел, что взгляд Астартес обращен вверх, к голове огромной машины. Капитан без особого благоговения развернул принесенный свиток пергамента и начал читать. «Являясь воином семнадцатого легиона Астартес, несущих слово, членом братства, рожденных на Колхиде и рожденных на Терии, клянешься ли ты сражаться во имя Ларгара, сердцем и душой, плотью и кровью, пока мир под нами, обозначенный 1-3-0-11, не будет приведен к законному согласию с империумом человечества». Инкарнадин молчал. Аргел Тал улыбнулся, но не отвел взгляда. «Инкарнадин», — заговорил стоящий немного поодаль к Ксинью-73, «принимает клятву такой, как она записана». Астартес продолжал, словно и не замечая присутствия адепта. «Инкарнадин, свидетелями твоей клятвы момента стали твои братья. Дагатал, Таргал, Малнор, Ксафин. И подтверждаю ее, я сам, Аргел Тал, младший командир Зубчатого Солнца». Капитан закрепил свиток на крючке, прикрепленном к бронеробота специально для этой цели. Такие же свитки висели на наплечниках доспехов каждого из пятерых Астартес. Гордость Ксинью-73 боролась с неутихающим беспокойством. Гордость за то, что слава Амнисии, его примозавоеватель принят в ряды Астартес. Но будь проклято воздействие на мозг робота, которое последовало за этим возвышением. Закончив ритуал, Астартес оцелютовали, ударив кулаками по нагрудникам брони, и покинули зал подготовки машин. Было время, когда воины в качестве салюта воспроизводили знак Аквилы. Но вот уже три года после унижения легиона Ксинью не видел имперского приветствия. Взгляд трех линз адепта остановился на величественной фигуре его любимого подопечного, освещенного красноватыми лучами. Хотелось бы знать, кому принадлежит твоя верность. Инкарнадин не ответил. Он стоял неподвижно, как простоял до этого несколько часов, молча, в ожидании очередного сражения. Корабль снова тряхнуло. Даже на орбите пространство вокруг этого нового мира было насыщено энергией варпа. И поверхности судна время от времени достигали случайные выбросы силы. Ксинью-73 давно освободил свой мозг от фантазий человеческого воображения. И все же завывания шторма вокруг корпуса корабля напомнили ему скрежет когтей. Он сохранил звук в архиве своих лобных долей и продолжал заниматься насущными делами, лишь изредка отвлекаясь на лязг когтей, скребущих по металлической обшивке. Блаженной леди действительно надо было набросить на себя хоть какую-то одежду. Она вслепую протянула руку за край кровати и похлопывала по полу, пока не отыскала свое одеяние. Кирена уже просовывала голову в ворот, когда ощутила обнявшие ее сзади руки Арика. «Еще слишком рано!» — произнес он, щекоча дыханием ее шею. «На самом деле, мне кажется, что уже слишком поздно. Это был не сигнал побудки, а полуденный сигнал. «Не шути!» — возразил он, привлекая ее к себе. «Я не шучу!» Кирена провела по волосам руками, игнорируя прикосновения его рук. «Арика!» — сказала она. «Я действительно не шучу!» Он скатился с кровати, вскрикнув «Вот проклятие!» А затем повторил то же самое ругательство на нескольких других наречиях. Роман с офицером оказался довольно поучительным, тем более, что он умел ругаться на восемнадцати диалектах имперского готика. «Проклятие!» — закончил он тираду тем же самым, с чего начал. «Мне пора идти! Куда к черту запропастилась моя сабля?» Она обратила к нему невидящий взгляд. «Я думаю, она закатилась под кровать. Я слышала, как она звякала по полу вчера вечером. Что бы я без тебя делал?» А Рик вытащил клинок из-под кровати и пристегнул к кожаному ремню поверх мятого и незастегнутого мундира. «Я скоро вернусь!» — добавил он. «Я знаю!» «Сегодня состоится высадка!» — сказал он, словно это могло быть новостью для Кирены. Корабль сильно вздрогнул, и она оперлась рукой о стену, чтобы не упасть. «Я знаю!» — повторила она. «Хотя при таком шторме...» «Я знаю!» — снова сказала Кирена. «Как я выгляжу?» — с усмешкой спросил он, наслаждаясь давно установившимся между ними ритуалом. Обычно Кирена улыбалась в ответ, но не сегодня. «Как человек, который опаздывает на встречу с командованием? А теперь иди!» Аргелтал кивнул майору Джесмитину, когда смертный офицер в последний момент проскочил в закрывающиеся двери. «Я здесь!» — воскликнул он. «Я успел!» Его мундир цвета охры, свидетельствующий о звании старшего командира 54-го эухарского пехотного полка без основательной чистки и глажки, не допустили бы ни на один смотр. Волосы офицера были в таком же беспорядке, как и его одежда, и кроме того, этим утром он явно не брился. Он окинул взглядом остальных, собравшихся в комнате для совещаний, вокруг большого стола в центре. Сорок участников собрания, мужчин, женщин и Астартес, которых он любил называть пост людьми, в свою очередь посмотрели в его сторону. Корабль опять тряхнуло, и осветительные сферы под потолком мигнули. «Поростите!» — сказал майор. «Я прибыл!» Кое-кто в ответ покачал головой, другие что-то раздраженно проворчали. Офицер занял одно из немногих свободных мест, оставшихся за столом, и оказался рядом с капитаном несущих слова. Вблизи напряженное гудение сочленений доспехов воина оказалось раздражающе громким, и расслышать голоса других было довольно трудно. «Рад, что ты к нам присоединился, Арик!» — сказал командующий флотилии Балак Тору. Хмуро глядя на запыхавшегося майора с противоположного конца стола. «Как я уже говорил?» «Я прошу меня извинить!» — снова прервал его майор. «Но на палубе Дэ сервиторы никак не могут справиться с гиро-шестернями лифта. Настоящий кошмар! Честное слово! Пришлось бежать большую часть пути!» Сидящий напротив магистр ордена Дэймос, закованный в броню, ударил кулаком по столу. «Замолчи, глупец!» — проворчал он. «Прошу прощения, сэр!» Арик отсалютовал ударом кулака по груди, а не знаком аквилы. Ксинью-73, треща шестернями, повернул закрытую капюшоном голову. «В оборудовании корабля нет компонентов, подходящих под определение гиро-шестерня», — заметил он. Арик, прищурившись, окинул техноадепта сердитым взглядом. «Благодарю!» «Как я понимаю», — заворчал командир несущих слова. Майор Джасмитин пытался солгать в свое оправдание, но весьма неумело. «Торф, переходи к деталям. Нам предстоит привести к согласию этот мир». Торф начал свой доклад, перечисляя континентальные массивы, примерное распределение населения и расстановку сил. Цивилизация на 331-12 была примитивной, но все силы экспедиционной флотилии готовились к войне. Армейский контингент, роты Астартес и подразделения Механикум. Все будет зависеть от первого контакта. Арик рассеянно слушал то, что уже изучал по официальным рапортам. Затем он перехватил косой взгляд сидящего рядом капитана несущих слова. «Ты всегда причесываешь волосы пятерней?» — спросил Аргелтал. Прежде чем Арик подобрал слова для резкого ответа, дверь в комнату открылась. В зал военного совета вошел примарх, облаченный в церемониальную кольчужную броню с нагрудником из резной слоновой кости. «Друзья, примите, пожалуйста, мои извинения за несвоевременный приход». Ларгар одарил всех присутствующих сияющей улыбкой, а затем занял свое место во главе стола. «Я надеюсь, к высадке все готово». Собравшиеся командиры заверили его в готовности всех сил. Ларгар, великолепный в парадной броне военачальника Ковенанта, поочередно выслушал их рапорты. Сэр обратился к нему в конце один из офицеров. «Говори, Аргелтал, меня до сих пор тревожит одно обстоятельство. Прошло уже три недели», — продолжал капитан, игнорируя возникший шепот. «Где же бесконечное благоговение?» Ларгар наклонился вперед и положил на стол золотые руки. Все присутствующие могли по его глазам видеть, чего стоили примарху последующие слова. «Корабль затерялся в шторме. Мы скорбим по экипажу и нашим братьям, находившимся на борту. Но продолжать надеяться было бы неразумно». «Сэр», — Аргелтала явно не удовлетворил его ответ. «И мы даже не попытаемся их отыскать. Одно судно, потерянное в шторме, уже трагедия. Но три. Аврелиан, пожалуйста, экспедиция под угрозой. Мы должны их отыскать». «Но как? В варпе?» Очередной удар потряс корабль. И на этот раз колебания не утихали несколько секунд. Ларгар, опустив взгляд, едва заметно улыбнулся, несомненно радуясь своевременности тряски. Жестокие даже отголоски этого шторма. «Неужели ты хочешь вернуться в варп, чтобы искать три атома в бесконечных вихрях?» «Я призываю астропатов сделать еще одну попытку», — сказал Аргелтал. «Если им удастся отыскать своих собратьев на благоговении...» «Сын мой», — ларгар покачал головой, — «твое сострадание делает тебе честь. Но мы не можем прервать паломничество из-за потери одного боевого корабля. Варп жесток. Сколько судов потерял Империум в его штормах за время Великого Крестового Похода?» «Сотни?» «Возможно, тысячу, а то и больше». Майор Арик нажал на своем информационном планшете несколько кнопок. «Мы находимся на передовой, и всем это известно. И как бы мы не призывали на помощь, подкрепление к нам не придет. Насколько регулярна теперь связь между нашими флотилиями?» «Промежутки между контактами растут по экспоненте», — ответил Фи-44. «Последняя астропатическая передача от главной флотилии Корфаэрона состоялась четыре месяца назад». Тогда заговорил Ксафин. «Последнее сообщение первого капитана содержало обновленные карты Звездного Неба, показывающие продвижение Легиона к краю галактики и список приведенных к Согласию Миров. А также в нем выражалась искренняя благодарность за восемь тысяч слов и три пикта, которые следовало внести в имеющиеся во флотилии копии книги Ларгара». Примарх усмехнулся, но ничего не сказал. Ксафин продолжал. «Ближайшая к нам флотилия — 3855-я, и до нее год перелета через Варп. Какие ордена возглавляют эту флотилию?» — спросил Деймос. «Кровавого видения», — подсказал Фи-44, — «и полумесяца. И еще капеллан Ксафин допустил неточность. Перелет до 3855-й флотилии займет от 30 до 15 месяцев, в зависимости от капризов Варпа». Воцарилось молчание. «Год!» — подал голос Ларгарт. «Далеко же завело нас служение человечеству глазами во тьме. Никакие имперские подразделения не распространялись так широко и не удалялись от Терры на такие огромные расстояния». «Год!» — «Аргил Талл был поражен такому определению дистанции. Мы на расстоянии годового перелета от своих ближайших братьев и еще дальше от истинных границ Империума. Итак, мы действительно остались одни», — озвучил Арик мысли капитана. И очередное жестокое содрогание корабля подтвердило его слова. «Сэр!» — снова заговорил Аргил Талл. «Успокойся, сын мой!» — прервал его примарх, приподнимая руку. «Мастер Делвер!» — не мог бы ты предоставить капитану Аргил Таллу утешение, которого он ищет?» «Мастер Делвер!» — с виду был настоящим скелетом с водянистыми глазами, одетым в тусло-серое облачение, свисавшее с его плеч бархатными волнами. Обнаружив, что в его сторону поворачивается все больше лиц, он обвел комнату взглядом побитой собаки. «Наши обгуры!» — «То есть наши чувства!» «Я слышу мир, к которому мы приближаемся!» «Это трудно выразить словами!» Ларгар кашлянул, привлекая внимание Астропата. «Мастер Делвер!» — «Мой лорд!» — почти шепотом откликнулся он. «Ты здесь среди равных, среди друзей. Мы все сочувствуем, что шторм оказывает на вас столь сильное давление. Не нервничай и не смущайся. Расскажи обо всем подробно». Шоса Делвер, мастер Астропата, поклонился без особого изячества, но искренне. Ларгар тоже ответил ему поклоном, хотя и не таким низким, зато с улыбкой. «Иногда, — неторопливо заговорил Астропат, — достаточно малейшего шанса, чтобы привести имперскую флотилию к одному из затерянных миров человечества. Эти случайности — великое благо. Чаще мы полагаемся на немногочисленные древние карты, сохранившиеся после хаоса долгой ночи и объединительных войн, терзавших терру. Но когда вы полагаетесь на нас, когда взываете к астропатическому хору, я постараюсь объяснить, насколько смогу». Вот тогда Аргелтал взглянул на своего отца, записывающего его слова. «Моя кровь впервые похолодела. Мы стояли на якоре над новым миром, когда Астропат рассказывал, как он и его собратья видят сквозь шторм». Ларгар кивнул. «В тот момент я впервые понял, что наше паломничество подходит к концу. И это правда», — вздохнув, сказал капитан. Потом Аргелтал продолжил рассказ, но их взгляды больше не встречались. Голос капитана сопровождало лишь легкое поскрипывание пера по пергаменту. Мастер Астропатов немного помолчал. «Мы слышим голоса в пустоте», — сказал он. «Мир представляется целым ульем, издающим жужжание, словно стаи мух или саранчи, только далеко, очень далеко. В бесконечных просторах космоса нелегко выделить какой-то один мир. Империум — это целый океан безмолвия, и только предельная концентрация внимания позволяет нам уловить гул человеческого сознания. Представьте, что вы оказались под водой в огромном море. Все звуки стихли, и тишина давит на уши. А теперь попытайтесь услышать голоса небытия, когда все, что вы слышите, — это стук собственного сердца». «Сэр!» — прервал его Деймос. «Неужели так необходимо выслушивать эти скучные рассуждения?» В ответ Ларгар, улыбаясь, приложил золотой палец к губам. «Пусть мастер Делвер говорит. Я нахожу его слова весьма поучительными». Остропад, избегая чьих-либо взглядов, торопливо продолжил. «Если вы все свое внимание сосредоточите на посторонних голосах, вы можете забыть о том, что нужно плыть и утоните. Если же всю свою энергию вы направите на то, чтобы подняться на поверхность и снова набрать в грудь воздуха, вы не услышите никаких звуков океана». «Вы стремитесь к соблюдению равновесия», — сказал Аргелтал. «Похоже, что это нелегкая задача». «Это так, но никто из собравшихся в этой комнате не может похвастаться легким существованием». Остропад почтительно поклонился воинам, и многие ответили на знак его уважения воинским салютам, в том числе и Аргелтал. Этот тощий человек ему понравился. «Что же изменилось?» — спросил капитан, ощутив на себе взгляд примарха. «Этот район космоса не похож ни на один из тех, что мы видели прежде. Варп здесь особенно жесток, и наши корабли оказались в плену бушующих течений и эфирной энергии. Нам и раньше приходилось видеть варп шторма», — заметил Ларгард. Взгляд его серых глаз говорил о многом. Все это было ему известно, и он подводил Остропада к тому, чтобы чувствительный медиум объяснил положение командирам флотилии. «Здесь другое дело, сэр. Этот шторм обладает голосом, миллионом голосов». Эти слова привлекли внимание всех участников совета. Аргелтал непроизвольно сглотнул и ощутил на языке вкус яда. Повинуясь внезапному побуждению, он ввел код активации в пульт управления гололитическим проектором, вмонтированным в стол. В воздухе над столом вспыхнуло мерцающее изображение участка космоса, охватывающие сотни солнц и их систем. Нельзя было не заметить, что здесь что-то не так. «Вот эта область», — Остропад показал на изображение. «Если хор закрывает глаза и направляет туда свои тайны и чувства, мы все слышим только крики». Указанный район был огромным, больше, чем огромным. Он включал в себя сотни и сотни звездных систем, и даже на проекции было заметно сильное искажение. Аномалия варпа проявлялась в виде газообразной пелены, закрывающей звезды и сворачивающейся в центре в бурлящий узел энергии. «Посмотрите-ка», — заговорил Орик Джасметин. «Кто-нибудь еще видит там глаз? Глаз в космосе?» Многие с ним согласились, только не Ларгар. «Нет», — возразил Примарх, — «я вижу рождение. Так выглядят зарождающиеся галактики. Брат Магнус показывал мне подобные вещи в зале Лэнга на прекрасной Терри. Разница в том, что рождение это не физическое. Это призрак галактики. Все вы видите глаз или спираль. И то, и другое верно, и неверно. Это психический отпечаток какого-то невероятного события в звездном пространстве. Оно было достаточно мощным, чтобы разорвать пространство, позволив Варпу просочиться в материальную галактику». Астропат кивнул и взглядом выразил благодарность Примарху за слова, которых сам он подобрать не смог. «Сэр, именно так мы и считаем. Это не просто Варп-шторм. Это особенный Варп-шторм. И он бушует так долго, что уже проник в физическую реальность. Вся эта область стала одновременно пространством и антипространством. Варп и реальность, слитые воедино. Нечто. Рассеянный взгляд Ларгара скользнул по взбудораженным небесам. Это необычный выброс. Что-то почти родилось здесь». Аргелтал откашлялся. «Сэр, ничего, сын мой. Просто мимолетная мысль. Мастер Делвер, продолжай, пожалуйста». На остропад мало что смог добавить. Бури, мешавшие нам в странствиях последние несколько недель, исходили из этого района. Космос вокруг 1301-12 относительно стабилен. Но вспомните, какой шторм нам пришлось пережить, чтобы достичь этого островка стабильности. Шторм охватывает тысячи звездных систем вокруг нас. «Если мы выйдем за пределы этого небольшого пространства, энергетические потоки могут...» Он умолк. Ларгар посмотрел на остропата в упор. «Говори», — приказал примарх. «Это древний таранский термин, сэр. Я бы сказал, что шторм может оказаться апокалиптическим». «Что это означает?» спросил Аргелтал. Ему ответил Ксафин. «Проклятие! Конец всему! Это старая, очень старая легенда. Казалось, что эта мысль доставляет ему удовольствие. Если шторм кричит миллионами голосов...» Аргелтал повернулся к Делверу. «Как вам удалось обнаружить этот мир? Почему вы смогли расслышать голос его жизни?» Астропат судорожно втянул воздух. «Потому что нечто в мире под нами кричит еще громче». «Нечто», — повторил капитан. «Может, некто?» Человек в сером балахоне кивнул. «Не проси меня объяснить, поскольку это не в моих силах. По акценту в речи другого воина ты можешь сделать вывод, что он родился в другой области твоего домашнего мира. Так и хор Астропатов распознает в человеческих криках нечто нечеловеческое». Ларгар взмахом руки прервал их рассуждение. «Эта область не имеет названия и не нанесена на карты. Какие корабли пропали в шторме за время нашего странствия?» Командующего флотилией опередил Фи-44. «Бесконечное благоговение», «Григорианец» и «Щит Скаруса». Собравшиеся несущие слова склонили головы, выражая почтительную скорбь. «Щит» был ударным крейсером капитана Скаруса и его 52-й роты. Их потеря стала особенно жестоким ударом для Братства Зубчатого Солнца, поскольку непостоянные вихри Варпа сократили его численность почти на треть. «Хорошо», — произнес Ларгард, «а распорядитесь, чтобы все звездные карты были обновлены и отправьте на Теру сообщение. Отныне этот район будет называться Сектором Скаруса». «Высадка на поверхность состоится, сэр», — прозвучал вопрос Деймоса. Примарх с особой осторожностью достал из деревянного футляра на поясе свиток пергамента. Неторопливо развернув его, он повернул лист лицевой стороной к сидящим за столом. На папирусе углем было изображено спиралевидное пятно. Все они уже видели его. Пятно среди звезд. Пока командиры рассматривали рисунок, корабль снова содрогнулся от яростного удара. В помещении на несколько секунд вспыхнули красные аварийные огни, и гололитическое изображение пропало. Как только освещение вернулось к нормальному состоянию, Аргилтал снова ввел код активации проектора. Мерцающее и подрагивающее изображение восстановилось. «Проклятый шторм!» — пробормотал майор Джасмитин. В ответ раздались негромкие одобрительные возгласы. «Этот рисунок сделан по памяти», — сказал Ларгар, обводя взглядом присутствующих. «Но мои несущие слова его узнают». «Эмпирии!» — хором воскликнули офицеры легиона. «Небесные врата!» — уточнил Ксафин из древних свитков. «Нас призвали сюда!» — произнес Ларгар низким, исключающим сомнения голосом. «Нечто сквозь шторм взывало к нашему астропатическому хору. Нечто пожелало, чтобы мы оказались здесь, и нечто ждет нас на планете внизу». Астропат, возможно, впервые за всю свою безмолвную и уединенную жизнь нарушил этикет. «Как? Как ты об этом узнал?» — парабормотал он трясущимися губами. Ларгар бросил свиток на стол. В его глазах вспыхнуло выражение, весьма близкое к ярости. «Я тоже слышу эти крики, и они не бессмысленны. Нечто из мира под нами выкрикивает психический шторм в мое имя». Глава четырнадцатая Фиолетовые глаза Два голоса Ответы Аргилтал смотрел на свое отражение в чаше с водой. Худые пальцы прошлись по выступающим костям. Можно подумать, он притронулся к собственному черепу. Ларгар не поднимал взгляда от своих записей. «Высадка», сказал капитан. Фиолетовые глаза Это была единственная черта, которая отличала их от представителей чистокровной человеческой расы. Люди смотрели на посланников звезд фиолетовыми глазами. Ларгара и его сыновей встретили одетые в лохмотья варвары, державшие в руках копья с кремниевыми наконечниками. Но эти первобытные люди не проявляли ни малейшего страха. Они приблизились к месту высадки беспорядочной ордой, разделенной на племена, каждое из которых несло собственное знамя из содранной кожи и тотемы из костей животных, указывающих на поклонение духам и демонам из верований этого мира. Для первого контакта с населением 1301-12 Ларгар взял с собой лишь небольшой отряд. Остальная флотилия ожидала наготове на орбите, а первую встречу Ларгар предпочел провести в скромной обстановке. Рядом с примархом стоял Деймос, магистр зубчатого солнца, вместе с капитанами Аргелталом и цар Кворилом и седьмой и тридцать девятой рот. Обоих капитанов сопровождали их капелланы, вооруженные крозиусами. Позади них маячила одинокая скелетоподобная фигура в одеянии с поднятым капюшоном. Из-под края капюшона выглядывали три глаза линзы к синюю 73, наблюдавшего за ходом событий. Рядом с ним неподвижно замер инкарнадин, излучавший угрозу, хотя в нем не шевелилась ни одна шестерня. Еще одна фигура держалась отдельно от общей группы. Закованный в золото с великолепной алебардой в руках кустодий виндата. Аквелон настоял на своем. В случае первого контакта примарха должен сопровождать хотя бы один из его воинов. Алый плюмаш кустодианского шлема, как и свитки на броне несущих слова, трепетал на ветру. Ближе всех к золотому воину стоял Аргел Тал. За все время, что виндата провел во флотилии, ни один другой астартес не проявил по отношению к нему или другим кустодиям не то, что дружеского расположения, но даже и тени уважения. За спинами воинов стоял громовой ястреб легиона, традиционного гранитно-серого цвета, поскольку золотая грозовая птица Ларгара осталась в 47 флотилии. Примарх, хотя и не видел ее уже три года, не скучал по машине. Показная красота десантного корабля всегда казалась ему скорее безвкусной, чем величественной. Пусть самодовольный фулгрим украшает свои машины, превращая их в произведение искусства. Вкус Ларгара отличался большей строгостью. «Посмотрите на их глаза!» воскликнул Ксафин. «У всех у них фиолетовая радужка!» «Взгляни наверх!» негромко посоветовал ему Ларгар. Ксафин повиновался, все последовали его примеру. Варп Шторм, терзавший этот регион, закрывал большую половину ночного неба. Огромная спираль из красных и фиолетовых потоков смотрела на них немигающим оком. «Шторм?» спросил Вендата. «Их глаза стали фиолетовыми из-за шторма?» Ларгар кивнул. «Он изменил их». Ксафин, продолжая смотреть в небо, положил свой Крозиус на плечо. «Мне известно, что Варп может заразить психически восприимчивых людей перерождением плоти, если их разум недостаточно силен, но нормальных людей они нечисты», перебил его Вендата. «Эти варвары мутанты», он показал алебардой на приближающихся дикарей и подлежат истреблению. Аргел Тал перевел взгляд налево, настоящего с опущенной алебардой кустодия. «Вен, неужели это тебя не восхищает? Мы пришли в мир, который находится на краю величайшего из всех виденных варп-штормов, а его обитатели смотрят на нас глазами того же цвета, что и истерзанное пространство над ними. Как ты можешь обрекать их на гибель, даже не выяснив причин явления? «Их нечистота сама по себе служит ответом», заявил золотой воин. Он не желал вступать в спор. «Примарх Ларгар, мы должны зачистить этот мир». Ларгар даже не взглянул на кустодия. Он только вздохнул, прежде чем заговорить. «Я встречусь с этими людьми и сам решу их судьбу. Чистые и нечистые, правые и неправые. Все, что мне необходимо, это ответы. Они нечистые. Я не собираюсь истреблять население целого мира по той лишь причине, что бойцовому псу моего отца не понравился цвет их глаз. Окули император непременно услышит об этом», пообещал Виндата, «как и император, возлюбленный всеми». Примарх в последний раз посмотрел на пылающее небо. «Ни император, ни империум никогда не забудут того, что мы здесь узнаем. Это я могу тебе обещать, кустодий Виндата». К ним приблизилась первая представительница варваров. Ее плечи закрывал выгоревший плащ, песчанно-бурого цвета, тяжелый, словно из плохо выделанной кожи, сшитый грубыми стежками черного шнура. Вокруг глаз красивого, но вселяющего тревогу фиолетового оттенка виднелись круги белой в некие руны. Эти символы ничего не значили для Виндаты, зато плащ говорил о многом. «Выродки», прошипел кустодий по закрытому воксканалу, «это же человеческая кожа, высушенная, выделанная, сшитая в полотно». «Я знаю», ответил Аргелтал, «опусти оружие, Вен». «Как может Ларгар общаться с этими существами? Живодеры, варвары, мутанты? Они покрывают кожу бессмысленными символами». «Они небессмысленные», возразил капитан. «Ты можешь прочесть эти руны?» «Конечно», рассеянно ответил Аргелтал, «это колхидский язык». «Что?» «И что же они означают?» Несущий слово промолчал. Ларгар наклонил голову в почтительном приветствии. Предводительница варваров, подошедшая в сопровождении сотни людей, одетых в одинаковые лохмотья и доспехи, изнушавшей тревогу кожи, не выказала никаких признаков смятения. Со всех концов равнины подходили все новые племена, но они держались поодаль, возможно, из уважения к молодой женщине с истине-черными волосами. При каждом ее движении раздавался перестук, подвешенных к поясу черепов. Несмотря на то, что она едва доставала головой до пояса примарха, дикарка держалась совершенно свободно, и взгляд ее необычных глаз смело встретил взгляд гиганта. Ее речь не могли исказить ни сильный акцент, ни отрывисто произносимые слоги. Наречие, на котором она говорила, далеко ушло от своих протагонистических корней, но имперцы, кто свободно, кто с трудом понимали ее. «Приветствую», сказала дикарка, «Мы ждали тебя, ларгар Аврелиан». Примарх сумел сдержать свое удивление. «Ты знаешь мое имя и говоришь по-колхидски». Девушка задумчиво кивнула, но казалось, она размышляет не над словами ларгара, а над его произношением. «Мы ждали тебя много лет, и, наконец, ты ступил на нашу землю. Эта ночь была предсказана. Взгляни на север и на юг, на запад и восток. Отовсюду идут племена. Этого потребовали говорящие с богами, и вожди повиновались. Вожди всегда прислушиваются к словам шаманов, их голосами говорят боги. Примарх окинул взглядом толпу, отыскивая этих уважаемых старейшин. «Почему ты говоришь на языке моего родного мира?» спросил он предводительницу. «Я говорю на языке своего родного мира, так же, как и ты», ответила женщина. Несмотря на пылающие небеса, несмотря на преподносимые сюрпризы, Ларгар улыбнулся. «Мое имя Ларгар, как ты и предвидела, но Аврелианом меня зовут только мои сыновья». Ларгар, благословенное имя, возлюбленный сын истинного пантеона. Ларгар с трудом сумел сохранить непринужденный тон. Никакая мелочь не должна испортить первый контакт. Важнее всего сейчас сохранить контроль. У меня нет четырех отцов, друг мой, и я рожден не женщиной. Я сын императора человечества и более ничей». Она рассмеялась, и мелодичный звук ее голоса разнес неутихающий ветер. «Сыновей можно не только родить, но и принять. Сыновей можно воспитывать, а не просто вскормить. Ты любимый сын четырех. Первый отец пренебрег тобой, но четверо отцов тобой гордятся, очень гордятся. Говорящие с богами сказали нам об этом, а они никогда не лгут». Ларгар едва не утратил свой непринужденный вид. Даже если люди и не заметили этого, несущие слова все поняли. «Кто ты?» спросил он. «Я Ингетель избранная». Она улыбнулась, излучая доброту и невинность. «А скоро стану Ингетель вознесенная. Я твой проводник, помазанный богами». Женщина обвела жестом равнину, как будто в ней заключался целый мир. Более того, она показала рукой и наисковерканная варпом пространство над ними. «А этот мир», продолжала она, сопровождая свои слова широким жестом разрисованных рук. «Кадия». Этот первый контакт оказался уникальным. Никогда раньше им перцев не ждали с таким нетерпением. Никогда раньше люди примитивной цивилизации не только не приветствовали их с радостью, но и не выказывали ни малейшего страха перед оказавшимися рядом с ними закованными в броню воинами. Громовой ястреб возбудил их любопытство, но примарх объяснил Ингетель, что орудия приведены в боевую готовность, а машиной управляют сервитеры легиона, и они могут открыть огонь, если кадианцы подойдут слишком близко. Ингетель жестом заставила любопытных мужчин и женщин отойти от десантного катера несущих слова. Со своими соплеменниками она разговаривала более цветисто, используя в каждой фразе множество ненужных слов. Но обращаясь к Ларгару и его спутникам, она выражалась кратко, оставляя самую суть, и получалось, что она говорит по-калхидски, а не по-кадиански. Ларгар остановил рассказ сына озабоченным взглядом. «Ты рычишь, когда разговариваешь», заметил примарх. «Это ненамеренно, мой лорд. Я знаю, твой голос так же расколот, как и твоя душа. Это доступно моему психическому ощущению. Я вижу два лица, четыре глаза и две улыбки. Этого больше разве что мой брат Магнус. Но для того, чтобы узнать истину, достаточно просто прислушаться. Аргел Тал, о твоем несчастье проведают даже уши смертных. Ты должен научиться скрывать этот изъян». Капитан нерешительно помолчал. «Я был убежден, что после того, как расскажу тебе об этом, меня уничтожат. Это один из возможных вариантов, сын мой. Но твоя смерть не доставит мне никакого удовольствия. А зубчатое солнце будет стерто из архивов легиона». Прежде чем ответить, Ларгар посыпал пергамент мельчайшим песком, чтобы быстрее высохли чернила. «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что прежде он состоял из трехсот верных тебе воинов, а теперь осталось едва лишь сотня. Из трех род наберется только одна. Деймос погиб, убит накадии. Сотня наших братьев затерялась в шторме и вместе со щитом Скаруса стала добычей варпа, а теперь и моя рота вернулась сломанной и изменившейся». «Зубчатое солнце навсегда останется уроком для легиона», сказал Ларгар, «независимо от того, чем закончится паломничество. О некоторых вещах нельзя забывать». Аргелтал вздохнул. Вместе с выдохом раздался странный шепот. Нечто смеялось. «Мой лорд, я не хочу говорить о Кадии. Тебе и так известно все, что я знаю о произошедшем на поверхности. Ночи дискуссий с Ингетель и старейшинами племени, сравнение наших звездных карт с их грубыми рисунками неба, их пиктограммы, око ужаса, совпадение акадианских изображений шторма с нашими свитками времен старой веры». Аргелтал рассмеялся, но в его голосе не было веселья, как будто нам было мало доказательств. Ларгар окинул его пристальным взглядом. «Что такое, мой лорд? Шторм, который терзает субсектор, ты называл его оком ужаса». Аргелтал замер. «Это да, именно так его будут называть, когда оно шире распахнется в пространстве, когда дрожащий Империум увидит в нем преисподнюю своей галактики. Это трагическое название, данное звездными странниками величайшей тайны глубин. Оно будет нанесено на карты и обозначено точными координатами в базах данных. Человечество даст ему это имя, как ребенок, дающий имена собственным страхом». Аргелтал «Мой лорд, кто говорит сейчас со мной? Это не твой голос». Капитан открыл глаза, но не мог вспомнить, чтобы их закрывал. Оно не имеет имени. Ларгар помолчал. «Я уверен, что имя есть. Это личность, такая же сильная, как твоя. Но она дремлет. Я чувствую, как она распространяется внутри тебя. Ты поглощаешь ее каждой клеточкой своего тела, словно...» Ларгар опять замолчал. Аргелтал частенько задумывался, каково это видеть всю жизнь на любом из множества уровней. Даже на генетическом видеть жизнь и смерть миллиардов едва различимых клеток. Все ли примархи обладают этой способностью или только его отец? Это оставалось для него загадкой. «Прости, мой лорд», обратился он к Ларгару, «я буду держать глаза открытыми». Дыхание Ларгара участилось. Ни один человек без аугметических устройств не заметил бы изменений в сердечном ритме примарха, но чувства Аргелтала были сильнее человеческих во много раз. Больше того, теперь они превосходили даже чувства Астартес. Он мог слышать, как поскрипывает напряженный металл стен его каюты, как дышат охранники за закрытой дверью, как легко шуршат лапки насекомых в вентиляционном канале. Эту чуткость он заметил и раньше, на борту песни Орфея, во время семимесячного странствия Дрейфа, когда они старались уйти от тока. Ощущение появлялось несколько раз, но сильнее всего в тех случаях, когда он утолял смертельную жажду кровью своих братьев. Я вижу внутри тебя две души и борьбу между ними, а в твоих глазах жестокость. И все же я не могу понять, признался примарх, проклятие это или благословение. Аргелтал усмехнулся, показав слишком много зубов. Это была не его улыбка. Разница между богами и демонами в большей степени зависит от того, на какой стороне ты находишься. Ларгар записал и эти слова. Расскажи мне о последней ночи на Кадии, сказал он. После религиозных дебатов и племенных сборов, мне неинтересно слушать о научных исследованиях и ритуалах, проводимых в честь нашего прибытия. Архив флотилия разбух от свидетельств о том, что этот мир, как и многие другие, имеет веру, сходную со старой верой. Аргилтал провел языком по зубам. Улыбка на его лице все еще была чужой, но ни один не был так близок. Верно, ни один не был так близок, как Кадия. Что ты хочешь узнать, Ларгар? Примарх помолчал, услышав, как с губ его сына сорвалось столь непочтительное обращение. Кто ты? Спросил он, не испытывая ни страха, ни тревоги, а лишь беспокойства. Мы я, мы Аргилтал, я, я Аргилтал. Ты говоришь двумя голосами. Я Аргилтал, стиснув зубы, сказал капитан. Спрашивай о чем угодно, мой лорд. Мне нечего скрывать. Последняя ночь на Кадии, сказал Ларгар. Ночь, когда Ингетель прошла освещение. Это языческое колдовство, сказал Виндата. Я не верю в колдовство, отозвался Аргилтал, и тебе не следовало бы верить. Их голоса гулко раздавались в храмовом зале, который оказался ничем иным, как грубо вырубленным помещением в бесконечном лабиринте подземных пещер. На поверхности Кадии не было никаких строений, и храм Ока выглядел куда менее величественным, чем жить по его названию. Под Северной равниной, где Легион произвел высадку, пещеры и подземные реки образовывали настоящую природную базилику. Этот мир настоящий рай, заметил Виндата. Странно, что так много племен обитают на этих безжизненных пустошах. Аргилтал уже слышал это недовольное замечание. Виндата в своей прямолинейной и непоколебимой мудрости просматривал орбитальные снимки не реже, чем сам капитан. На поверхности Кадии преобладали умеренные леса, обширные луга, океаны, обильно населенные живностью и пахотные земли. И, несмотря на это, в унылом уголке на безводных равнинах северного полушария влачили существование многочисленные кочевые племена. Вместе с Аргилталом и Кустодием по каменным коридорам шагал Иксафен. Устройство храма было таким, какого следовало ожидать от варварской цивилизации. На наклонных стенах виднелись следы откирок и тому подобных инструментов. Но, тем не менее, помещение было не лишено украшений. Все стены покрывали пиктограммы и иероглифы, чередующиеся символами, сделанными углем рисунками и высеченными значками, ничего не значившими с точки зрения Вендаты. По правде говоря, ему было неприятно видеть перед собой бесконечное множество рисунков. Повсюду мелками неровные зубчатые звезды и длинные мантры на непонятном языке, хотя структура написания явно указывала на стихи. Изображение великого ока, как кодианцы называли шторм над их миром, тоже попадались довольно часто. На стенах закрепленные через неравные промежутки горели факелы из пучков веток, отчего каменные переходы местами заволакивало дымом. В общем, в Вендате приходилось бывать и в более приятных местах. Будь проклят Аквилон, приказавший ему спуститься на поверхность. Если понимаешь их веру, нетрудно догадаться, почему они собираются здесь, сказал капеллан. Вера это выдумка, фыркнул Вендата. Аргилтал ни разу в своей жизни не делал ставок. Игра противоречила монашескому укладу жизни воинов легиона, поскольку свидетельствовала о жажде земных богатств, бессмысленных для любого солдата с чистым сердцем. Но он мог с уверенностью заключить пари, что самыми часто повторяющимися словами Вендаты были именно эти. Вера это выдумка. Для различных существ вера означает разные вещи, сказал Аргилтал. Это была слабая попытка предотвратить спор, намечавшийся между двумя его спутниками. Но, как он и предполагал, это оказалось безуспешно. Вера это выдумка, повторил Вендата. Но Ксафин, распаленный присутствием невольных слушателей, продолжал спорить. Люди пришли сюда именно из-за веры. И из-за веры храм стоит в этом месте. Здесь наблюдается благоприятное расположение звезд, и люди верят, что это помогает в проведении их ритуалов. Созвездия отмечают на небе обитель богов. Языческая магия, бросил Вендата, начиная злиться. Тебе же известно, что Колхида до вступления в империум была такой же, не уступал Ксафин. Эти ритуалы мало чем отличаются от тех, что проводили многие поколения до прихода Ларгара. Жители Колхиды всегда придавали большое значение звездам. Вендата упрямо тряхнул головой. Капеллан, не стоит добавлять бессмысленные суеверия к списку уже имеющихся против тебя обвинений. Вен, только не сейчас. Аргелталу совсем не хотелось выслушивать очередной спор о природе человеческой психики и разлагающем воздействии религии. Пожалуйста, не сейчас. Если Аргелтал за прошедшие три года немного сблизился с Кустодис, упражняясь с ними в тренировочных камерах, то Ксафен получал извращенное удовольствие, поддевая их при каждом удобном случае. Философские дискуссии почти всегда заканчивались тем, что Вендата или Аквелон покидали комнату, чтобы не ударить капеллана. Ксафен, в свою очередь, считал подобные моменты своими личными победами и каждый раз по-стариковски посмеивался им вслед. Если уж они так ценят звезды, затрещал в вокс-динамике голос Вендаты, почему же они прячутся под землей? Попробуй сам спросить у них об этом сегодня вечером, с усмешкой посоветовал Ксафен. На несколько блаженных мгновений между ними установилось молчание, и все трое продолжили путь. Я слышу песнопения, вздохнул Кустодий, клянусь императором, это настоящее безумие. Аргелтал тоже слышал пение. Пещеры под ними уходили вглубь несколькими уровнями, но массивные камни с невероятной легкостью проводили все звуки. Тот, кто входил в храмовые пещеры, в любое время дня и ночи мог слышать смех, шаги, молитвы и рыдания. На одном из нижних уровней проводился ритуал. Я уже несколько недель наблюдаю, как вы перебираете пергаменты и лопочете с кодианцами на их языке. Это язык колхиды, рассеянно заметил Аргелтал, проводя пальцами в перчатки по угольному рисунку, изображавшему существо, похожее на примарха. Рисунок был довольно примитивным, но на нем просматривалась фигура в балахоне, стоящая рядом с другой, в кольчужной броне и без одного глаза. Оба существа стояли на вершине башни, посреди цветущего луга, и это был далеко не первый рисунок, увиденный Аргелталом, однако они продолжали привлекать его внимание. С флотилии на поверхность доставили множество слуг, которым был отдан приказ исследовать пещеры Кадии и сделать пик из каждого рисунка. «Вот значит, как ваш легион искупает свою вину перед императором», спросил Виндата. «После достижения множества согласий я уже надеялся увидеть вас в новом свете. Падение монархии осталось в прошлом, даже Аквелон в это поверил. А теперь мы приходим сюда, и все начинается снова, когда вы бубните с этими тварями на чуждом наречии». «Это колхидский», сказал Аргелтал, стараясь подавить раздражение. «Может, я и не силен в вашем монотонном языке», настаивал Виндата, «но я знаю достаточно. То, что слетает с губ кодеанцев, не колхидский язык, как и эти надписи. Они ни на что не похожи, нет даже протоготических корней». «Это колхидский», снова повторил Аргелтал, «древний, но колхидский». Виндата отказался от продолжения спора. Аквелон уже обо всем этом узнал и даже спускался на поверхность, чтобы посмотреть все лично. Командир Кустодис неплохо говорил по-колхидски, но и он, как Виндата, не понял ни слова. Когнитические сервиторы, доставленные с орбиты, столкнулись с той же проблемой. Ни один лингвистический декодер не смог справиться с руническими письменами. «Возможно», продолжил Ксафин, «Мы избранный легион. Только те, в ком течет кровь Ларгара, говорят и читают на этом священном языке». «А тебе бы этого очень хотелось, не так ли?» сердито бросил Виндата. Ксафин в ответ только усмехнулся. «Невозможность разобраться в каракулях, покрывавших стены пещеры, окончательно испортила настроение Кустодия». «А о чем здесь говорится?» Он показал на случайно выбранный стих, начертанный на неровной поверхности камня. Аргелтал взглянул на надпись и неожиданно для себя обнаружил поэзию, довольно бесхитростную, мало напоминающую ритуальные песнопения. Он уже достаточно хорошо узнал говорящих с богами и решил, что перед ним произведение шамана, одурманенного галлюциногенами и выплеснувшего поток сознания на священную стену. «Мы воспеваем тех, кто творит. Пусть обратят на нас свой взор и одарят благословением боли, чтобы галактика окрасилась кровью и боги утолили свой голод». «Это всего лишь плохие стихи», сказал он Виндати. «Я не могу прочесть ни единого слова». «Стих довольно безыскусный», Ксафин улыбнулся. «Ты ничего не потеряешь, если его не прочтешь. А тебя не волнует то, что я не в состоянии этого прочесть», настаивал Виндата. «У меня нет для тебя ответа», огрызнулся Аргилтал. «Это бред давно умершего шамана. Стихотворение связано с верой кодианцев каких-то богов, но его суть недоступна мне так же, как и тебе. Больше я ничего не знаю». «Разве тебе мало нескольких недель, проведенных в их шатрах, Аргилтал. Кому нужно посещение этого нечестивого обряда невежественных дикарей?» «Вен, от твоих слов у меня начинает болеть голова», сказал Аргилтал, почти не слушая кустодия. Счетчик на его ретинальном дисплее отображал время, проведенное без сна, уже больше четырех суток. Встреча с кодианцами, на которых несущие слова тщательно изучали священные писания людей и обсуждали их связь со старой верой, занимали массу времени. Ларгар и капелланы несли основное бремя обязанностей посланников и исследователей, но Аргилтал обнаружил, что его время занято встречами с многочисленными племенными вождями, добивающимися его внимания. «Должен признаться», снова заговорил Вендата, «я надеялся, что легион постарается избежать сегодняшней глупости». Примарх приказал нам присутствовать, напомнил Ксафин, «и мы туда пойдем». Трое воинов по каменным ступеням спускались все глубже под землю, и далекий бой барабанов стал более отчетливым. «Вы согласились стать свидетелями представления этих выродков, даже не зная, что они намерены делать?» «Я знаю, что они намерены делать», Ксафин показал на стены. «Об этом написано повсюду, и достаточно ясно для тех, кто умеет смотреть». Прежде чем Виндадо успел ответить, капеллан добавил кое-что еще, что стало новостью и для Аргелтала. «Сегодня ночью кодианцы пообещали нам ответ». «На что?» одновременно спросил кустодий и капитан. «На вопрос о том, что выкрикивает имя примарха в шторме». Аргелтал сжал кулак, но в его жесте не было гнева. Казалось, ему доставляет удовольствие просто смотреть, как его мышцы и кости работают в естественном биологическом союзе. Деймос произнес он, нелегко было видеть его мертвым. Перо примарха прекратило поскрипывать по пергаменту. «Ты оплакиваешь его?» «Некоторое время я действительно оплакивал его, мой лорд, но для меня после его смерти прошло более полугода. То, что случилось за это время, сделало прошлые переживания незначительными и пустыми. Ты опять рычишь». Аргелтал что-то утвердительно проворчал, но не проявил желания говорить на эту тему. «Освящение», сказал он. Капитан был удивлен, когда вошел в главную пещеру. Удивлен, но не поражен. Безусловно, пещера была очень большой, и, учитывая, что кодианские технологии находились приблизительно на уровне давно забытого каменного века Терры. На сооружение подземного помещения такого размера и украшение его стен и пола резными рисунками, символами и стихами явно ушли долгие годы. Под десятками выгнутых каменных мостиков стремительно неслась подземная река. Закругленные стены освещались дымящими факелами, и миряды теней плясали повсюду, подчиняясь барабанному бою. Все мостики сходились на центральном островке посреди реки. Здесь, залитая светом, стояла обнаженная Ингетель. На ее бледной коже змеились начертанные краской руны. На долю секунды символы приковали внимание Аргелтала, и он мгновенно узнал их. Каждый значок в стилизованном виде изображал созвездие ночного неба колхиды. Зубчатое солнце, нанесенное синей тушью, окружало пупок девушки. Ингетель плотным кольцом окружали барабанщики, колотившие по натянутым шкурам звериными костями. Их было ровно тридцать, и равномерный бой звучал словно пульс целого мира. Вдоль стен и в проходах стояли сотни и сотни кадеанцев, наблюдавших за проходящим обрядом. Многие славили своих богов протяжным пением. Опьяняющие запахи чистой воды, пота шаманов и древних камней почти заглушили все остальное. Но Аргелтал ощутил запах крови раньше, чем увидел его источник. Визор, откликаясь на его нетерпение, навел фокус на противоположный конец стены. В тени на краю центрального кольца из земли торчало десять копий. Основания девяти копий были испачканы кровью и испражнениями, образовавшими на камнях отвратительные лужицы. На самих копьях висели человеческие жертвы, на каждом по одному дикарю. Все проколоты насквозь и все мертвы. Наконечники копий торчали из раскрытых ртов мертвецов. Нельзя позволить, чтобы это продолжалось, произнес Вендато. Он был настолько ошеломлен, что его голос утратил жесткость. И на этот раз Аргелтал был с ним согласен. Ингетель продолжала танцевать, и ее стройная фигурка на фоне ярких огней казалась совсем черной. В самом центре, неподалеку от извивающейся девушки, над всеми смертными возвышался Ларгар. Он молча смотрел на танец, скрестив на груди руки и прикрыв лицо опущенным капюшоном. Рядом с примархом в боевой броне обливался потом Деймос. Капитан царь Кворелл и его капеллан Рикус стояли чуть сзади. Оба не снимали шлемов. И оба смотрели не на танцующую девушку, а на ряд копий. Брат обратился по воксу Аргелтал к своему другу капитану. В каком бесчинстве мы принимаем участие? В голосе царь Кворла сквозило неприкрытое замешательство. Когда мы пришли, женщина уже была в таком виде, а примарх стоял и наблюдал. Изверства с копьями уже были завершены. Мы видели столько же, сколько и ты. Аргелтал повел Ксафина и Вендату по каменной тропе к примарху. Кадианцы шарахались от них, словно мелкие хищники от своры охотничьих псов, кланялись, шаркали ногами, а потом протягивали дрожащие руки, стараясь прикоснуться к выгравированным на броне колхидским рунам. Мой лорд, окликнул примарха Аргелтал, что происходит? Ларгар не отводил взгляда от Ингетель. Неискушенному взору Аргелтала танец девушки казался чувственным, словно она в процессе ритуала совокуплялась с каким-то невидимым существом. Мой лорд, снова произнес Аргелтал. Примарх, наконец, посмотрел в его сторону. В глазах Ларгара отражалась тень Ингетель, танцующая в пламени факелов. Кадианцы уверены, что этот ритуал позволит их богам появиться среди нас. Его голос звучал так же гулко, как бой барабанов. И ты позволяешь им это делать? Аргелтал шагнул вперед и впервые в жизни проявил неуважение к своему генетическому предку, поскольку его руки легли на рукоятке мечей. Примарх не счел смелость сына оскорблением, вернее сказать, он едва ли ее заметил. Кровавые жертвы были принесены до того, как меня пригласили в священный зал. И все же ты принимаешь участие, ты терпишь это, твое молчание поощряет это варварство. Примарх снова отвернулся и продолжал наблюдать за все более иступленным танцем Ингетель. Возможно, по его безупречному лицу скользнула тень сомнений, а может, это была просто тень девушки. Этот обряд ничем не отличается от ритуалов, практикуемых на Калхиде всего за каких-нибудь десять лет до твоего рождения, капитан. Это старая вера во всем ее театрализованном великолепии. Это отвратительно. Аргелтал подошел еще на шаг ближе. Все, чего я хочу, Ларгар с терпеливой тщательностью выговаривал каждое слово. Это ответ. Ингетель замедлила перед ними свое кружение. Ее блестящая от пота татуированная кожа была живым посвящением братствам несущих слова и ночным небесам Калхиды, давшим им название. Время пришло, хрипло сказала она Ларгару, задыхаясь от быстрого танца. Пришло время десятой жертвы. Примарх наклонил голову к девушке, еще не до конца с ней соглашаясь. А кто станет десятой жертвой? Десятую жертву должен принести искатель. Он сам выберет, кого убить. Это финальный акт посвящения. Ларгар набрал в грудь воздуха, чтобы ответить, но его лишили такой возможности. Послышалось зловещее, угрожающее потрескивание, а затем гул, жужжание активированного силового оружия. Вендата опустил свою алебарду, нацелив клинок и болтер в сердце Ларгара. «Именем императора», произнес Кустодий, «прекратите это немедленно». Глава пятнадцатая Жертвоприношение Крещение кровью Недостойная истина «Властью, данной мне императором, я обвиняю тебя в предательстве империума». Ларгар посмотрел на Вендату все с тем же кротким выражением лица. «Вот как». «Не делай этого», воскликнул Аргелтал. «Вен, прошу тебя, не делай этого». Вендата застыв, не сводил глаз Ларгара. В красных линзах плясали отражения огней. Барабанный бой замедлил темп и начал затихать. «Если кто-то из вас потянется за оружием, это будет не арест, а казнь». Несущие слова замерли. Некоторыми вещами рисковать не стоило. «Ларгар», прошептала Ингетель, «ритуал нельзя прерывать, ярость богов будет». «Замолчи, ведьма», крикнул Вендата. «Ты сказала уже достаточно». «Ларгар, семнадцатый сын императора, подчиняешься ли ты законной власти? Даешь ли клятву уничтожить это логово языческой веры? Клянешься ли немедленно вернуться на Терру и предстать перед судом императора?» «Нет», спокойно ответил примарх, «я не дам таких клятв». «Тогда ты не оставляешь мне выбора». «Выбор есть всегда», вмешался Аргелтал. Вендата не обратил внимания на слова капитана. Он поднес руку к гравированному орнаменту, украшавшему его наручи и нажал на одну из жемчужин, составлявших часть узора. Ничего не произошло. Он нажал кнопку еще раз и снова ничего не произошло. Кустодий отступил на шаг назад, а несущие слово медленно, очень медленно взяли оружие на изготовку. Капелланы подняли свои крозиусы, царь Кворл и Деймос приготовили болтеры, а Аргелтал обнажил мечи из красного железа. Я думал, ты заметишь, с улыбкой сказал примар, что твой телепортационный сигнал был заблокирован, как только ты вошел в этот зал. Надеюсь, ты понимаешь, что это всего лишь мера предосторожности. Аквеллон и твои братья не придут к тебе на помощь, они даже не узнают, что ты их звал. Признаюсь, что не ожидал этого, сказал Виндата. Отличный ход, Ларгар. Вен, еще не поздно. Аргелтал поднял мечи, готовые к бою. Опусти оружие, и мы покончим с этим, пока не переступили черту. Великий, простонала Ингетель, ритуал. Я сказал, замолчи, ведьма, резко бросил Виндата. Ларгар вздохнул, словно на его плечи опустился тяжкий груз разочарования. Решай скорее, кустоди Виндата, как лучше послужить империуму моего отца. Или ты отступишь, покинешь этот зал и принесешь своим братьям на орбиту истину, которой тебе не дано понять. Или застрелишь меня и тем самым лишишь галактику единственного шанса на просвещение. Ты предлагаешь выбор, в котором нет никакого выбора, заявил Виндата. Аргелтал начал двигаться первым и рванулся вперед, а пещера огласилась грохотом болтерной стрельбы. Виндата не был глупцом. Он понимал, что шансы выжить в следующие несколько мгновений ничтожно малы, и знал, что рефлексы примарха являются высочайшим достижением биологических возможностей и превосходят его собственную скорость реакции, граничащую со сверхъестественной. Но Ларгар стоял в непринужденной позе, расслабив мускулы. Он явно полагал, что его предложение о перемирии возымеет силу. Эта ошибка в суждении дала Виндате шанс. Он держал спусковой крючок на рукоятке и встроенный в алебарду болтер выпустил очередь снарядов. Аргелтал это предвидел. Мечи из красного железа отбили в сторону первые три болта, и их силового поля хватило, чтобы вызвать детонацию, не дав снарядам долететь до сердца примарха. Взрывы швырнули капитана на землю, и его серая броня застонала от удара керамита камни. Виндата уже пришел в движение. Золотой воин рванулся к примарху, вращая в руках алебарду и выкрикивая имя императора. На его пути встали четверо несущих слова, и всем четверым было суждено погибнуть. Первым умер Рикус. Клинок Кустодия пробил мягкие сочленения брони на шее следующим был убит царь Кворл. Гудящий силовой клинок обезглавил его, не дав даже нажать на курок болтера. Деймос успел выпустить болтерную очередь, но ни один из снарядов не попал в цель. Виндата отскочил влево, ударил рукоятью алебарды по болтеру мастера ордена, отшвырнув оружие в сторону, а следующим ударом отсек руки несущего слова по самые предплечья. Ошеломленный Деймос успел втянуть воздух, прежде чем клинок опустился еще раз, рассек кличицу и хребет и отделил голову от туловища. Виндата крутанул оружие в руках и остановил его, когда наконечник алебарды и дуло болтера снова нацелились в сердце примарха. За спиной кустодия поочередно оседали на землю мертвые тела. Прошло всего три секунды. Аргелтал с трудом поднимался и кустодием остался только Ксафен. Но капеллан воспользовался этими драгоценными секундами, чтобы схватить свой болтер и прицелиться точно в голову Виндаты. «Стой!» крикнул он. «Ларгар, семнадцатый сын императора, немедленно сдавайся, ты арестован!» «Ты убил моих сыновей!» Ларгар прикрыл рот рукой. «Они не делали тебе ничего плохого! Никогда! И это позволено тебе мандатом моего отца истреблять моих сыновей, если я отказываюсь плясать под дудку его невежества!» «Сдавайся!» повторил кустодий. Виндата не раз сражался бок о бок с императором. Лицо повелителя человечества всегда оставалось неизменно бесстрастным. Все эмоции скрывала маска непоколебимого превосходства. Ларгар не обладал способностью отца прятать свои чувства. Его лицо побелело от ярости, белоснежные зубы оскалились в хищные усмешки. «Ты смеешь мне угрожать? Ты, убивший моих сыновей, бездушный, никчемный отбросок генетических излишков!» Виндата снова нажал на курок, но поздно. Ксафин выстрелил первым. Снаряды загрохотали по золотой броне кустодия, смяв лицевой щиток и нагрудник, а взрывы болтов вырвали целые куски доспехов. Каждый комплект брони изготавливался индивидуально для определенного воина, удостоенного чести ее носить. И, несмотря на внешнюю пышность, доспехи кустодияс многократно превосходили броню астартес, производимую в массовом порядке. Но даже при этом болтерной очереди в голову и грудь было почти достаточно, чтобы сразить воина на повал. Виндата отшатнулся назад. Алибарда, выпавшая из ослабевших пальцев, загрохотала по камням. Его лицо превратилось в обожженное и окровавленное месиво. Искореженные обломки шлема впились в пробитый череп. Но кустодий еще смотрел единственным уцелевшим глазом. Ксафин перезарядил болтер. Примарх не шелохнулся. Обнаженная девушка дергала ларгара за рукав, умоляя продолжить языческий обряд и предупреждая о гневе богов, если он это не сделает. Вендата потянулся за упавшей алебардой. Меч из красного железа пролетел словно копье и ударив по закрытому рту Вендаты превратил его оставшиеся зубы в россыпь фарфоровой крошки. Два метра подрагивающего клинка вышли из затылка кустодия, а гарда и рукоять закрыли собой изуродованное лицо воина. Как Рикус, царь Кворл и Деймос всего несколько мгновений назад, Вендато рухнул на землю, сраженный имперским оружием. «Отличная работа, брат!» выдохнул Ксафин. Капеллан не смог отреагировать на предупреждение, поскольку Аргилтал ударил, не предупредив. Кулак капитана врезался в челюсть Ксафина и сбил его с ног. «Брат!» Капеллан, лежа на каменном полу, уставился на разъяренного Аргилтала. «Мы убили одного из личных телохранителей императора, и ты говоришь, отличная работа, брат!» «Ты с ума сошел?» «Мы стоим на грани бунта против Империума!» «Мой лорд, мы должны покинуть это место!» «Необходимо поговорить с Эквилоном и...» «Вытащи свой клинок», приказал примар. Ларгар смотрел в центр зала, почти не обращая внимания на то, что произошло прямо рядом с ним. Его голос звучал не громче шепота. Аргилтал медленно приблизился и резким движением выдернул свой второй меч изо рта трупа. Но глаз виндаты повернулся вслед за ним, и его пальцы дернулись. «Кровь! Мой лорд, он еще жив!» воскликнул Аргилтал. «В жестокости нет добродетели», пробормотал Ларгар. «Я сам это когда-то написал в моей книге. Я помню, как это сделал. Я помню, как поскрипывало перо по пергаменту и как эти слова выглядели на странице». «Сэр!» Ларгар встряхнулся и сосредоточился. «Прекрати его страдания, Аргилтал!» Бессловесный, протестующий вопль Ингетель привлек всеобщее внимание. «Это предопределено богами!» Татуированной рукой девушка показала наисковерканное тело Вендаты. Искатель Ларгар, любимый сын великих сил, принес десятую жертву. Теперь освещение может начаться. Сразу же подбежали несколько кадеанцев. Их грязные руки стали срывать золотую броню, обнажая умирающее тело. Аргилтал пинком отшвырнул одного из шакалов от павшего кустодия, а на остальных замахнулся мечами. Они разбежались. Пиршество падальщиков в последний момент было нарушено. «Это не жертва вашего кровавого обряда», проговорил капитан. «Он поднял оружие на сына императора и за это должен умереть. Вот и все». Аргилтал оглянулся через плечо. «Мой лорд, мы должны уйти. Ни один ответ этого не стоит». Ларгар опустил голову. Не глядя ни на Аргилтала, ни на Энгетель, его взгляд остановился на дальней стене, и губы изогнулись в мрачной усмешке. «Что это за звук?» спросил примар. «Я ничего не слышу, кроме барабанов, мой лорд. Прошу тебя, давай немедленно уйдем отсюда». «Вы не слышите?» Ларгар обернулся к двоим оставшимся сыновьям. «Ни один из вас...» Их молчание говорило само за себя, и Ларгар поднял руку к лбу. «Это смех?» Ингетель, стоя на коленях, тянула за край его одеяния и рыдала. «Ритуал! Боги идут! Он не закончен!» Ларгар наконец обратил на нее внимание, хотя в его взгляде все еще сохранялась отчужденность. «Я слышу их, слышу их всех! Словно забытый смех, забытые лица далеких родичей, когда пытаешься их вспомнить!» Аргелтал резким движением свел вместе мечи из красного железа. Лязг металла о металл прозвучал достаточно громко, чтобы привлечь внимание примарха. «Мой лорд!» прорычал он, «Надо уходить!» Ларгар, оставаясь бесконечно спокойным и бесконечно терпеливым, покачал головой. «У меня уже нет выбора, события пришли в движение. Держись от кустодия подальше, сын мой!» «Но, сэр, Ингетель права, это предопределено богами, и шторм, который нас остановил, и вопли нас призывающие, и страх, заставивший Вендату выступить против нас. Все это части плана. Мне это стало ясно, сновидение, шепот, десятилетия и десятилетия. Мой лорд, пожалуйста!» Величавое лицо Ларгара, внезапно исказилось от ярости. «Отойди от этого неверного пса, или ты присоединишься к нему на одиннадцатом копье. Ты меня понял? Это решающий момент, от которого зависит все остальное. Выполняй приказ, или я убью тебя на месте». Перед взглядом Аргелтала внезапно пронеслась тень. Нечто ужасное, крылатое и зловещее, недоступное воображению смертных. Но прошло мгновение и тьма рассеялась. Аргелтал подчинился приказу Ларгара, отошел от тела и убрал в ножны мечи из красного железа. «Никакие ответы этого не стоят», повторил капитан. Ни Ксафин, ни Ларгар даже не повернули головы. Оба пристально наблюдали за продолжавшимся ритуалом. На этом Ларгар перестал записывать. Его улыбка окрасилась грустью. «Ты считаешь, что в тот момент я согрешил?» Аргелтал мрачно рассмеялся. «Грех — это тот случай, когда мораль смертных сталкивается с понятиями этики. Согрешил ли ты против веры? Нет. Запятнал ли свою душу? Возможно. Но ты ненавидишь меня, сын мой. Я слышу это в твоем голосе. Я думаю, что тебя ослепило отчаяние, отец. Может, ты и не получаешь удовольствие от садизма, но жажда истины тебя развратила. И за это ты меня ненавидишь». Ларгар больше не улыбался. Его голос звучал глухо и язвительно, а в его глазах тепла было не больше, чем в глазах трупа на поле сражения. «Я ненавижу то, что ты заставил меня увидеть. Мне ненавистна истина, которую мы обязаны донести до Империума человечества. Но больше всего я ненавижу то, чем я стал служат твоим замыслам». Аргелтал усмехнулся, но усмешка принадлежала не ему. «Но мы никогда не могли ненавидеть тебя, Ларгар». Вендата был еще жив, когда его насаживали на копье рядом с девятью другими жертвами, но, к счастью, недолго. Он не увидел освещения, купленного его кровью. Он не увидел того, что прорвалось сквозь барьер между царством духа и миром плоти. Нистовый танец Энгетель подходил к концу. Девушка обливалась потом, ее волосы слиплись в сальные пряди, и тело блестело в свете факелов, словно унизанное жемчугом. В руках она продолжала сжимать деревянный посох, увенчанный резным полумесяцем. Возле каждого копья с жертвой стоял татуированный, говорящий с богами, стиснув побелевших от напряжения пальцах грубую глиняную чашу, куда стекала кровь убитых людей. Энгетель по очереди подходила к каждому из них, и шаманы размазывали на ней кровь, покрывая ее тело спиралевидными символами. Ошибиться в значении рисунка было невозможно, они рисовали на ее коже око. Непостижимо, произнес Ларгар. Он выглядел больным, на висках вздулись и пульсировали вены. Я знаю этот ритуал, сказал Ксафин, он известен из древних книг. Да, со страдальческой улыбкой согласился примарх. Это отголосок колхидской церемонии. Так были помазаны направления королей-жрецы, танец с девственницей, кровавые жертвоприношения, созвездия, татуированные на коже. Все так же. Корфаэрон тоже узнал бы ритуал, как Эреб. Они оба видели все это собственными глазами раньше, до моего появления на колхиде, когда обряд совершали жрецы завета. Аргелтал был уверен, что их культура давно переросла этот этап. Ларгар, вероятно, уловил отвращение, сквозившее в мыслях капитана, потому что повернулся в его сторону и откинул нахожу в этом ничего привлекательного, Аргелтал. Всего лишь необходимость. Ты считаешь, что мы ушли от подобных суеверий? Но хочу тебе напомнить, не все перемены происходят к лучшему. Здания разрушаются, плоть слабеет, воспоминания тускнеют, и все это следствие течения времени, а мы, если бы нашли способ, могли бы обратить его вспять. Мы пришли сюда в поисках свидетельств существования богов, ни один бог, достойный поклонения, не потребовал бы такого от своих приверженцев. Ларгар снова повернулся лицом к церемонии и потер пальцами виски. А это сын мой, самые мудрые слова, которые кто-либо произнес с той минуты, как мы открыли этот мир. Ответы, которые я ищу, вселяют в меня страх. Пытки, человеческие жертвоприношения. Ларгар слегка поморщился. Прости, я говорю не связно. Бывают у меня боль. Я хочу, чтобы они прекратили смеяться. Пещера содрогалась от барабанного боя, и воздух дрожал от монотонного песнопения сотен человеческих глоток. Никто не смеется, мой лорд, сказал Аргилтал. Ларгар улыбнулся сыну, не скрывая своего сожаления. Нет, они смеются, ты увидишь. Осталось уже недолго. Ингетель подошла к последнему из говорящих с богами. Шаман помазал ее кровью виндаты, выделив на обнаженном животе контур зубчатого солнца. Закончив последнюю стадию подготовки, девушка вернулась к центру платформы. Там она остановилась, раскинула руки в стороны и запрокинула назад голову, словно на распятии. Барабанный бой усиливался, биение сердца дракона становилось все громче и быстрее. Ритм нарушился. Песнопения сменились громкими стенаниями. Руки и лица собравшихся людей обратились вверх к потолку пещеры. Босые ноги Ингетель медленно оторвались от пола. Кровь яркими струйками стекала с ее кожи и капала с пальцев на камни. Кадианцы закричали, все до единого. Шлем капитана приглушил звук в аудиорецепторах, но это мало помогло. Ларгар, не отводя пальцы от висков, прикрыл глаза. Начинается! Первым признаком его появления стал резкий запах крови, невероятно сильный, острый и кислый, словно запах испорченного вина. Он так сильно подействовал на чувство Аргелтала, что вызвал удушливый кашель. Ксафин отвернулся. Ларгар все еще не открывал глаз, и Аргелтал был единственным, кто увидел, что произошло дальше. Ингетель, поднятая в воздух, на невидимом распятии за несколько мгновений умерла дюжиной смертей. Невидимые силы содрали с нее кожу рваными лоскутами, с отвратительным шлепком швырнув их на камни. Кровь хлынула изо рта, ушей, глаз, из всех имеющихся на теле отверстий. Несколько секунд она еще жила, а затем то, что еще оставалось от тела, попросту взорвалось. Отвратительные останки плоти разлетелись во все стороны, забрызгав и примарха, и его сыновей. Скелет, продолжающий двигаться, еще мгновение висел в воздухе перед ними, а затем раскололся на мелкие части, потрескивая, словно бьющаяся глиняная посуда. Осколки костей, словно градины, застучали по доспеху Аргелтала. Последним по камням загрохотал деревянный посох. Ларгар произнесло существо, постепенно обретающее форму над останками мертвой девушки. Ларгар положил перо на пергамент и прикрыл глаза. Задумался о тех событиях, что произошли в пещере. Несколько месяцев назад для Аргелтала и всего лишь несколько ночей назад для самого примарха. Я проклинаю открытую нами истину, признался он. Я проклинаю тот факт, что мы достигли края реальности только ради того, чтобы обнаружить в бездне лишь ненависть и проклятие. Правда всегда неприглядна, поэтому люди верят в обманы, ложь обещает им нечто прекрасное. Существо, которое было и не было Аргелталом, продолжило свой рассказ. Примарх открыл глаза и взглянул в лицо будущего. Оно громоздилось перед ним, превосходя ростом самого Ларгара и разглядывая его разными глазами над открытой пастью. Молящиеся кодианцы замерли и умолкли, так что несущие слова уже не были уверены, что в пещере остался кто-то еще кроме них самих. Прицельные сенсоры Аргелтала отчаянно исследовали пространство в безуспешной попытке определить существо, и перед линзами пронесся поток тактических данных. Любая попытка заканчивалась сообщением о неудаче. Если обычно на ретинальном дисплее отображались данные о вражеской броне и анатомии, сейчас перед глазами мелькала одна и та же колхидская руна, неизвестен. Ксафин доложил о той же самой проблеме. Я не могу в него прицелиться, оно не здесь. О, я здесь. Ты это слышал? спросил капеллан. Аргелтал кивнул, хотя слуховые рецепторы не зарегистрировали никакого сигнала. Он отстегнул магнитный замок, удерживающий болтер на бедре, и прицелился в существо. Но сейчас же вздрогнул, поскольку золотая рука опустилась на ствол оружия и наклонила его к полу. Нет, прошептал Ларгар. Глаза примарха сияли, но была ли тому причиной возникшая угроза или слезы, Аргелтал определить не смог. Ларгар, снова произнесло существо. Примарх встретил взгляд чудовища. Из тонкого туловища развернулись четыре конечности, каждая из которых заканчивалась лапой с когтями. Нижняя часть корпуса была чем-то средним между змеей и червем. На серой плоти выделялись толстые вены. Почти вся морда была занята открытой пастью с неровными рядами окульих зубов. Биологическая невероятность, эволюционный бред. Оно ни на мгновение не переставало двигаться. Вены под бесцветной кожей пульсировали, указывая на биение сердца, а когти постоянно сжимались и разжимались. Лишь одна лапа из четырех оставалась сжатой, та, что держала ритуальный посох Энгетель. Один глаз темный почти терялся в грязной шерсти на морде, второй раздулся, так что грозил лопнуть, и переливался отвратительным оранжевым цветом умирающего солнца. От девушки ничего не осталось. То, что перед их глазами поднялось над извивающимся корпусом, было лишено всяких признаков пола. Я Энгетель вознесшийся. Безмолвно произнесло существо, и его голос прозвучал одновременно сотней бормочущих голосов. Аргелтал обнаружил, что не может отвести взгляда от закругленных гребней из почерневшей кости, что поднимались над спиной существа. Да, крылья. Человечество всегда лгало себе относительно ангелов. Истина уродлива, ложь красива. Поэтому люди выдумали себе красивых посланников богов, не страшных. Восхитительный обман, белые крылья. Ты не ангел, слух произнес Аргелтал. А вы не первые уроженцы колхиды, вступившие на эту землю. Кхаан, Тизин, Сланат, Нарак. Все они, ведомые видениями ангелов, побывали здесь тысячелетия назад. Ты не ангел, повторил Аргелтал, крепче сжимая оружие. Ангелы не существуют и никогда не существовали, но я принес слова богов, как и подобает ангелам. Поищи ядро истины в сердце человеческой лжи, и ты увидишь меня, мой род, ангелов. Существо моргнуло, раздутый глаз не смог закрыться, но черная линза на мгновение скрылась под лажной морщинистой плотью. Ангелы, демоны, все это слова, только слова. Наконец вперед выступил Ларгар. По мнению Аргелтала, без своего Крозиуса он выглядел неприлично голым. Откуда ты меня знаешь? Ты избранник, ты возлюбленный сын сил. Твое имя с незапамятных времен эхом разносится по всему царству, гонимая ветрами вопли нерожденных. Но я не понимаю твоих слов. Ты поймешь, необходимо усвоить некоторые уроки, увидеть некоторые вещи. Я поведу тебя, и сейчас последует первый урок. Двумя когтями существо показало одновременно на Аргелтала и Ксафена. Твои сыновья, Ларгар, отдай мне их жизни. Ты очень многого от меня требуешь, сказал Ларгар. Ты добиваешься моего доверия и просишь отдать тебе души моих сыновей. Но ведь я тебе ничем не обязан. Ты дух, демон, претшая плоть. Говоря эти слова, Ларгар обошел вокруг чудовища. Он не выказывал никаких признаков страха или тревоги. Но Аргелтал заметил знакомое подрагивание напряженных пальцев примарха. Уризену до боли не хватало отсутствующего Крозевуса. Тебе известно об изначальной истине. Тебе известно, что тайна скрыта среди звезд. Тебе известно, что боги обитают в галактике. Те самые боги, которых ты ищешь и есть силы, направившие меня сюда. Ангельское выражение лица Ларгара сменилось терпеливой улыбкой. Стоит мне произнести одно слово, и оружие моих сыновей положит конец этим колдовским трюкам. Челюсти Ингетеля сомкнулись, и торчащие в разные стороны зубы лязгнули друг от друга. Аргелталу уже приходилось видеть подобное, в широко раскрытых глазах загнанного в ловушку зверя. Твои кровные сыновья не смогут меня уничтожить. Они уничтожили все, что бросала против них галактика. Примарх даже не старался скрыть свою гордость. Аргелтал и Ксафен с безукоризненной синхронностью подняли болтеры, и поверх оружейных стволов взглянули в глаза существа. Я принес ответы на вопросы, которые ты искал всю свою жизнь. Если ты желаешь пробудить человечество для просвещения, если желаешь стать архитектором спасительной для людей веры, я довольна хвастовства. Скажи, зачем тебе понадобились мои сыновья? Силуэт существа на мгновение стал нечетким. Его змеиный хвост оставил на камнях блестящий слой слизи. Только что оно стояло в центре платформы, и вот уже оказалось перед ларгаром, глядя на него сверху вниз. Ларгар не дрогнул, он просто поднял голову и продолжал смотреть на чудовище. Великое око, я поведу их в шторм, в царство сил, это первый шаг, начертанный на руке самой судьбы. Они вернутся с ответами, они вернутся как оружие, которое тебе необходимо. Настанет твое время, ларгар, но силы призывают твоих сыновей, и я поведу их туда, где они должны побывать. Я не пожертвую ими ради ответов. Челюсти Ингетеля задрожали и защелкали. Его смех напоминал цвирканье насекомых. Ты сам-то в это веришь, для тебя нет ничего важнее истины. Силам известно, что творится в сердце их сына. Они заранее знают, что ты сделаешь. Если ты стремишься к просвещению, ты сделаешь этот первый шаг. Если я на это соглашусь, ты причинишь им страдания. Ингетель повернул свою отвратительную голову и нечеловеческими глазами посмотрел на двух воинов. Да. Предстоящее решение было нелегким. Примарх по своему обыкновению предпочел уединение, оставшись в подземной Кадианской пещере, вдали от забот по управлению флотилией и солдатской рутины. Аргелтал и Ксафен вернулись к громовому ястребу, поджидавшему их на убогой посадочной площадке, и поняли, что им нужно о многом поговорить, но желания начинать беседу не было. Пока Капеллан передавал по воксу кораблям, оставшимся на орбите скудный и неопределенный отчет, Аргелтал взял на себя труд обрисовать аквелону по закрытому воксканалу сложившуюся ситуацию. Почти час спустя Капитан спустился по грузовому трапу и снова оказался на унылой равнине, глядя в небо, переливающееся всеми оттенками фиолетового цвета. Инкарнадин, как всегда безмолвный, стоял на страже, Аргелтал приветствовал его салютом, но робот никак не отреагировал. Работающий неподалеку к Синю-73 выпустил сердитую тираду в бинарном коде. Вероятно, его что-то не устраивало в полученных данных, но сейчас несущего слова абсолютно не интересовали проблемы механикум. Когда наконец к нему присоединился Ксафин, Аргелтал не без труда заставил себя взглянуть в глаза брату. Он накрыл керамитовой подошвой одного из распухших двенадцатиногих жуков в изобилии сновавших по равнине и со звонким хрустом раздавил его. Что ты наплел очам императора? спросил Капеллан. Длинную и подробную историю, которую было противно рассказывать, о том, что озлобленные кодеанские сектанты неожиданно нас атаковали. Ивен погиб вместе с Деймосом, царь Кворрелом и Рикусом. Они геройски пали в бою? Да, конечно. Об их славной кончине во веки веков будут слагаться песни и легенды. Он сплюнул едкую кислоту на землю. Ксафен невольно усмехнулся, и они оба некоторое время молчали. Астарты смотрели на расцвеченное вихрями небо, и никому не хотелось первым переходить к следующей теме. В конце концов Аргелтал решился. Мы раскололи легион и достигли края галактики, только чтобы найти это. Старые пути колхиды были правильными, демоны, кровавые жертвы, духи, обретающие плоть. Все это существует в реальности. Теперь Аврелиан сидит в темноте, спорит с этим созданием и решает, стоит ли отправлять нас за еще более уродливыми истинами. Брат, если это называется просвещением, возможно невежество это счастье. Ксафен оторвался от созерцания пылающего неба. Ради этих истин мы нарушили волю императора, отвергли дух его и диктов, хотя и не нарушили букву закона. Теперь Кустодий мертв, и имперские клинки пролили кровь имперцев. Назад пути нет. Тебе известно, какое решение примет примарх. Аргелтал вспомнил слова Вендаты. Ты предлагаешь выбор, в котором нет никакого выбора. Это разобьет ему сердце, сказал капитан, но он пошлет нас в око. Голова шестнадцатая Песни Орфея Шторм за стеклом Хаос Был выбран корабль Песни Орфея, обтекаемый и грозный легкий крейсер, умело управляемый, известным своей настойчивостью капитаном Янус Силамор. Как только приказ Ларгара поступил в 1301-ю флотилию, Силамор предложила песнь, даже не дожидаясь, пока затихнут искаженные воксом традиционные благословения Ларгара. Старший офицер ее экипажа, однако, не разделял энтузиазма своего капитана, указав на то, что им предстоит пережить самый мощный и разрушительный из всех варп-штормов, когда-либо описанных в истории человечества. Перед ними предстала аномалия, обладающая всей силой легендарных бурь, разделивших человеческие миры за много столетий до начала Великого Крестового похода. Силамор прищелкнула языком, привычка, выдававшая ее нетерпение, и приказала ему заткнуться. Последовавшая вслед за этим улыбка могла показаться приветливой только тем, кто плохо знал капитана. Время отлета было приурочено к рассвету над равниной, так что экипаж успевал провести только самые необходимые приготовления. Серые десантные катера опускались на небольшую посадочную палубу песни, доставляя все новые и новые отделения, закованных в темную броню Астартес. Для размещения несущих слово, их запасов снарядов, обслуживающих сервиторов и сопровождающего седьмую роту контингента Легио Кибернетика, которым командовал раздражительный техноадепт Ксинью-73, пришлось очистить все помещения трюмов. Процедура знакомство заняло не слишком много времени. Пятеро Астартес вошли на капитанский мостик, и села Мор поднялась со своего трона, приветствуя воинов. Каждый назвал имя и звание «один капитан, один капеллан и трое сержантов», и каждый отсалютовал. Она, в свою очередь, представила им экипаж корабля. Все держались вежливо, но холодно, и знакомство заняло всего несколько минут. И только когда Астартес остались на мостике, Селомор ощутила, что этикет нарушен. Она невозмутимо продолжала заканчивать последние проверки, поочередно указывая серебряным набалдашником своего жезла на каждый из пультов контрольной консоли. «Машинное отделение!» «Двигатели», ответил старший офицер, «Готовы!» «Ауспик!» «Есть, мэм!» «Пустотные щиты!» «Щиты готовы!» «Орудия!» «Орудия готовы!» «Поле Геллера!» «Есть поле Геллера!» «Рулевой!» «Рулевой готов, мэм!» «Все посты докладывают о полной готовности», сообщила она капитану несущих слова. Это было не совсем так, и Селомор надеялась, что голос не выдаст ее. «Да, все посты действительно отрапортовали о полной готовности, но за час до этого поступили рапорты о мятеже на нижних палубах, подавленном с применением огня на поражение и об одном самоубийстве. Корабельный остропад подал прошение о переводе на другой корабль. «Просьба отклонена!» Капитан нахмурилась. «Во имя императора, кем он себя возомнил, чтобы подавать подобные рапорты?» А навигатор погрузился в так называемое состояние интенсивной ментальной защиты для сохранения своей фундаментальной квинтэссенции. Селомор даже не хотела пытаться понять, что это означает. И вместо того, чтобы пересказывать все это высоченному воину, стоявшему рядом с капитанским троном, она просто коротко кивнула и доложила о полной готовности корабля. Астартес повернул в ее сторону раскосые голубые линзы шлема и тоже кивнул. Скоро прибудет еще один последний катер. Как только он подойдет, вся команда посадочной палубы должна покинуть отсек. Поднятая бровь недвусмысленно выразила мнение капитана об этом неординарном распоряжении. На тот случай, если Астартес не понял, она озвучила свое недоумение. «Хорошо, а теперь объясните мне причину». «Нет», ответил один из Астартес, назвавшийся сержантом Молнором, «Просто исполняй приказ». Капитан Аргилтал жестом приказал своему брату замолчать. «Последний десантный катер доставит на борт некое существо, и чем меньше членов экипажа твоего корабля его увидит, тем будет лучше для нас всех». Первый помощник многозначительно кашлянул, Селомор дважды моргнула. «Я не потерплю присутствие ксеносов на борту песни», заявила она. «Я не сказал, что он чужак», поправил ее Аргилтал. «Я сказал, что это существо. Мои воины сами проводят его на мостик, и когда это произойдет, не смотри на него. Это относится и ко всем остальным. Сосредоточьтесь на своих обязанностях. Мои люди дежурят на посадочной поступил вызов с Депрофундис», доложил дежурный вокс-офицер. Несущие слова опустились на колени и склонили головы. «Принять вызов» распорядила Силамор. При этом она непроизвольно подняла руку к волосам, проверить в порядке ли прическа, а другой рукой одернула китель. Остальные офицеры последовали ее примеру, смахивали невидимые пушинки с эпалет и вытягивались в струнку. На главном экране рубки появилось изображение командной палубы флагмана, где на почетном месте стояли примарх и командующий флотилией Торф. «Говорит флагман», раздался голос Торфа, «Доброй охоты, песнь». «Благодарю, сэр», ответила Силамор. Напряженное молчание, установившееся между двумя кораблями, нарушил Аргелтал. «Сэр!» «Да, сын мой». Помехи вовсе слегка искажали мягкий голос Ларгара, но с экрана сияла его искренняя улыбка. «Мы вернемся и принесем все ответы, в которых нуждается легион, даю слово». Он показал на прикрепленный к наплечнику доспеха пергамент. «И приношу клятву момента». Примарх продолжал улыбаться. «Я знаю, Аргелтал, прошу тебя, поднимись. В этот момент я не могу допустить, чтобы ты стоял на коленях». Несущие слова поднялись согласно приказу, и Аргелтал кивнул Силамор. «Последнее судно прибыло на посадочную палубу. Мои люди сопроводят существо к капитанскому мостику. Поднимай корабль, капитан». Ожившие двигатели заставили корабль вздрогнуть, а затем песня Орфея, словно летящее копье рванулось от планеты, направляясь к далекой границе шторма. «До внешнего края один из офицеров рулевой рубки». Аргелтал, ожидая, когда откроются двери капитанского мостика, поднял Болтер. «При появлении этого существа старайтесь не смотреть на него. Ни на кого не глядя, он обращался к каждому из членов экипажа. Это не вопрос вежливости или этикета. На него нельзя смотреть. Нельзя встречаться с его взглядом. И постарайтесь не вдыхать его запах». «Это существо ядовито?» спросила Силамор. «Оно опасно», ответил несущий слово. «И поймите, я даю вам эти инструкции ради вашей же безопасности. Не смотрите на него. Не смотрите даже на его изображение на мониторе или экране. Если оно заговорит, сконцентрируйте свое внимание на чем угодно, только не на его словах. А если у вас в его присутствии возникнет тошнота или боль, немедленно покиньте свой пост». Смех Силамор прозвучал не слишком искренне. «Капитан, ты нервируешь мою команду. Просто делайте, как я сказал, прошу вас». Она нахмурилась, поскольку не привыкла получать распоряжение на своем корабле. «Конечно, сэр. И не считайте это оскорблением, Силамор». Несущий слово постарался придать своему голосу некоторую сердечность, но Вокс немедленно скрыл ее, не оставив и следа теплоты. «Просто доверься мне». Наконец, двери открылись, и первое, что ощутили члены экипажа, было отвратительное зловоние, от которого многие закашлялись. Надо отметить, только один человек обернулся, чтобы посмотреть, что же это за существо прибыло на капитанский мостик в сопровождении целого отделения Астартес. И этим человеком был капитан Янус Силамор. Непроизвольно нарушив данное лишь несколько минут назад обещание, она повернулась к открывающимся дверям и увидела существо, обрамленное светом ламп из коридора. Первый приступ неудержимой рвоты так стремительно ударился в ее зубы и губы, что Силамор не успела открыть рот. Вторая волна выплеснулась на пол, когда капитан уже упала на четвереньки. Утренний кофеин, остатки сухого пайка и желч тотчас растеклись по палубе. «Я тебя предупреждал», напомнил Аргелтал, не отрывая взгляда от существа. В ответ у нее вырвалась еще струя рвоты и на губах повисли потеки слюны. Ингетель прополз на капитанский мостик, оставляя за собой слой прозрачной слизи. Шуршанию его скользкого тела о металлический пол вторило равномерное постукивание посоха. Офицеры, прикрывая руками носы и рты, не скрывая отвращения, покинули свои места вокруг капитанского трона. При приближении Ингетеля некоторых вырвало прямо в ладони, но странное существо этого, казалось, не замечало. Его разные глаза, не отрываясь, смотрели на шторм, отражающийся на обзорном экране. Силамор, воспользовавшись протянутой рукой Аргелтала, поднялась на ноги. Кого вы притащили на мостик моего корабля, капитан? Это наш проводник, а теперь при всем моем уважении, Силамор, вытри губы и приступай к выполнению своих обязанностей. Возможно, в следующий раз ты более внимательно прислушаешься к моим советам. Она достаточно хорошо знала капитана по встречам с командованием флотилии, чтобы понимать, насколько несвойственна ему эта холодная немногословность. Из всех командиров несущих слово, Аргелтал всегда был самым общительным и всегда с готовностью прислушивался к суждениям смертных офицеров. Она ничего не сказала в ответ, только кивнула, стараясь дышать ртом, чтобы уберечься от омерзительного запаха, от которого усиливалась тошнота. Но самым отвратительным был для нее не сам запах, а то, что он оказался ей знакомым. Еще маленькой девочкой на Колхиде, ей довелось пережить вспышку эпидемии лихорадки в деревне, и она стала одной из немногих, кто дождался прибытия отряда погребальных жрецов из города серых цветов. В течение одного дня они соорудили огромный погребальный костер, чтобы очистить мертвых перед тем, как развеять их прах по пустыне. Запах этого костра остался с ней на всю жизнь, и сейчас, когда он появился снова, она с трудом могла переводить дыхание. Ее внимание привлекло загадочное постукивание, и капитан перевела взгляд на палубу неподалеку от неподвижного тела существа. Из-под складок мускулов нижней змеиной половины тела вытекала вязкая непрозрачная жидкость. Там, где она соприкасалась с палубой, металл обесцвечивался. Полный вперед скомандовала сила мор и сглотнула, предотвращая очередной приступ тошноты. Песнь Орфея по-прежнему, оставаясь нетерпеливым охотником и страстным исследователем, вздрогнула и прибавила скорость. По мере приближения на обзорном экране разбухал и наливался красками гигантский шторм. А в гуры флагмана сумели оценить размер области космоса, пораженной штормом? спросила она. В Великомоке находятся тысячи и тысячи звездных систем. Она сильно побледнела и замерла. Я? Я слышала голос. Не обращай на него внимания, приказал Аргилтал. Вы со своей смертной командой можете странствовать на протяжении жизни сотни поколений и увидите всего лишь тень его полного великолепия. Я все еще слышу его. Аргилтал что-то глухо проворчал и его голова резко повернулась в сторону существа. Не играй их жизнями, сказал он. Тебя предупреждали. Ни один из них не переживет этого путешествия, а ты глупец, если думаешь иначе. Он, он сказал, ничего он не сказал, прервал Аргилтал ее лепит. Не слушай этот голос, сосредоточься, Янус, занимайся своими делами, а все остальное оставь нам. Я не позволю этому созданию причинить вред кому-либо из твоего экипажа. Она тебе не верит. Умолкни, ложный ангел. Она знает, что ты лжешь. Ты же слышишь штук ее сердца, как слышу его я. Она испугана и понимает, что ты ее обманываешь. На другом конце рубки вырвало двух слуг, сидящих за своими пультами. Еще один потерял сознание и из ушей стала медленно сочиться кровь. Это долго будет продолжаться, спросила Силамор Аргилтала. Она старалась не смотреть через его плечо на существо и надеялась, что голос не дрожит. Несущий слово немного помедлил с ответом. Думаю, долго, спокойно произнес он. Один из рулевых дернулся, сидя на своем месте, так что сильно ударился затылком о подголовник. Он еще успел застонать сквозь стеснутые зубы, а потом забился в жестоком припадке, удерживаемой только ремнями безопасности. Команда медиков немедленно на рулевой пост, приказала капитан. Терпение Силамор почти истощилось, когда один из ее помощников-сервиторов вдруг сорвался со своего места и начал ползать по палубе. Ноги этого сервитора по самые бедра были удалены хирургическим путем, чтобы он всегда оставался на своем посту. Увидев, как он спрыгнул с бронзовой подставки и стал цепляться ногтями за пол, Силамор настолько поразилась его небывалому поступку, что на несколько мгновений оцепенело. Аугментированный прислужник тянул за собой провода и кабели, прикрепленные к спине и обрубкам ног. Из носа капала густая смазка. Кровь императора! Едва слышно выругалась Силамор. Всем отойти назад! Она лично уничтожила несчастное создание единственным выстрелом из пистолета в голову, а затем приказала палубным матросам убрать тело. Вокс-офицер Арвас обратился к капитану, когда она возвращалась к своему трону. Ты это слышишь? спросил он. Контакт? Другой корабль? Нет. Он прижал голове наушник и сосредоточенно нахмурился. Я слышу его, капитан. Возрастающее раздражение перевесило ее беспокойство. Кого ты слышишь? Янус знала Арваса больше десяти лет, а однажды ночью, четыре года назад, она познакомилась с ним и с четырьмя бутылками серебристого индонезийского вина, непозволительно близко. Несмотря на этот единственный неблагоразумный поступок, он оставался опытных и преданных офицеров. Скажи, кого ты слышишь, лейтенант? Он попытался перенастроить пульт, покрутив несколько дисков. Я слышу, как умирает Ваник. Он кричит, но недолго. Потом начинается белый шум. Послушай. Он протянул ей свои наушники. Ты услышишь, как умирает Ваник? Услышишь, как он кричит, но недолго. Она нерешительно протянула руку за наушниками. пытался улыбнуться, но его полное лицо выдавало крайнее беспокойство. Арвас тем временем вытащил из кобуры свой пистолет и послал в живот соседа четыре пули. Обжигающая горячая кровь брызнула в лицо селомор, и Ваник с криком повалился на палубу. Теперь ты это слышишь, сказал Арвас. Капитан не успела отреагировать, как ее оттолкнула размытая серая тень. В следующее удерживаемый рукой Аргелтала, сдавивший его шею. Корабль, словно разделяя тревогу экипажа, сильно задрожал. Арвас, даже зажатый в руке Астартес, царапал пальцами лицевой щиток доспеха с отчаянной яростью загнанного в угол зверя, который пытается выдавить глаза своему врагу. Голубые линзы покрылись мутными, потными разводами. Медицинская команда подоспела к Ванику как раз в тот момент, когда офицер умер у ног врачей. Арвас оказался прав. Кричал он недолго. Несущий слово, не обращая внимания на скребущие по шлему пальцы, повернулся к одному из своих воинов. Догатал, забери этого беднягу в камеру. Он передал Арваса другим несущим слово, толкнув его так, что тот растянулся на полу. Один из Астартес шагнул вперед, подхватил сопротивляющегося офицера за воротник и поднял с пола. Теперь вместо умолкнувшего Ваника начал вопить Арвас. И заставь его замолчать, добавил Аргелтал. Как прикажешь, брат? Догатал обхватил шею офицера, легонько сжав его горло. Голос умолк и несущие слова вытащил обезумевшего офицера с капитанского мостика. Капитан Силамор сердито взглянула на возвышающуюся фигуру Аргелтала. Это существо не может оставаться на мостике. Оно как-то на нас влияет, верно? Я не знаю. Тогда спроси его. Мы переведем его на обзорную палубу, капитан. Распорядись, чтобы твои люди освободили помещение, а также прилегающие коридоры. На полной скорости держи курс на край шторма. При необходимости я свяжусь с тобой с обзорной палубы. Благодарю, ответил Асиламор. Аргелтал в ответ коротко кивнул, а затем отошел к своим братьям. Убийцу надо было уничтожить, заметил Ксафин. Он будет дожидаться суда за свой поступок. Его действия могут признать неосознанными. Аргелтал отвернулся и увидел, что Энгетель уже скользит к выходу. Астартес последовали за ним. Мы направляемся в неведомое, и перед моими глазами нет ничего, кроме темноты, сказал Аргелтал своему капеллану. И тебя это тревожит? Конечно, тревожит. Если мы на пороге просвещения, почему я еще никогда не чувствовал себя настолько слепым? Тьма гуще всего перед рассветом, пробормотал Ксафин. Это аксиома, брат мой, звучит невероятно убедительно, пока не поймешь, что она обманчива. На большинстве имперских кораблей наблюдательные палубы отличались отличным обзором. И хотя песня Орфея по сравнению с Де Профундис была достаточно скромным кораблем, не говоря уж о великолепном Фиделе Таслекс, у Аргелтала все же захватила дух. Посредине усеянной баяницами верхней части судна поднимался прозрачный бронированный купол, обеспечивающий великолепный обзор окружающей бездны. В обычном районе космоса вид миллионов звезд на фоне бесконечной ночи всегда поражал воображение Аргелтала. И в те моменты, когда он поддавался гордыне, это зрелище подогревало его самолюбие. Эти звезды принадлежали человечеству. Ни одна другая раса не имела на них права, поскольку их цивилизации поднимались и рушились. Будущее не вызывало сомнений, и оно принадлежало людям. Но здесь сейчас звезды окрасились фиолетовым цветом. Аргелтал засмотрелся на далекие солнца, затянутые вздувшимися красновато-фиолетовыми облаками. Ты видишь? Ингитель выпрямился во весь свой неестественный рост и раскинул все четыре конечности, словно благословляя пылающие небеса. Из незакрывающихся челюстей вырвалось шипение гремучей змеи. Ты видишь? Аргелтал отвел взгляд от ночного неба. Эта обзорная палуба оказалась особенной. Она была обставлена мебелью, которой несущие слова никогда не пользовались. Все они остались стоять, сжимая в руках болтеры. Я вижу шторм, сказал капитан, и ничего больше. И я тоже. Это откликнулся Дагатал. Сержант моторизованного отделения появился на палубе на несколько минут позже остальных, поскольку пришел прямо из блока камер, где оставил лейтенанта Орваса на попечение не слишком заботливых офицеров-надзирателей. Но я что-то чувствую. Корабль трясет так, словно он готов разорваться на части. Я всегда считал, что погибну в битве, проворчал Молнор. Аргелтал покачал головой. Ингетель, ты затащил нас в этот энергетический узел. Пора сказать, зачем мы здесь, что мы должны увидеть. Истину, истину, скрытую по ту сторону звезд, тайный пласт вселенной. Я вижу шторм, окрашенный в тысячи цветов, который грозит нас убить. Нет, ты видишь возможность захвата целей и потоки биологической информации. Ты видишь окружающий мир сквозь линзы фильтров. Ты стоишь на границе небес, несущей слово. Сними свой шлем, взгляни на обитель богов своими собственными глазами. Ему потребовалось некоторое время, чтобы принять решение и рискнуть вдохнуть запах существа без предварительной очистки фильтрами шлема. Наконец Аргелтал вдохнул напоследок душный рециркулированный воздух и отстегнул зажимы ворота. Вонь оказалась еще хуже, чем он себе представлял, и оставалось только восхищаться выдержкой членов экипажа корабля, сумевших сдержать тошноту. В помещении стоял запах бойни, запекшиеся, гниющие крови и разлагающихся на воздухе потрохов. Все равно я не вижу ничего, кроме шторма, проворчал Аргелтал. Ты не можешь обмануть меня, как обманываешь смертных. Смотрись в бурлящие вокруг нас волны, видишь ответные взгляды. Капитан подошел ближе к краю купола и уставился в бурлящую бездну, где сталкивались и смешивались неутихающие волны. Корабль, сотрясаемый энергетическими потоками, снова задрожал. И в тот момент, когда произошел толчок, ты видел, у тебя участился пульс, зрачки сузились, ты видел. Аргелтал провел рукой по толстому стеклу стены, вглядываясь в бурное волнение снаружи. Как можно отыскать смысл в этом безумии? Корабль снова содрогнулся от эфирного шквала, и беспорядочно бушующие потоки на мгновение обрели форму. В пылающей массе за стеклом возникло человеческое лицо, обезображенное испуганными глазами и кричащим ртом. Оно взорвалось, ударившись в купол, и снова растворилось в бушующих волнах, откуда и появилось. Тебе известно, что представляет собой этот шторм. Аргелтал был не в силах оторвать взгляд от вихрей. Это энергия варпа, эфирные течения, проникающие в материальную вселенную. В имперских архивах имеются записи о присутствии в варпе чужаков, но они классифицируются как все на угрозу малой степени. В его разуме прошипел смех Ингетеля. Как же отвратительно он звучит. Ты хоть знаешь, что означают эти слова? Или просто принимаешь на веру вбитые во время формирования сведения? Что ты видишь, когда вглядываешься в шторм? Несущий слово повернулся к Ингетелю. Лицо, которое могло бы быть привлекательным, не испытывая он воздействия базовой хирургии Астартес, было обращено прямо к существу. Это кровь галактики, реальность истекает кровью. Близко. Демоническое создание выразило свое удовольствие крысиным писком. Человечество восхитительно в своем невежестве, но это не должно продолжаться до бесконечности, если люди хотят выжить. Варп не просто область, в которую корабли смертных могут вторгаться безнаказанно, чтобы передвигаться быстрее, чем свет. Перед тобой тень бытия, где каждое чувство, каждое стремление смертных обретает бессмертную форму. Вы странствуете по морям психической энергии и растворенного горя. Аргелтал, тебя забросило в ад и рай миллиона мифологий. В этом месте в неукротимую энергию превращается каждое мгновение ненависти, отвращения, ярости, радости, горя, ревности, косности и упадка. Это сюда попадают души мертвых, чтобы гореть в вечном огне. Чудовищный толчок потряс песни Орфея. Откуда-то снизу донес оскрежет рвущегося металла. Торгал и Ксафен упали на колени. Первый с непристойной руганью, второй с негодующим ворчанием. В вихрях шторма появилось еще несколько видений. Прижатые к стеклу руки оставляли призрачные следы. Лица, искаженные криком, казались мучительно знакомыми. Какая-то тень, огромная, темная и холодная, пронеслась мимо корабля, словно кит в бескрайнем океане. Дыхание Аргилтала на мгновение превратилось в морозный пар. Кожа покрылась инеем. Тень пронеслась мимо и продолжала мчаться вперед, и от громадной, наполовину сформировавшейся туши расходились новые завихрения энергии. Пустотный левиафан, страх привлечет его, и челюсти раздробят корпус этого корабля на мелкие части, но он проходит мимо и охотится на другую добычу. Во многих вариантах будущего я видел, как он набрасывается на нас, и ваши жизни на этом обрываются. В трех из этих вариантов ты, умирая, смеялся, Аргилтал, а потом растворялся в потоке энергии за бортом корабля. Сейчас он не смеялся. Это преисподняя. Аргилтал уже не пытался рассмотреть за стеклом вопящие лица и скребущие по окну руки. Он не видел ничего кроме них. Это ад, созданный человеческим воображением. Не повторяй слепые догмы. Это изначальная истина, тень мироздания, пласт, скрытый за звездами. Несущий слово, глядя на море кричащих душ, выдохнул одно единственное слово. Хаос. Челюсти демона разошлись в ухмылки. Теперь ты начинаешь понимать. Аргилтал отпил воды. Она оказалась отвратительно теплой и оставила на языке привкус затхлости. Это была уже пятая чашка, но каждый раз повторялось одно и то же. У него создавалось тревожное впечатление, что вода портится от соприкосновения с его собственным телом. Вскоре мы добрались до первого мира, сказал он. Мелисанд. У планеты нет человеческого названия, но в древние времена ксеносы из расы Эльдар они называли ее Мелисанд. Ларгар своим плавным почерком записывал каждое его слово. Эльдар, а они-то здесь при чем? Сейчас ни при чем. Это воспоминания галактики, тающие ночь от ночи. Но когда-то давно этот район космоса составлял самую ценную часть их владений, сердце империи. Их упадок и привлек нас туда, из нашего мира в их мир. Мы наблюдали, как их планеты пылают призрачным пламенем, и мы рвали их души на части, когтями из плоти и духа. Аргилтал. Каждое ощущение было для нас новым. В материальном мире мы оказались новорожденными. Нас питали кровь и боль. Ты не можешь себе представить, как можно становиться сильнее, когда кто-то рядом испытывает страдания. Наливаться силой, когда родители видят своих детей в огне. Увеличиваться в размерах и наращивать интеллект с каждым грехом, навязанным смертной плоти. узнавать все больше тайн вселенной с каждой поглощенной душой. Сын мой, пожалуйста. Но я был там, Ларгар. Я все это видел и все это совершал. Ты Аргилтал. Ты родился на Колхиде, в деревне Сингхрух, в семье плотника и Белошвейки. Твое имя на диалекте планеты из южных степей означает последний ангел. Ты самый молодой воин во всем легионе, удостоенный мантией капитана роты. Когда-то ты носил мечи из красного железа, мечи своего предшественника и лишился их на службе своему примарху. Ты Аргилтал, несущий слово, и ты мой сын. Несущий слово посмотрел на свои исхудавшие руки. Мой лорд, негромко произнес он, прости меня. Он заставил себя взглянуть в глаза своему примарху и был безмерно благодарен за то, что не увидел осуждения в их серой глубине. Здесь нечего прощать. Ты знаешь мою жизнь лучше, чем я мог себе представить. Ларгар улыбнулся. Все мои сыновья мне одинаково дороги. Аргилтал потер гноящиеся глаза. Энгетель сказал, что изменения начнутся в нас в определенный момент, когда галактику охватит пламя, но я уже сейчас теряю себя, уже настал тот самый момент, галактика горит. Отец, все эти воспоминания не принадлежат мне. На моем языке привкус меди, словно напоминающий о крови. Возможно, это страх. Возможно, этот привкус и есть тот самый страх, о котором так много писали историки и поэты. Капитан рассмеялся, неискренне и грустно. А теперь я выскажу прощальные пожелания. В прощальных пожеланиях нет необходимости, Аргилтал. Ничего не решено, пока история не закончена. Глава 17. Мертвая империя. Откровение. Зарождение. Ингетель кривым когтем показал на планету. Они называли ее Мелисанд. Этот мир был одним из последних, что ощутил на себе распространяющееся воздействие ока. Ауспик не обнаружил признаков жизни, даже на бактериальном уровне. Раздался в боксе голос капитана Силамора. Неужели ей потребовалось сканирование, чтобы это понять? спросил Таргал. Под ними проплывал призрак мира, шар, состоящий из черных океанов и серых материков, слегка прикрытых тонким туманом облачности. Варп шторм сотрясал корабль, даже на орбите Мелисанта, а обусиленное стекло наблюдательного купола разбивались потоки человеческих лиц и тел. Все они растекались по защитному барьеру, словно масло по воде, а затем возвращались обратно в поток. Спустя некоторое время Аргилтал заметил, что некоторые лица появляются снова и снова. Казалось, они заново формируются в буре и раз за разом бросаются на корабль. Это души? спросил он вслух. Это изначальная материя. В царстве плоти и крови она проявляется как психическая энергия. Твои мысли придают ей форму. Ты видишь человеческие души, но это далеко не все. Души Эльдар, плоть нерожденных, которых люди когда-то назвали демонами, исходные психические течения, воплощенная вероятность, когда мысль формирует реальность. Я хочу спуститься на поверхность этого мира. Ты погибнешь. Аргилтал повернулся к существу, и его нетронутое шрамами лицо исказилось от гнева. Зачем ты притащил нас сюда? Какова цель нашего путешествия, если мы даже не можем выйти из корабля, смотреть на мертвые миры из-за барьера поля Геллера, слушать вопли потерянных душ? Ингетель скользнул к группе несущих слова. Посох из черного дерева, когда-то принадлежавшей девушке, которая пожертвовала собой ради появления демона, постукивал по полу, словно трость старика. Я могу вам кое-что показать. Он вытянул по направлению к планете два изогнутых когтя. В нынешнем виде Мелесант ничего не может вам рассказать. Вы должны увидеть, каким он был. Закройте глаза, прислушайтесь к шторму за бортом, слушайте, как волны бьются в корпус вашего судна. Мелесант лишь один из многих миров в океане душ, один из миллионов, и я вам его покажу. И через какое-то мгновение добавил, открой глаза, Аргел Тал. Он всегда любовался восходами. Этот восход, ахристо-желтого шара, заливающего светом город шпилей и минаретов, был достоин того, чтобы остаться в памяти. Несмотря на заложенную в генах устойчивость к боли и чересчур яркому свету, лучи поднимающегося солнца отчаянно резали глаза. И все же это было прекрасно, поскольку ничего подобного он раньше не встречал. Ингителя не было видно. Астартес стоял на краю утеса над городом чужаков, позолоченным рассветными лучами. Аргел Тал обернулся к своим братьям. Ксафен рассматривал поселение ксеносов, так же, как Молнор и Таргал. А Дагатал поднял взгляд к голубому небу. Таким был Мелисанд, раздался в мозгу булькающий голос существа. Посмотрите на город, построенный из костей и драгоценных камней. Посмотрите на его башни, слишком тонкие, чтобы их могла удержать человеческая физика. Они держатся только благодаря колдовству Эльдар. А теперь посмотрите на его крушение. Облака в небе закружились в циклическом танце. День и ночь мелькали, сливаясь в мерцающее серое пятно. С небес протянулись фиолетовые щупальца. Они сплетались между собой, утолщались, насыщали воздух красноватым туманом. От жестокой жары лицо и шея Аргилтала покрылись каплями пота. Нагрелась даже слезная жидкость. И на его глазах город начал разрушаться. Башни и мосты, падая на землю, разлетались осколками и убивали толпы стройных чужаков, разбивая и мелкие здания внизу. Их колдовство теряет силу. Это прошел край Великого Ока. Уничтожение несколько дней. В центре империи жизнь была уничтожена за несколько мгновений. Аргилтал услышал, как умирает город. Ветер донес до них грохот ударов, горестные стенания и крики. Чужаки! Ксафин улыбнулся, глядя на падающие башни. Пусть они все сгорят, лишенный душ забытое создание. Ему никто не возразил. Почему это происходит? спросил Аргилтал. Эльдары были близки к тому, чтобы познать истину Вселенной. Их цивилизация распространялась по галактике, развивалась под руководством почитаемых богов. А потом на последнем шаге они оступились. Каким образом? Посмотри на небо. Штармовые тучи собрались в угрожающую спираль, и вся земля до самого горизонта погрузилась во тьму. С самых первых капель, обжигающих кожу, и сильным металлическим запахом стало ясно, что ожидает простирающийся внизу город. После единственного удара грома такой силы, что содрогнулся воздух, почерневшие тучи опустились к самой земле, и небеса разверзлись. Алые потоки хлынули с неба, заливая разрушенный город кровью настолько густой, что она окрашивала даже немногие уцелевшие костяные сооружения. Ксафин, прикрыв глаза, поднял лицо навстречу ливню. Это не человеческая кровь, она слишком сладкая. Аргилтал стер с лица липкую влагу. В городе из теней упавших монументов, из кровавых озер, образовавшихся на улицах, поднимались новые существа. Они еще не до конца оформились. Все выглядели по-разному. Неестественно шатались или двигались рывками. Некоторые ползли, опираясь на многочисленные конечности, лишенные костей. Другие с завыванием носились на тонких ногах, размахивая кривыми когтями. Мои родичи принимают физическую форму. Они охотятся за душами и плотью, за кровью и костями. Почему это происходит? Бесформенные существа сбивались стаей и бросались на оставшихся в живых стройных чужаков. От такого зрелища ему стало холодно. Геноцид должен служить очищению, а в этом безумстве ниистовых сил не было никакой чистоты. Ответь мне негромко сказал Аргелтал. Ответа не последовало, только кровь продолжала струиться по его щекам и губам. Он уже ничего не чувствовал, кроме запаха и вкуса этого кроваво-красного ливня. Из развалин города стали подниматься новые башни. Тонкие шпили с пульсирующими стенами из его живой плоти, украшенные безмолвными лицами и ободранными руками, торчавшими из сооружения. Вырастающие башни хватали перепуганных Альдар, используя их жизни в качестве сырья, а плоть чужаков в качестве живого раствора. Смотри, как они умирают. Вы умрете так же. Я приказал тебе ответить, сказал несущий слово. Смотри и учись несущие слово. У нас имеются записи об Альдарах и их истории. Аргелтал сплюнул отвратительную кровь, стекавшую в рот. В них говорится о крахе, произведенном, когда упадок и прегрешение пронзили все их общество. Гнев богов уничтожил их столетия назад. Это и есть упомянутое уничтожение. Это гнев богов? Это их кара, когда бесчисленные миры залила кровь в своем невежестве увидели только крах империи. В тот момент вознесение Эльдары предпочли страх силы, тем самым обрекая свое царство на гибель, поскольку устрашились изначальной истиной. Они обеспечили рождение бога, бога удовольствия и обещания, но они не испытывают радости. Хватит! Аргелтал запрокинул голову и вдохнул воздух всеми тремя легкими. Шторм усилился, истерзанные небеса продолжали заливать кровью раскинувшуюся внизу землю. Ответь мне, крикнул он в небо, это и есть крах, о котором говорят только шепотом. Эльдары были слепы, они могли жить в гармоничном союзе с силами, чему вскоре должны будут научиться люди, но вместо этого они умирают, они не в состоянии принять изначальную истину, и потому она уничтожает их. Ты спрашиваешь, почему? Разве ты сам этого не видишь? Это не смерть империи, несущей слово, это рождение божества. Вера Эльдар дала галактике новую богиню, жаждущая, слоа нет, у нее тысяча имен. Это первые моменты ее жизни, и она пробуждается, чтобы увидеть, что ее приверженцы отрекаются от нее из-за своего страха и невежества. Этот бескрайний шторм, око ужаса, и есть эхо ее первого крика. Я видел достаточно, Аргелтал посмотрел на город, притихший, растерзанный, лишенный жизни. Кровь богов, я видел достаточно, тогда открой глаза. Ингетель наблюдал за ними, и в его немигающих разных глазах отражалось бледное сияние, освещавшее купол. Аргелтал продолжал ощущать запах крови, несмотря на то, что его кожа и доспехи оставались совершенно чистыми. Неприятное зрелище, заметил Таргал. Сэр, Дагатал коснулся наплечника доспехов Аргелтала, мне кажется, нам надо покинуть это место. Конец дискуссии положил не демон, а к Сафин. Ты превышаешь свои полномочия, сержант. Мы не можем бежать от истин, в поисках которых забрались в такую даль. Аргелтал не обращал внимания на их перепалку. Его вокс-канал взорвался от множества сообщений, и ретинальные руны не переставали мигать, когда на связь выходил очередной сержант отделения. Сэр, мы только что наблюдали. Капитан, мы услышали голос, а потом возникло видение. Это отделение Вадокса, докладываю. Несущее слово повернулся к демону. Все, что мы видели, наблюдали и все остальные воины. Они слышат мой голос так же, как и ты. Для того они оказались здесь, чтобы стать свидетелями, чтобы учиться. Эльдары потерпели неудачу, и ценой их прегрешений стало медленное угасание. Человечество не должно пойти по этому пути. Люди должны принять изначальную истину. Мы не можем принести в Империум подобную весть, сказал Аргелтал. Разумеется, можем, Ксафин прищурился. Можем и донесем, потому что это наш долг. В этом состоит просвещение человечества. Вы пришли сюда, чтобы узнать, верны ли старые пути вашего домашнего мира, и теперь вы знаете, что они верны. Эта истина слишком опасна, чтобы представлять ее Империуму. Капитан взглянул на мертвый мир внизу. Ты не понимаешь, о чем говоришь, существо. Но ты, брат, неужели ты думаешь, что мы отправимся прямиком на Теру, в гостеприимные объятия Императора? Ответы, которые мы принесем домой, превратят имперскую истину в ложь. Человеческие эмоции, обретающие форму психической энергии. Мало того, что утверждение Императора об отсутствии богов окажется ложным. Оно будет опровергнуто нами, ради союза с демонами и духами. Аргелтал покачал головой. Ксафен, это грозит гражданской войной. Империум сам себя разорвет на части. Ради этого мы пришли сюда, сердито заворчал капеллан. Истина, вот что самое главное. А ты говоришь так, словно ожидал, что наш примарх ошибается. А теперь, увидев, что он прав, испугался. Но капитан прав, вмешался Дагатал. Если мы объявим, что ад существует в реальном мире, нас вряд ли наградят медалями. Все обернулись, услышав в мыслях смех демона. Вы еще ничего не видели, а уже рассуждаете, что будет лучше для вашей расы? Что еще мы должны здесь увидеть? спросил Аргелтал. Ингетель сделал знак крючковатыми пальцами. Закройте глаза. Нет, капитан втянул воздух, чтобы успокоиться. С меня хватит слепого подчинения. Говори, что ты собираешься нам показать? Я покажу вам рождение вашего примарха. Вы узнаете, почему кодианцы назвали его любимым сыном четверых. Император не единственный его отец. Аргелтал оглянулся на своих собратьев и увидел, что их глаза уже закрыты. Одного лишь упоминания об отце оказалось достаточно, чтобы добиться их послушания. Капитан вызвал по воксу другие отделения. Приготовиться, все, что мы увидим, может быть обманом. Ты очень недоверчив, Аргелтал. Несущий слово закрыл глаза. Прикосновение воздуха обожгло кожу холодом, и первое, что увидел Аргелтал, когда его зрение восстановилось, было туманное облачко его собственного дыхания. Здесь не было ни густого зловония крови ксеносов, ни мускусного привкуса кислорода, прошедшего через рециркуляторные фильтры корабля. Ощущался совсем другой резкий запах перегретого стекла и работающих машин. Аргелтал осмотрел лабораторию. Со всех сторон его окружали гудящие генераторы, заваленные инструментами столы и занятые работой люди в герметичных костюмах, белых и ярко-желтых со значками радиационной опасности. На лицевых щитках нарастал иней и разлетался словно пыль, когда люди смахивали его, не снимая перчаток. Несущему слово за десятилетия его существования не часто приходилось посещать лаборатории, так что сравнивать увиденное ему было не с чем. Тем не менее, помещение таких размеров свидетельствовало о чрезвычайно важной работе. Стены почти полностью скрывались под связками кабелей и громко жужжащими генераторами. Вокруг столов, платформ и стендов сновали сотни техников. Защитный костюм одного из работников зашуршал, соприкоснувшись с боевым доспехом Аргелтала. Лицевой щиток исключал любую возможность увидеть его лицо, но кем бы он ни был, он совершенно не обращал внимания на несущих слова. Аргелтал поднял руку. Не надо! Он нерешительно замер и отвел руку. Миниатюрные сервоузлы сочленений доспеха негромко загудели. Осторожнее, Аргелтал. Эти души не заметят твоего присутствия до тех пор, пока ты не начнешь вмешиваться в их работу. А если вмешаюсь, негромко спросил он, тогда ты привлечешь внимание одной из самых могущественных психических сил в истории жизни и будешь убит на месте. Ты находишься в самом потаенном святилище Анафемы. Здесь он выращивает свое потомство. Анафема, повторил Аргелтал, оглядывая обширное помещение. Остальные несущие слова подошли к нему ближе, но пока ни один из них не потянулся за оружием. Анафема, существо известное вам под именем бога императора. Ксафин выдохнул облачко морозного пара. Это, это терра, генетические лаборатории императора. Да, за много лет до крестового похода Анафемы, решившего вернуть себе власть над звездами. Здесь, где яснее всего, проявилась его бесчувственная бесчеловечность, он завершил создание двадцати своих сыновей. Капеллан подошел к столу, где в центрифуге вращались сосуды с кровью, с целью разделить жидкость на отдельные слои. Если это видение прошлого, как может император нас уничтожить? Пока вы защищены, Ксафин, это все, что имеет значение. Все это происходит на Терре, в то время, как империя эльдаров пылает в сжигающем душе огне. Анафема чувствует, что скоро настанет время великого крестового похода. Несущие слова пошли вдоль рядов столов по направлению к центральной платформе, возвышавшейся над всей остальной лабораторией. Там стояла колонна, образованная черными и серебристыми приборами, опоясанная широкими мостиками. Аргелтал первым стал подниматься по ступеням, и его подошвы загрохотали по металлу, но десятки работающих неподалеку техников ничего не услышали. Мимо него прошло несколько человек, но и они обращали внимание только на колонки чисел на покрытых инеем информационных планшетах и синусоидные кривые на табло переносных ауспиков. Аргелтал обошел платформу, разглядывая амниотические капсулы, соединенные с главной колонной. Их связывали бесчисленные пучки проводов, цепей, кабелей и технологических зажимов. Генераторы, встроенные в металлическую колонну, издавали то же самое злобное гудение, что и силовые ранцы Астартес. И эта незначительная деталь утроба для примархов. Здесь, в этих холодных колыбелях, созревают сыновья анафемы. Аргелтал подошел к ближайшей капсуле. Ее неокрашенная поверхность из серого металла в тех немногих местах, где не было соединительных гнезд и разъемов, оставалась совершенно гладкой. Только на передней стенке имелась серебристая пластинка с выгравированной готической цифрой 13 и надписью, сделанной мелким аккуратным почерком. Точное значение слов ускользнуло от Аргелтала. Ему показалось, что это была длинная и запутанная молитва к внешним силам о даровании благословения и силы. Но сам факт, что он вообще сумел что-то прочесть, вызвал недоумение. «Это колхидский язык», произнес он вслух. «И да, и нет. Но я смог прочитать надпись. Язык, который ты называешь колхидским, является частью изначального наречия, колхидский, кадеанский. Эти языки были заброшены в ваши миры в ходе подготовки к грядущей эпохе. Золотые любимчики императора не смогли прочесть эти надписи, поскольку в их венах нет крови ларгара. Все это было частью плана, составленного тысячелетия тому назад. Акадианцы, их мир ощутил воздействие, так же, как и колхида. Семена, посеянные в изобилии, в этот момент дали ростки. Аргелтал подошел ближе к капсуле, помеченной тринадцатым номером. Через стеклянное окошко, вставленное на уровне глаз, не было видно ничего, кроме молочного цвета жидкости. И вдруг движение. Не подходи ближе. Внутри искусственной утробы мелькнула мимолетная тень. Остановись! Голос демона стал тревожно резким. Аргелтал сделал еще шаг вперед. В капсуле инкубаторе дремал эмбрион, беспомощный, свернувшийся в клубок зародыш с закрытыми глазами. Он медленно поворачивался в амниотическом молоке и бессознательно шевелил наполовину сформировавшимися конечностями. Остановись, несущий слово! Я ощущаю твой растущий гнев. Не думай, что я один могу его чувствовать. Сильные эмоции привлекут внимание анафемы. Аргелтал наклонился над капсулой. Кончики пальцев смахнули иней с ее поверхности. Желеман прошептал он. Младенец продолжал спать. Ксафин отделился от группы братьев и подошел к капсуле под номером одиннадцать, но не стал вглядываться, а через плечо обернулся к Аргелталу. Внутри этой капсулы спит одиннадцатый примар. Все еще чистый и невинный. Мне так хочется покончить с этим прямо сейчас, признался он. Молнор, стоявший за спиной капеллана, усмехнулся. Это сэкономит нам массу сил, не так ли? И избавит Абриллиана от жестокого потрясения. Ксафин провел пальцами по порядковому номеру на капсуле. Я помню, насколько сильно переживал от утраты второго и одиннадцатого братьев. Аргелтал по-прежнему оставался у капсулы Желемана. Мы не можем знать но если нам представился шанс, почему бы им не воспользоваться? Спросил капеллан. В других случаях да, но не в этом. Но одиннадцатый легион был стерт из имперских записей по веской причине, как и второй. Не стану отрицать брат, я тоже испытываю сильное искушение. Один хороший удар мечом по капсуле и мы могли бы переписать позорное будущее. Доготал кашлянул и лишить ультрамаринов значительного потока рекрутов. Ксафин окинул его бесстрастным взглядом, прикидывая ценность этого заявления. А что, обратился Доготал к остальным, вы ведь и сами об этом думали, это ни для кого не секрет. Это всего лишь слухи, проворчал Таргал, но в голосе сержанта штурмового отделения не слышалось уверенности. Может да, а может и нет. Тринадцатый точно вырос в численности и затмил все остальные легионы, приблизительно в то время, когда второй и одиннадцатый были забыты имперской историей. Хватит пустых домыслов, снова прервал их бестелесный голос. Аргилтал посмотрел с платформы вниз, где за своими столами трудились ученые. В основном они работали с кровью и проводили биопсию бледных фрагментов плоти. Он сразу узнал извлеченные органы. Почему эти мужчины и женщины ставят эксперименты на геносемени Астартес? спросил он. Остальные несущие слова проследили за его взглядом. Они не ставят эксперименты, они его изобретают. Голос Энгетеля продолжал шипеть, а Аргилтал наблюдал за работой. Он увидел, как несколько человек рассекают бледный орган серебряными скальпелями. У одного из работников на спине защитного костюма виднелась цифра один. Ваш император покорил собственный мир с помощью прото-астартес, созданных в гораздо худших условиях. Теперь он выращивает примархов, а параллельно создает воинов, которые потребуются для великого крестового похода. Аргилтал продолжал следить за учеными, но от зрелища собственного рождения по коже поползли мурашки. Это пока только прототипы органов, которые станут геносеменем для первых настоящих Астартес. Вам первый легион Внизу биотехники резали скальпелями бесформенные органы, вытягивали вены, изучали их под микроскопом и забирали образцы для дальнейшего исследования. Протогеноидные железы, имплантированные в его собственную шею и грудь, отозвались симпатической болью. Он поднял руку и потер соднящее место сбоку от горла, где вживленный под кожу орган безмолвно творил свою работу, хранил его генетику до момента смерти. Затем он будет извлечен и имплантирован другому ребенку. Мальчик со временем станет несущим слово не человеком, не Homo sapiens, а Homo astartes. Пройдет еще много тиранских лет, прежде чем эти органы будут готовы для имплантации человеческим детям. Это самое начало процесса. В последующие десятилетия будет устранено большинство допущенных дефектов геносемени. Тон существа не понравился капитану. Большинство? Большинство, но не все. Тысяча сынов, подсказал Ксафин. Их генетический код разбалансирован, легион подвержен мутации и психически нестабилен. Не они одни обладают изъянами. Течение времени выявит эти недостатки. Ухудшение геносемени приводит к отказу некоторых органов, неспособность выделять ядовитую слюну, непереносимость некоторых видов излучения, вызовет изменения в коже и костях воинов. Имперские кулаки, сказал Молнор, и Саламандры. А мы, спросил Дагатал. Возникла пауза, заполненная шипящим смехом ингетеля в их головах. А что с вами? Мы тоже пострадаем от этой порчи. Ответь ему, сказал Аргилтал. Мы все хотим услышать ответ на этот вопрос. Генетический код ваших тел чище, чем большая часть других. Вас не постигнет вырождение или какие-то определенные изъяны. Но что-то все-таки есть, заметил капитан. Я слышу это в твоем голосе. Ни один Астартес не предан так своему примарху, как 17-й легион Ларгару. Ни один из имперских воинов не верит в правоту своего отца с таким непоколебимым убеждением и преданностью. Аргелтал сглотнул. Слюна показалась ему холодной и кислой. Значит верность у нас в крови нет. Вы разумные существа со свободной волей. Это всего лишь мизерное отклонение в безупречном генетическом коде. Ваше геносемя усиливает химический процесс, происходящий в мозговой ткани, тем самым обеспечивает вам дополнительную концентрацию. В этом коренится нерушимая верность вашему делу мне не нравится оборот, который принимает это откровение, заметил Аргелтал. И мне тоже добавил Таргал. Ты напрасно удивляешься, Аргелтал. Все это ты уже видел в глазах воинов братских легионов. Вспомни привидение к согласию на Кассии, когда бледнокожие сыны Коракса смотрели на вас с отвращением, протестуя против суровой зачистки языческого населения. И тысяча сынов на антиолохе, лунные волки на Давине, ультрамарины на Сионе. Все ваши братья наблюдали за вами и ненавидели вас за бескомпромиссную безоговорочную ярость. Аргелтал снова отошел к капсуле Желемана и стал изучать ее, перестав обращать внимание на работающих внизу техников. Я больше не желаю об этом говорить. В вере нет ничего предосудительного, несущей слово. Нет ничего чище, чем вера. Аргелтал демона. Его вниманием всецело завладело нечто другое. Кровь! Посмотрите! Посмотрите на это! Капитан присел на корточке рядом с нижней частью капсулы утробы Желемана. Громоздкий корпус генератора позади инкубационной капсулы был почти скрыт под бесчисленными приборами. Остужающая жидкость пульсировала в системе охлаждения и в образующиеся проемы можно было увидеть, что внутреннее отделение генератора заполняла красная пузырящаяся жидкость. Дагатал заглянул через плечо аргилтала. Это кровь? Капитан ответил испепеляющим взглядом. А что же? Спросил сержант. Это гемолубрикант для духа машины. Подобные вспомогательные генераторы подсоединены к каждой капсуле. И посмотри, они стоят вдоль опорных колонн наверху башни. Дагатал и все остальные посмотрели по сторонам. Ну и что? А где еще вы видели силовые генераторы такого образца? Какому устройству для функционирования требуется такой сложный дух машины? Ох! выдохнул сержант. Ох! Несущие слова стали пристально разглядывать центральную колонну, гудящую и вибрирующую от множества силовых установок. Наконец-то! Да! Это не просто инкубационная башня, воскликнул Ксаффин. Уже ближе! Аргелтал осмотрел по очереди все капсулы и невероятно сложные системы приборов, связывающие их с центральной башней. Да! Да! Узрите истину! Этот генератор, ослабевшим от изумления голосом, сказал Аргелтал, вырабатывает поле Геллера. Ксаффин обошел вокруг колонны, но клацание его ботинок не потревожило группу работающих внизу техников. Аргелтал наблюдал, как его капеллан присматривается к капсулам, а в глубинах его сознания медленно зарождалось ужасное подозрение. Оба воина были без шлемов, и их лица блестели от ледяной испарины. Это самое мощное поле Геллера. Аргелтал показал на колонну. Генераторы на наших кораблях, соединенные с навигаторами, всего лишь жалкая тень того, что мы здесь видим. Ты не до конца понимаешь значение эффекта, который называешь полем Геллера. Это не просто кинетическая защита от энергии варпа. Варп это океан душ. Ваши поля отражают грубую психическую силу. Они защищают от когтей нерожденных. Мы должны задать себе вопрос, заговорил Ксафин, поглаживая поверхность капсулы, помеченной номером 17-го. Почему этим инкубаторам потребовалась защита от... Скажи Ксафин усмехнулся от демонов. Таргал присоединился к капеллану и остановился у капсулы Ларгара. Некоторое время он молча смотрел на спящего внутри младенца. Кажется, я знаю, эти зародыши уже почти созрели до момента рождения. Демон, дух, я здесь. Общение с бесплотным голосом явно не нравилось Таргалу. В легионах рассказывают о том, что 20 сыновей императора были разбросаны в следствии ужасной трагедии, какого-то сбоя в процессе их создания. Вас воспитали на сказках о примархах, ведущих ваши легионы, но все эти столетия воспичкали ложью. Через несколько мгновений вы познаете истину. Анафема общался с силами Варпа задолго до начала Великого Крестового Похода. Анафема пожелал получить могущественных сыновей, и боги одарили его знанием, позволяющим соединить магию. Он пришел к моим повелителям в поисках ответов и просил богов даровать ему силу. Получив необходимые знания, он создал двадцать сыновей. Но произошло предательство. Клятвы, подписанные кровью и оплаченные душой, были нарушены. Теперь Анафема отказывается открыть людям изначальную истину, и боги Варпа гневаются. Анафема прячет двадцать своих сыновей и не желает платить силам, одарившим Ксафин схватился за поручень, чтобы не упасть на колени. Наш отец, все наши отцы рождены из древних кровавых ритуалов и запретной магии. Аргелтал не удержался от смеха. Император, отрицающий все формы божественности, создал своих детей с благословения забытых богов. На инкубационных капсулах выгравированы молитвы и заклинания. Это самое невероятное безумие. Готовьтесь, настает час реальный мир и заберут детей, которых они помогали создавать. Аргелтал все с той же усмешкой на лице взглянул на капсулы. Поле Геллера. Оно перестанет действовать, не так ли? Оно перестанет действовать ровно через 37 ударов твоего сердца, Аргелтал. И примархи исчезнут, похищенные своими хозяевами из варпа. Это и станет той катастрофой, которая разбросает их по всей галактике. Боги варпа являются законными родителями примархов. Это не проявление враждебности по отношению к вашему императору, только божественное правосудие. А идеальные дети вырастут, странствуя среди звезд. И это первый шаг божественного плана по спасению человечества. И Аврелиан, он самый значительный из всех, инкубационная капсула Ларгара попадет на Колхиду, где будут предприняты первые шаги к просвещению людей изначальной истиной и общению с богами. Без богов человечества обречено на вымирание. Мир за миром будут погибать под натиском хищных чужаков, еще господствующих в значительной части галактики. Те, кто останутся, погибнут, как погибли Эльдары, в мучениях, не способные постичь изначальную истину, которая была перед их глазами. Такова судьба, она это знание сформировало его самого и весь легион, и потому он избранный и любимый сын. Ксафин, прикрыв глаза, стал в полголоса читать летанию и слово. Вера возвышает нас над бездушными и проклятыми. Это топливо для души, движимая сила, за которой стоят тысячелетия выживания человечества. Безверы мы пусты. Аргелтал обнажил оружие. Мечи из красного железа с двойным свистом покинули ножны. Да, да. Капитан нажал кнопки активации и оба клинка заискрились энергетической жизнью. Ксафин посмотрел на него из-под края капюшона. Сделай это, сказал капеллан, положи начало. Аргелтал неторопливо крутанул мечи, описывая плавные петли. Силовое поле стало более плотным, лезвия рассекали морозный воздух, оставляя за собой озоновый туман. За истину подхватил Таргал. Сделай это, и мы принесем империуму ответы. Аргелтал посмотрел на Дагатала. Он был самым молодым сержантом, получившим звание незадолго до посрамления легиона. Взгляд командира моторизованного отделения был обращен вдаль. Я устал от лжи императора, брат. Мне надоело стыдиться, хотя наша вера оказалась истиной. Дагатал кивнул и, наконец, посмотрел в глаза капитану. Сделай это. Три. Он шагнул вперед, осматривая связки, похожих на вены кабелей, которые подрагивали, перекачивая искусственную кровь вокруг полуорганической башни машины. Два. Аргелтал взмахнул мечами, оставив в воздухе расплавленные огненные следы. Один. Клинки устремились вниз, сокрушая сталь, железо, резину, бронзу и полученную в пробирках кровь. Оба меча взорвались в его руках, лезвия, словно стекло, разлетелись на мелкие осколки и разрисовали незащищенное лицо кровавыми порезами, а затем в один ужасающе знакомый миг Аргелтал не видел ничего, кроме пылающего золота психики. Глава восемнадцатая Сотня истин Воскрешение Возвращение «Я слышал твоего брата», признался Аргелтал. Примарх уже ничего не записывал. Вот уже несколько минут он со все возрастающим волнением слушал, как капитан описывает события, показанные Ингителем в видениях. Когда отзвучала последняя фраза, он выпустил из груди давно удерживаемый воздух «Магнуса?» Аргелтал не помнил, чтобы его повелитель когда-нибудь говорил так тихо. «Нет, воителя». Гигант с позолоченной кожей провел руками по лицу, сокрушаясь собственной слабости. «Мне неизвестен этот титул», сказал он. «Воитель, какое уродливое слово». Аргелтал хихикнул одновременно двумя голосами. «Конечно, прости нас, Ларгар, его назовут так только через некоторое время, а пока он просто Хорус. Когда видение закончилось вспышкой золотого света, мы не видели ничего, кроме ослепительного сияния, но слышали твоего брата Хоруса. Приборы с грохотом и лязгом падали на пол, поднялась стрельба, и подул невероятно сильный ветер, но мы услышали голос Хоруса, громкий, дерзкий, разгневанный, как будто он тоже был там и видел все, что видели мы. Перестань говорить мы, ты Аргелтал. Да, мы Аргелтал. 43 года спустя Хорус произнесет четыре слова, которые либо спасут человечество, либо приведут его к полному уничтожению. Мы знаем, что это за слова, а ты Ларгар. Это слишком, я не могу этого вынести, мы, мне необходим Эриф, и мой О, Корфаэрон. Они далеко, и мы скажем кое-что еще. Ни Эриф, ни Корфаэрон не воспротивятся тем истинам, о которых мы говорим. Корфаэрон за притворными улыбками всегда хранил верность старым дорогам, а у Эрифа в присутствии силы текут слюнки. Ни один из этих извращенных чернокнижников не станет хвататься за голову и паниковать, когда Империум... Голоса Аргелтала смолкли. Золотая рука сдавила его исхудавшую шею. Ларгар плавным движением поднялся, без труда увлекая за собой Астартес, и ноги капитана повисли над палубой. Следи за своими словами, когда говоришь о моих наставниках, и не забывай об уважении, обращаясь к повелителю своего легиона. Это понятно, тварь? Аргелтал не отвечал. Его руки с тщетным отчаянием вцепились в предплеще примарха. Ларгар швырнул истощенное тело в стену. Капитан ударился о металл и рухнул на пол. «И прогони эту омерзительную ухмылку», приказал Ларгар. Когда Астартес поднял голову и взглянул на примарха, это снова был взгляд Аргелтала. «Держи себя в руках, капитан», предупредил его Ларгар. «А теперь досказывай свою историю». «Я все это видел», Аргелтал попытался приподняться на дрожащих ногах. «Когда золотое сияние рассеялось, это началось снова, мой лорд. Видение. Больше я никак не могу их объяснить». Убедившись, что его сын владеет собой, Ларгар помог Аргелталу подняться и сесть на стул. «Говори», приказал он. Капсулы одна за другой спускались с небес. Аргелтал, оставшись в одиночестве, стоял на поверхности каждого мира и наблюдал, как они попадают домой, но не все, и это тоже составляло часть тайны. Имело ли значение то, что ему представили увидеть определенные капсулы? Почему именно эти, а не другие? Первым он увидел пылающий метеорит, врезающийся в почву мира с умеренным климатом. Капсула не зарылась глубоко в землю, она прорезала борозду и остановилась посередине вечно зеленого леса, настолько густого, что свет луны не пробивался сквозь кроны. Вышедший из расколовшейся капсулы ребенок был бледнокожим и с жесткостью во взгляде. Волосы его были такими же черными, как и броня воинов, которых он поведет за собой, когда вырастет. Внезапно сгустились сумерки. Под порывами губительного ветра деревья рассыпались в прах и пепел. Вместо цветущего мира возникла унылая тундра, тянувшаяся от одного края горизонта до другого. Монотонность равнины нарушали только черные скалы, доблеклые чахлые кустики. Объятая пламенем капсула упала с серого неба, врезалась в зазубренные утесы и увлекла за собой лавину камней. Как только пыль наконец улеглась, Аргелтал увидел, как из груда обломков металла и камня, поднимается стройный мальчик и приглаживает покрытыми пылью руками белоснежные волосы. Мальчик стал оглядываться вокруг. И в это время Аргелтал в одиночестве стоял на вершине горы, и падающий снег налипал на его доспехи. Вдали на фоне чистого неба вырисовывался силуэт крепости, и прорвавшиеся сквозь тучи лучи солнца освещали ее изящные каменные бойницы и башни. Несущий слово посмотрел вверх, наблюдая за падением капсулы, и ощущая, как легкий снежок остужает его разгоряченное лицо. Достигнув поверхности, капсула ударилась с такой силой, что зарылась склон горы, а земля содорогнулась, как от мощного артиллерийского залпа. Аргелтал ждал, не сводя взгляда с разреза на горном склоне. Наконец, ребенок появился, и с удивительной ловкостью стал карабкаться по скале. Его кожа в лучах солнца отливала бронзой. На мгновение показалось, что дитя видит его, но... Ни один мир не мог быть настолько темным. Глазам Аргелтала понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к ночной черноте, но то, что он увидел, было ничуть не лучше, чем непроницаемая тьма. На неосвещенном небе господствовала луна, которая не отражала свет солнца, а только заслоняла звезды. Простирающийся до горизонта город был почти не освещен, как будто глаза его обитателей могли не вынести настоящие иллюминации. О спуске капсулы возвестило яркое пламя. Она пронеслась к земле, освещая воздух над всей равниной. С силой брошенного копья капсула вонзилась в пахнущую металлом почву, и во все стороны потянулись трещины. Несущее слово восстановило равновесие, и, вдыхая насыщенный железом воздух, стал ждать, кто же появится из образовавшегося в бесплодной земле оврага. Появившийся под ночным небом мальчик был бледным, как мертвец, Аргилталом предшественников, крепко сжимал в кулаке обломок инкубационной камеры. Нож, грубый и примитивный, изготовленный из осколка металла. Над головой раскатился удар грома. Мальчик поднял голову к небу, и внезапная вспышка трезубца молнии осветила истощенное и нездоровое лицо ребенка. Аргилтал Стоял на вершине другого утеса, на этот раз нависавшего над долиной, парализавший мрачный горный массив. Капсула рухнула вниз, мелькнуло размытое пятно серого металла и ударилось о скалы, но не расколола камень. Аргилтал смотрел, как капсула переворачивается и катится, постепенно разрушаясь. Осколки темного металла от бронированного корпуса разлетелись, словно чешуя. Перевернувшись в последний раз, она так и остановилась, и визор в шлеме Аргилтала приблизил изображение, компенсируя удаленность объекта. Капитан увидел, как капсула дрогнула, потом еще раз, а затем упала набок от усилий находившегося в ней ребенка. Мальчик, освободившись от плена, поднес дрожащие руки к залитому кровью лицу. Крик боли, пронесшейся над долиной, не мог сорваться с губ ребенка. Когда все снова изменилось, сквозь туманную дымку Аргилтал наблюдал за закатом солнца. Туман был не слишком густым, но имел зеленоватый оттенок нефрита, что свидетельствовало о холодном воздухе и его токсичности. Тот скудный свет, что пробивался сквозь туман, исходил от опускавшегося к плоскому горизонту миниатюрного солнца, обделенного и размерами, и яркостью. Во все стороны тянулась бескрайняя равнина, такая же скудная и неинтересная, как те игнорируемые безжизненные миры, которые Аргилтал видел в ходе экспедиции Великого Крестового Похода. За падающей капсулой протянулся шлейф дыма и огня, вызвавшего зеленые искры в отравленном тумане. Наконец она ударилась о каменистую почву и раскололась, скользнув по глинистому сланцу. Несущий слово приблизился к упавшей капсуле, увидел, как щупальца тумана проникают сквозь трещины в металле, заволакивая пространство за прозрачным иллюминатором. Внутри шевельнулось что-то бледное, но... Он стоял в белокаменном и сияющем хрустальном сердце города, в окружении шпилей, пирамид, обелисков и высоченных статуй. Капсула метеором упала с летнего неба и пробила изящную башню, так что во всем городе можно было слышать звон бьющегося стекла. Спустя мгновение инкубатор врезался в мозаическую мостовую, завертелся раскаленным шаром на белых камнях и закончил свое огненное путешествие у подножия огромной пирамиды. Под ярким полуденным солнцем собралась толпа красивых загорелых людей. На их глазах заклепки и болты металлического саркофага стали отворачиваться и отскакивать сами собой, словно их вынимали чьи-то невидимые руки. Пластина за пластиной броня капсулы поднималась вверх и парила в воздухе над местом крушения. Наконец элементы конструкции и в центре внимания собравшейся толпы оказался рыжеволосый ребенок с закрытыми глазами и медно-красной кожей. Ноги мальчика не коснулись земли. Он воспарил на метр над обгоревшей керамикой и, наконец, открыл глаза. Аргилтал шагал по поверхности опустошенного мира. В воздухе ощущался привкус выхлопных газов, а безжизненный пейзаж был серой копией Луны, единственного спутника Терры. Капсула упала со звездного ночного неба. Каждое созвездие таило в себе обещание глубокого смысла. Земля протестующе загудела от удара. Несущий слово вскарабкался на небольшое возвышение на краю кратера и увидел, как инкубатор оставил за собой в серебристой почве глубокую борозду. Капсула еще не успела остановиться, а Люк, громко лязгнув, в ночной тишине распахнулся настежь. Поднявшийся из инкубатора сероглазый мальчик был бледен и поражал неестественной красотой. Задумчивым взглядом он оттянул окружающий мир. Не было никакой возможности подойти ближе. Он был дома, не на стерильных палубах экспедиционной флотилии и даже не на спартанском убежище зала медитации на борту Депрофундис. Нет, он был дома. Бескрайнее синего неба простиралось над пыльной пустыней, а на берегу широкой реки раскинулся город серых цветов и красных обожженных кирпичей. Аргелтал смотрел на город со своего наблюдательного пункта ниже по течению. Радость от неожиданного возвращения домой оказалась настолько сильной, что он до самого последнего момента не смотрел в небо. Капсула, черная железная утроба, в которой находился его отец, с громким всплеском упала в реку, выбросив в воздух фонтан сверкающих брызг. Аргелтал уже пустился бежать, и сочленение от доспеха не громко гудели, пока под ногами была сухая почва. Ему было все равно, видение это или все происходит на самом деле. Он должен добраться до капсулы отца. Боевые доспехи Астартес не были для этого предназначены. Из-за его немалого веса подошвы стали вязнуть в липком речном иле, и ртутные стабилизаторы в коленных и голеностопных суставах выразили свой протест отчаянным скрежетом. Несущий Слова пробирался по берегу к упавшей капсуле по пояс в грязи. Едва он приблизился к инкубатору, ему бросилось в глаза одно обстоятельство. Капсула Ларгара пострадала значительно сильнее, чем все остальные. Он протянул руку, керамид, защищавший его пальцы, скрипнул по поверхности капсулы, и вдруг перед глазами вспыхнуло видение, заслонившее реальность. Капсула с грохотом кувыркалась в бездне, в одиноком противостоянии волнам варпа. По мере того, как длилось странствие, на корпусе появлялись следы от ожогов и трещины, и сквозь них внутрь просачивался туман безумного цвета. Ребенок не просыпался, но боль исказила его лицо, и сон стал беспокойным. Смотри, как боги галактики дорожат твоим примархам, предпочитая его всем остальным. Они десятилетиями удерживают его в океане душ, чтобы подготовить к той роли, которую он сыграет в приведении человечества к божественности. Ларгар ощутил их благосновенное прикосновение сильнее, чем кто-либо из братьев. Аргелтал оступился и остановился, удерживая равновесие. Капсула перед ним была точной копией инкубатора его отца, но вдруг стала расплываться перед глазами. Черная земля под ногами, беззвездное небо. На мгновение Аргелтал не смог понять, стоит ли он на поверхности планеты или на палубе лишенного энергии корабля. Его чувства стали угасать, но на одно мгновение он успел заглянуть через иллюминатор на передней поверхности капсулы. Чтобы не двигалось там внутри, у него было слишком много конечностей для единственного человеческого младенца. Аргелтал шагнул вперед, но его внимание тотчас привлекло багровое пятно в отражении на стекле. Это был его шлем и его нагрудник, но дополненные выступами из слоновой кости. Готическое сооружение биоархитектуры из керамитой кости. Отражение смотрело на него клыкастой маской боевого шлема, разрисованного багровой и черной красками и с золотой звездой вокруг правой глазной линзы. Он открыл глаза. Обзорная палуба на борту песни Орфея по ту сторону прозрачного купола бушует хаос. Демон остался точно на том же самом месте, где и был. Его мускулистое тело никогда не пребывает в полном покое, а раскачивается из стороны в сторону. Когти то сжимаются, то разжимаются. Ксафин, Таргал, Молнор и Дагатал все остались там, где и стояли. Сержант моторизованного отделения сверился с ретинальным хронометром. Прошло три секунды, четыре, пять. Их отсутствие не заняло ни мгновения. Было ли во всем этом что-то реальное, спросил он. Ингетель, вознесшийся, двумя тонкими лапами с изогнутыми когтями, показал на пол перед несущими слово. Там на палубе лежали сломанные мечи из красного железа. Их осколки потемнели от жара, уничтожившего оружие взрыва. Мне это кажется вполне реальным, с усмешкой заметил Ксафин. Вы многое увидели и еще больше узнали. Остается только одно. Демон заскользил вокруг Астартес, передвигаясь с медлительным удовольствием. В его уродливых глазах, обращенных на Аргелтала, сверкнуло нечто похожее на веселье. Что же остается? Шаг веры. Ксафин встретился взглядом с Аргелталом. Мы уже зашли так далеко и мы заодно. Капитан кивнул. Пора сделать выбор. Вы видели истину богов. Вы видели неприкрытую ложь императора. И знаете, что если человечество останется слепок изначальной истине, его ждет медленное вымирание. Выбирайте. Что мы должны выбрать? Аргелтал прищурился. Не желая больше терпеть вонь демона, он надел шлем и вздохнул свободнее, когда зажимы на шее с шипением замкнулись. Убрать поле Геллера вокруг корабля. Ингетель провел когтем по стенке корпуса. С другой стороны закаленного стекла к его лапе отчаянно метнулись вопящие лица и скребущие руки. Отключите поле Геллера. Станьте архитекторами судьбы человечества и оружием Ларгара в борьбе против империи лжи. Несущие слова отреагировали по-разному. Ксафин с многозначительной улыбкой прикрыл глаза, словно услышал то, чего давно ждал. Торгал положил руки на кобуру пистолета и ножны меча, а Молнор пальцами в серых перчатках взялся за рукоятки пристегнутых на бедрах болт пистолетов. Догатал отступил на шаг назад, и его поза выдавало крайнее беспокойство. Аргилтал не потянулся за оружием, он просто рассмеялся. Ты сошел с ума, демон. Вот как ты проявляешь уважение к посланцу богов. А чего ты ожидал, что несущие слова падут на колени и примут все твои слова за божественное откровение? Мы больше не стоим на коленях, Энгетель. Челюсти демона дернулись, испуская крысиное шипение. Отключите поле Геллера, и вы получите последнее обещанное доказательство. Мы должны внимательно прислушиваться к словам посланца, сказал Капеллан. Хватит, Ксафин. Это требовал от нас Аврелиан. Нам приказано следовать за проводником, независимо от того, куда он нас ведет. Как ты можешь упрямствовать в последний момент истины? Хватит, мы не станем рисковать кораблем в этом шторме. Мы уже потеряли щит Скаруса. Сотня воинов пропала в этом секторе космоса. А ты улыбаешься, когда речь заходит о возможной гибели еще сотни. Они не были избранными, Аргелтал, а вы избраны. Для них настал час встретить гибель. У них не хватило сил и воли пережить то, что предложено вам. Капитан резко повернулся к демону. Что произойдет, если мы отключим поле? Мы должны полагаться на милосердие шторма, или нас разорвет на части, как любой другой имперский корабль, который во время полета в Варпи лишился защиты поля Геллера. Нет, снимите анафемские шкуры, и мои родичи к нам присоединятся, чтобы разделить с воинами последнее откровение богов. Демоны на корабле... Аргелтал взглянул на кричащие лица, бьющиеся в купол. Мы не можем на это пойти, боги галактики не могут этого требовать. Ксафин заговорил со всей доступной ему вкратчивостью. Для слуха Аргелтала его голос никогда еще не был так похож на голос Эреба, его бывшего наставника. Брат, никто нам не обещал, что знакомство с истиной пройдет легко, но нас избрали и предпочли нашего отца истинно божественные силы. Аргелтал повернувшись, взглянул на Ксафина через перекрестье прицела. А ты, брат, похоже, полностью уверен в наших дальнейших действиях. Разве ты не гордишься тем, что стал избранником? Я хочу стать одним из первых, кто получит благословение богов. Это шаг веры, как и сказал Ингетель. Силамор не станет отключать поле Геллера, даже если мы и прикажем. Это равносильно самоубийству. Бесполезных смертей не будет. Несущее слово, для вас наступит момент истины. Пусть будет так, как предначертано судьбой. Подумайте о своем примархе, стоявшем в пыли на коленях перед Желеманом и богом императором. Этот момент станет началом его оправдания. Ложь императора несет проклятие вашей расе. Изначальная истина освободит человечество. Мы можем донести это знание до империума, но человечество никогда не подчинится этому хаосу. У человечества нет выбора, оно погибнет в когтях чужаков, а те немногие, кому удастся выжить, будут поглощены возрастающим влиянием богов варпа. Они становятся все сильнее Аргилтал. Тому, кто отказывается им поклоняться, нет места в галактике. Аргилтал не произнес вслух слов, вертевшихся у него на языке, но демон их все же ощутил. Как ты поступишь, человек? Будешь бороться? Объявишь войну богам? Представь себе, мелкая империя смертных людей берет в осаду небеса и преисподнюю. Подобный Эльдарам, вы познаете изначальную истину или будете ею уничтожены? Один последний вопрос, сказал капитан. Спрашивает, ты называешь императора Анафимой, почему? Это дело будущего, ваша раса будет проклята, поскольку император лишает человечества неотъемлемого права стать избранными детьми богов. Он ведет войну против божественности, оставляя вас во тьме невежества. Это приведет к вашему полному истреблению. Император виноват не только в том, что он предал богов, он проклятие всех живущих людей. Ларгару это известно, вот почему он и отправил вас в око. Ваше просвещение станет первым шагом в восхождении человеческой расы. Аргилтал долгое мгновение смотрел в глаза демона. В их несовпадающих глубинах он снова увидел распростертого в пыли Ларгара. Он ощутил, как предательский шквал психической энергии императора сбивает его с ног и повергает в грязь перед ультрамаринами. Он ощутил безмятежное спокойствие, владевшее им в городе серых цветов, когда он не сомневался в праведности своего дела и великого крестового похода. Как давно он не испытывал подобной чистоты своей цели. «Отделение Кваншила», приказал Аргилтал, включив Вокс, «отправляйтесь к генераторной станции поля Геллера на третьей палубе. Отделение Велоша, вы поддержите Кваншила». В ответ мгновенно затрещали сигналы подтверждения. «Какие будут приказания?» спросил сержант Кваншилл. «Я, мы слышали все то же, что и вы». Капитан сглотнул. «Уничтожить генератор поля Геллера, это приказ. Всем несущим слово быть на готове». Через девяносто одну секунду палуба у них под ногами слегка задрожала. Через девяносто четыре секунды корабль качнула вправо. Яростный натиск шторма сорвал его с орбиты и бросил в бушующие волны. Через девяносто семь секунд на всех палубах погас свет, оставив команду и их защитников Астартес в красноватом сумраке аварийного освещения и воя сирен. Через девяносто девять секунд все вокс-каналы взорвались воплями. Ингетель развернулся и бросился вперед, выбрав первой жертвой Молнора. Ксафин мертвым лежал у ног существа. Его спина сломалась, броня раскололась. В этой смерти не было ничего, что хоть как-то свидетельствовало бы о мирном покое. В метре от вытянутых пальцев капеллана лежал черный стальной крозиус, безмолвный в своем бездействии. Голову по-прежнему закрывал шлем, и последнего выражения лица было не видно, но предсмертный крик капеллана до сих пор эхом звучал в ок сети. В его хриплом вопле слышалось бульканье крови, покидавшие разорванные легкие. Существо с хищной грацией повернуло голову. Зловонная слюна, стекая из-под множества зубов, образовала клейкие сталактиты. Обзорную палубу освещали лишь звезды, и мерцание далеких солнц рождало в разных подсвету глазах чудовища серебряные блики. Один глаз, опухший и неприкрытый веком, светился янтарем, второй был черным, как обсидиановый камешек, упавший в глубокую щель. «Теперь ты», сказала существо, не пошевелив челюстями, эта пасть была неспособна воспроизвести человеческую речь. «Ты следующий». С первой попытки у Аргелтала вместо слов с губ стекла струйка невероятно горячей крови и обожгла ему подбородок. Запах, насыщенный химикатами крови Ларгара, которая текла в жилах каждого из его сыновей, оказался сильнее, чем вонь, излучаемая серой мускулистой плотью чудовища. В то короткое мгновение он ощутил не гнилостный смрад существа, а запах собственной смерти. Это была странная отсрочка. Капитан поднял свой болтер, его руки дрожали, но не от отца, который он не мог выразить иначе. Да, существо качнулось ему навстречу. Нижняя часть его тела представляла собой отвратительное смешение туловища змеи и червя. Подрагивающую массу обвивали толстые вены, а за ней тянулся липкий, словно у слизня след, от которого воняло разрытой могилой. Да, нет, Аргелтал наконец смог выдавить слова сквозь стиснутые зубы. Не так. Так, как и твои братья. Так должно быть. Болтер громыхнул хриплой очередью. Снаряды врезались в стену, взорвались, нарушив тишину в зале. Каждый толчок отдачи оружия в трясущихся руках уводил выстрелы все дальше от цели. Обжигающая боль в мускулах заставила его разжать пальцы, и Болтер с глухим стуком ударился о палубу. Существо не смеялось, не издевалось над его промахом. Вместо этого оно протянуло к нему четыре руки и осторожно подняло. Черные когти, удерживая астартес в воздухе, заскрежетали по серому кирамиту доспеха. Приготовься, это будет небезболезненно. Аргелтал безвольно повис в когтях существа. В какой-то миг он потянулся за мечами из красного железа, но тотчас вспомнил, что они сломаны и осколки клинков остались внизу на мостике. Я слышу сжатые челюсти едва пропустили звуки. Слышу другой голос. Да, это один из моих родичей, он идет за тобой. Это не то, чего хотел мой примарх. Это существо подтянуло беспомощного воина ближе и мысленным ударом пронзило его второе сердце. Капитан, ощутив под ребрами бесформенную массу, забился в конвульсиях, но существо с омерзительной заботой удерживало его на весу. Это именно то, чего хотел Ларгар. Это истина. Аргелтал тщетно пытался вдохнуть воздух и напрягал умирающие мускулы, стараясь дотянуться до отсутствующего оружия. Последним, что он почувствовал перед смертью, было влажное и холодное вторжение в его разум. Словно позади глаз растеклось густое масло. Последним, что он услышал, был судорожный вдох одного из погибших братьев, раздавшийся на канале Вокса. И последним, что он увидел, стало движение к Сафина, тяжело поднимающегося с палубы. Ларгар снова отложил перо. Его глаза зажглись неведомым чувством. Что бы это ни было, Аргелтал ничего похожего не видел. И так круг замкнулся, сказал примарх. Вы умерли и воскресли. Вы обнаружили, что экипаж уничтожен. Вы выбрались из ока и на это потребовало семь месяцев. Ты хочешь получить ответы, мой лорд? Мы доставили их тебе. Я не мог бы гордиться тобой сильнее, Аргелтал. Вы спасли человечество от невежества и вымирания. Вы доказали, что император неправ. Капитан пристально посмотрел на своего отца. Какая часть этой истории ты об этом спрашиваешь? Ты провел три ночи в Кодианских пещерах вместе с Ингителем. Что рассказало тебе это существо, прежде чем ты отправил нас в ока? Ларгар выдохнул, то ли усмехаясь, то ли вздыхая. Сын мой, я не знал, что с вами произойдет. Прошу тебя, поверь мне. Аргелтал кивнул, это уже неплохо. Он попытался заговорить, но слова застряли в горле. А может, это генетическая лояльность всех Астартес к своим примархам, только усиленная для воинов 17-го легиона? Сможет ли он когда-нибудь распознать обман в глазах своего отца, если Уризен солжет ему в лицо? Целые миры уступали ораторскому искусству Ларгара и сдавались, не сделав ни единого выстрела. В глазах его сыновей он воплощал убедительное и проникновенное обаяние, столь блистательное у императора, что казался неизмеримо выше таких примитивных и грубых понятий, как ложь. Но слова Энгетеля все-таки разбудили в его душе сомнения. «Я верю тебе, отец», произнес Аргелтал, надеясь, но не зная наверняка, правдивы ли эти слова. «Нам необходимо замести следы», Ларгар медленно покачал головой. «Жизнь кодианцев это улика, которую не должен увидеть император. От своих сторожевых псов, приставленных к нашему легиону, отец узнает, что мы наблюдали ритуалы кодианцев и забрались в око. В глазах императора мы должны остаться чистыми. Шторм не открыл нам никаких тайн. Кодианцы, что ж, они были уничтожены по причине зараженности варпом». Аргелтал проглотил едкую слюну. «Ты истребишь все племена? Надо замести следы». Ларгар вздохнул. «Геноцид никогда не доставлял мне удовольствия, сын мой. По флотилии будут распущены слухи о беспорядках, и мы применим тектоническое оружие на месте приземления, чтобы уничтожить племена, живущие на равнине». Аргелтал ничего не сказал, ему нечего было сказать. «Ты переродился». Ларгар свел перед собой ладони. «Боги преобразили тебя, одарив величайшим благословением». «Это можно рассматривать и таким образом», подумал Аргелтал. «Я одержимый». Слово не совсем точно передавало суть совершенного насилия, но любое другое объяснение было бы слишком грубым. «Мы все одержимы». Это свидетельство правдивости рассказа Ингетеля о богах. Мне больше не потребуется никаких свидетельств. Все наконец встало на свои места. «Теперь после двух столетий борьбы и поисков я знаю в чем состоит моя роль в галактике и мы будем считать ваш союз некоторым воплощением, знаком отличия в глазах богов. Но не жертвой, ты был избран Аргелтал, так же как и я». И все же его голос звучал не так убедительно. В заявлении Ларгара проскальзывали сомнения. Аргелтал, казалось, глубоко задумался, гадая, как двигаются кости и открывающиеся и закрывающиеся ладони. Ингетель всех нас предупредил, это только начало. Мы изменимся, когда одержимость укоренится, но не раньше назначенного времени. О нем здесь в шторме возвестят крики богов, и как только мы услышим их призыв, начнется наша эволюция. В какой форме проявятся изменения? Ларгар опять стал записывать каждое слово своим быстрым красивым почерком. Он никогда не возвращался назад, чтобы исправить ошибки, поскольку никогда не допускал их. Демон ничего об этом не сказал, признался Аргелтал. Он сказал лишь о том, что эта эпоха закончится еще до завершения следующего столетия, и тогда галактика займется пламенем и боги закричат. До тех пор мы будем носить себе вторую душу, позволяя ей созревать. Некоторое время Ларгар молчал. Наконец он отложил перо и улыбнулся своему сыну ободряющей и доброжелательной улыбкой. Ты должен научиться скрывать это от Кустодис и до призыва богов скрывать это от всех за пределами легиона. Глава девятнадцатая Исповедь Возрождение Гал Ворбак Еще до того, как открылась дверь, блаженная леди уже знала, кто пришел. Она удобно уселась на краю кровати и сложила руки на коленях, прикрытых пышным серо-кремовым одеянием жрицы. Невидящие глаза обратились к вошедшему и следовали за шорохом босых ног по полу. Вместо гудения активного доспеха она услышала шелест одежды, и эта новая деталь вызвала на ее губах улыбку. Здравствуй, капитан, сказала она. Исповедник, ответил он. Ей потребовалось немалое самообладание, чтобы скрыть свое потрясение. За месяцы лишений его голос изменился и звучал суши. И было что-то еще. Несмотря на слабость, он стал более звучным. Конечно, до нее дошли кое-какие разговоры. Если верить слухам, им пришлось убивать друг друга и пить кровь своих братьев. Я ожидала встретить тебя раньше. Извини за задержку. С самого возвращения я все время провел с примархом. У тебя усталый голос. Слабость пройдет. Аргелтал уселся на пол, заняв свое привычное место. Последний раз он сидел так три ночи назад, хотя для несущего слова прошел почти целый год. Я скучал по тебе, признался он, но я рад, что тебя с нами не было. Кирена не знала с чего начать. Я кое-что слышала, заговорила она. Аргелтал улыбнулся. Скорее всего это правда. Человеческий экипаж погиб до последнего человека. Вот поэтому я и рад, что тебя не было с нами на борту. Насколько мне известно, вы тоже пострадали. Несущий слово усмехнулся. Это зависит от того, что именно тебе сказали. Его стоицизм, как всегда, привел ее в восхищение. Уголки губ дрогнули, предвкушая еще одну улыбку. Подойди ближе и встань на колени, чтобы я смогла тебя осмотреть. Он повиновался, подставил ей лицо и бережно держал ее запястье, направляя руки, пока она кончиками пальцев прикасалась к его коже, обводя исхудавшее лицо. Я всегда гадала, красив ли ты. Так трудно определить, полагаясь лишь на прикосновение. Эта мысль еще ни разу не приходила ему в голову. Полученное воспитание не касалось подобных вещей. Он сообщил об этом Кирене и насмешливо добавил. Красив я или нет, но прежде я выглядел немного лучше. Кирена опустила руки. Ты очень похудел, заметила она, и кожа слишком горячая. Питание было слишком скудным, как я говорил, слухи правдивы. Они оба замолчали, но тишина показалась Кирене неловкой и тревожной. Никогда раньше им не приходилось подбирать слова. Кирена стала теребить локон волос, заботливо причесанных ее служанкой всего полчаса назад. Я пришел для исповеди, наконец нарушил он молчание. Но эти слова не успокоили ее, а только заставили сердце забиться чаще. Она сомневалась, хочет ли слушать рассказ о бесчинствах на борту песни Орфея. Но кроме всего прочего, Кирена хранила верность своему легиону. Ее роль нравилась ей, и она с честью исполняла свой долг. Говори, воин, в ее голосе появились дружески формальные нотки, поведая о своих грехах. Она ожидала рассказа об убийстве братьев и о том, как ради выживания он пил их кровь. Она приготовилась услышать об ужасах варп шторма. Шторма, которого никогда не видела своими глазами, и о котором имела лишь слабое представление по немногочисленным рассказам других членов экипажа. Капитан заговорил медленно и отчетливо. Я потратил десятки лет своей жизни на войну во имя лжи. Я приводил миры к согласию с построенным на обмане обществом. Мне необходимо прощение. Моему легиону необходимо прощение. Я не понимаю. Он начал описывать Кирене последний год своей жизни, как описывал его отцу. Она прерывала его гораздо реже. И когда повествование закончилось, обратилась не к ужасным последствиям, а к тому эпизоду, где голос Аргелтала дрожал сильнее всего. Ты убил Вендату, спокойно сказала она, стараясь, чтобы в ее голосе не прозвучало обвинение. Ты убил своего друга. Аргелтал взглянул в ее слепые глаза. После возвращения из глубин шторма, он стал смотреть на живых существ со странным наслаждением. Он всегда мог улавливать плавный ритм ее сердца, но теперь этот звук сопровождался дразнящим ощущением ее крови, текущей по венам. Этот вкус и это тепло, и сама ее жизнь едва прикрытой легко уязвимой кожей. Смотреть на нее и знать, как легко ее убить, стало для него неведомым ранее запретным наслаждением. И как легко все это представить? Сердце замедлит свой ритм, глаза потускнеют, дыхание станет прерывистым, губы задрожат, а потом ее душа упадет в варп и будет кричать в бушующих волнах бездны, пока ее не поглотят нерожденные. Аргелтал отвернулся. Прости, исповедник, я немного отвлекся, что ты сказала? Я сказала, что ты убил друга. Кирена дотронулась до простенькой серебряной сережки. Аргелтал догадался, что это подарок ее любовника, майора Арика Джасметина. Несущий слово ответил не сразу. Я пришел просить прощения не за это. Я не уверена, что ты мог бы его получить. Капитан снова поднялся на ноги. Я совершил ошибку, поспешив прийти к тебе. Я боялся непонимания между нами. Боялся? Кирена подняла голову и улыбнулась. Аргелтал, я никогда раньше не слышала от тебя этих слов. Я думала, страх неведом Астартес. Ладно, это не страх. В устах любого другого существа эти слова прозвучали бы с запальчивым раздражением, Кирена не заметила. Я видел больше, чем любой житель Империума. Возможно, я теперь лучше представляю смертность. В конце концов, я видел, куда отправляются наши души после смерти. Ты все еще согласен пожертвовать жизнью ради Империума? На этот раз он ответил без колебаний. Я готов пожертвовать жизнью ради человечества, но никогда не соглашусь отдать свою жизнь ради сохранения Империума. День за днем мы все больше удалялись от Империи лжи моего деда. Грядет возмездие за всю ту ложь, которой он ослепил целую расу. Приятно слышать, как ты говоришь об этом, заметила она. Почему? Тебе доставляет удовольствие выслушивать, как я поношу власть Императора? Нет, ничего подобного, но ты снова испытываешь твердую уверенность. Я рада, тянула ему руку, как это делали жрецы завета, предлагая поцеловать свой перстень с печаткой. Для них обоих это был старый ритуал, поскольку кольца не было, горячие потрескавшиеся губы Аргелтала на мгновение прикоснулись к коже на костяшках ее пальцев. Все это приведет к войне, сказала Кирена, верно? Примарх надеется, что этого удастся избежать. У человечества нет выбора, и он должен быть сделан теми, кто ищет ответы. Такими как ты? Он снова усмехнулся. Нет, моим отцом и теми его братьями, кому он может доверять. Кого-то можно будет привлечь при помощи обмана, если у них не хватит ума перейти в новую веру. Но наш легион насчитывает множество воинов. Наши завоевания обширны, а станут еще больше. Многие пограничные призыв воинов Аврелиана, а не Императора. Ты? Вы уже все спланировали? Войны может и не быть, сказал он. Примарх сам отправляется в Великое Око, чтобы лично получить откровение. Очевидно, жизни членов Братства Зубчатого Солнца были растрачены и исковерканы ради перелюдий к истине. Кирена заметила неловкость в его голосе, которую он и не пытался скрывать. Ты думаешь, что Примарх послал вас первыми из чувства страха? Аргел Тал ничего на это не ответил. Капитан, прежде чем ты уйдешь, ответь мне еще на один вопрос. Спрашивай, почему ты поверил во все это, миры и преисподние, души, медленное вымирание человечества и эти чудовища, которые называют себя демонами? Что убедило тебя в том, что это не какой-то трюк ксеносов? Эти от божеств бесчисленных религий, которые возникали и исчезали на протяжении тысячелетий. И в любой цивилизации лишь некоторые боги были великодушными творцами. А что если нам опять солгали? Было бы так легко ответить, что вера черпает поддержку в самой себе, и что человечество всегда было склонно к религии, что почти во всех заново открытых человеческих цивилизациях существовала собственная вера, бесконечная и божественная. И что здесь было царство пророчеств, где существа, обладающие могуществом богов, доказали, что именно они призвали повелителя 17-го легиона, выполняя предначертания судьбы. Не важно, были ли они великодушными творцами, или же просто воплощением страхов и надежд смертных, здесь в галактике потерянных душ существовала божественная сила. На краю материальной вселенной боги и смертные наконец-то встретились, и без своих повелителей человечество обречено на гибель. Но ничего подобного Аргелтал не сказал, он устал от бесконечных объяснений. Я помню твои слова, произнесенные после уничтожения монархии императорским огнем. Ты говорила, что в тот день, увидев вырвавшуюся мощь, ты по-настоящему поверила в реальность богов. Я почувствовал то же самое, когда наблюдал за силами, бушующими в шторме. Ты понимаешь меня, Кирена? Понимаю. Я так и думал, что ты поймешь. С этими словами он покинул ее комнату. Аквелон отыскал его в тренировочной камере. Оба воина заметили друг друга задолго до того, как начали разговор. Аквелон хранил молчание, тактично ожидая, пока Аргелтал не закончит комплекс упражнений. А несущий слово приветствовал кустодия небрежным кивком и, не говоря ни слова, продолжал работать с мечом. Сохранять равновесие при его ослабленном состоянии оказалось мучительно трудно. Неактивированные тренировочные клинки, бледное подобие утраченных мечей из красного железа, рассекали воздух незамысловатыми ударами. А он запыхался от усталости и оба сердца отчаянно стучали, пытаясь обеспечить выполнение требований, предъявленных им к истощенному телу. Наконец Аргелтал опустил оружие. Мускулы заболели всего лишь после двух часов тренировки. До его путешествия в око, столь непростительная слабость, стоила бы ему девяносто девяти ночей искупительных ритуалов. «Аквелон», окликнул он друга, «Ты похож на мертвеца, который забыл лечь в могилу?» Несущий слово фыркнул, «И чувствую себя точно так же. Досадно, в прошлый раз, когда мы вместе зашли в эту камеру, ты продержался против меня почти четыре минуты. Как я вижу, ты не склонен к милосердию. В лучшие времена Аргелтал спокойно отнесся бы к этой шутке. Ты пришел поговорить о Вене?» Аквелон открыл силовую камеру и взял такой же тренировочный меч, как тот, что до сих пор был в руках Аргелтала. Полусферы тренировочной камеры вокруг них замкнулись. Оба воина были в простой одежде, один в белом одеянии дворцовых слуг Терры, другой в сером, принятом в 17-м легионе. «Я хотел услышать все от тебя лично». Аквелон обеими руками поднял клинок, как будто держал свое излюбленное оружие. Его воины пользовались традиционными алебардами, но Аквелон в отличие от них предпочитал древний двуручный биденхандер. Он держал учебное оружие точно так же, как свой собственный меч, уверенно и без усилий. Аргелтал поднял свои мечи и скрестил их в оборонительной позиции. Он поморщился, чувствуя, как молочная кислота сжет мускулы. Оба воина в прошлом старались использовать свои сильные стороны. Аквелон яростно атаковал. Аргелтал превосходно оборонялся. Ну как, ты расскажешь мне, что произошло? Аквелон действительно был не склонен проявлять милосердие. Не давая несущему слова даже шанса ответить, он выбил оба меча из рук Аргелтала, и капитан оказался на полу, дыша в клинок кустодия. Острие царапнуло грязную кожу на горле, и Аквелон покачал головой. Печально. Он протянул руку, предлагая помощь капитану. Попробуй еще раз. Аргелтал поднялся, не воспользовавшись его поддержкой, и поднял мечи. Мне не нравится жалость в твоем голосе. Тогда сделай что-нибудь, чтобы от нее избавиться, или хотя бы ответь на мой вопрос. Следующий раунд длился несколько секунд, но закончился с тем же результатом. Несущий слово отвел меч кустодия от своей шеи. Разве ты не читал рапорты? Спросил он, снова отказавшись от дружеской руки и поднимаясь самостоятельно. Читал. Они очень расплывчато написаны, и это еще мягко сказано. Аргелтал тоже читал их. Поверхность Кадии, путешествие в око, донесения о каждом произошедшем событии были неопределенными и уклончивыми выдумками, и едва не вызывали у него смех. Очень расплывчато произнес он, снова поднимая свои мечи. Но они верны. Я все тебе разъясню, если сумею. На этот раз атаковал Аргелтал. Аквелон обезоружил его двумя взмахами своего оружия и ударом ноги в солнечное сплетение в очередной раз отправил несущего слова на пол. Начни с Вендаты. Он говорил мне, что Ларгар собирается посетить языческий ритуал, и что с ним будет несколько офицеров. Это верно. Между прочим, ты все еще блокируешь ложный выпад. Я знаю. Хорошо, а теперь говори. Что-то зажглось в его крови, что-то активное, не желающее подчиняться. Аргелталу внезапно очень захотелось проклясть кустодиана наречий, которое было и не было колхидским. Это не совсем тот ритуал, который мы ожидали. Продолжая говорить, он поднялся на ноги, нудные чтения древних текстов, молитвы духом предков, танцы, барабаны и растительные наркотики. Аргелтал подхватил мечи и снова бросился в атаку. Раздался непродолжительный лязг металла, и он снова оказался на полу, в опасной близости от гудящих прутьев силовой камеры. И на основании этого Ларгар послал вас в шторм после театрального представления древней ложе. На этот раз Аквелон не предложил Аргелталу руку помощи, нахмурившись от возникших сомнений. Не будь глупцом, несущий слово повел плечами и поморщился, услышав хруст поврежденных позвонков. Он не посылал нас в шторм, я вызвался сам. И исследовательских кораблей механикум у нас во флотилии нет, и потому мы воспользовались самым маленьким боевым кораблем. Два воина кружили по клетке, и между клинками сохранялось расстояние около метра. Ты сам вызвался? Это была последняя попытка извлечь из путешествия хоть какую-то пользу. Последняя операция за пределами границ Империума. А потом мы развернемся и отправимся в новый сектор космоса. Аквелон, здесь нет ничего особенного. Неужели ты считаешь, что мы снова хотели бы признаться в постыдной неудачи? Многим флотилиям требуются месяцы, а то и годы, чтобы отыскать мир, достойный завоевания. Но этот флот нашего примарха, пусть даже на время. Отчаяние толкнуло нас на последнюю попытку. Не стоит обвинять нас в ревностном выполнении принесенных клятв. Кустоди атаковал, его меч выбил из руки Аргелтала один клинок, а удар кулака отбросил в сторону второй. Несущий Слово улыбнулся, несмотря на то, что его лицо уже заливал пот, и пошел подбирать свое оружие. «Авендата?» спросил Аквелон. Улыбка Аргелтала померкла, исчезла с лица. «Вен погиб вместе с моими братьями. Первым пал Деймос, потом Рикус и цар Кворол. Вен умер последним». Несущий Слово посмотрел в глаза Кустодия, демонстрируя свою искренность. «Он был моим другом Аквелон. Я скорблю по нему, как и ты». «А, что же это за мятеж на планете, который стал причиной гибели трех Астартес и одного Кустодия?» «Когда примарх отверг варваров и отказал им в присоединении к Империуму, они пришли в ярость и начались беспорядки. Что нам оставалось делать? Их ритуалы слишком далеки от имперского креда. Они никогда не примут власть Императора. Вторжение это малонаселенная планета и большая часть ее территории настоящий рай, несмотря на близость к адскому шторму. Циклонические торпеды уничтожат племена и планета останется свободной для последующей колонизации, если того пожелает Император. Аквелон выдохнул долго сдерживаемый воздух. В наружности этого воина, несмотря на его неподвластное годам регенеративное бессмертие, осталось нечто юношеское. Я поддерживаю решение Ларгара отвергнуть дикарей этого мира. Три года я наблюдал за безукоризненными действиями по приведению к согласию, и эта операция не вызывает у меня нареканий. Просто тяжело поверить, что Вен мертв. За сотню лет безупречной службы Императору он удостоился 27 имен. Один и тот же мастер учил нас держать в руках меч. Омона очень опечалит известие о его судьбе. Он погиб на службе Императору, защищая примарха в мятеже языческого мира. Ты можешь не испытывать уважения к моему повелителю, но он все же сын Императора. Если бы мне представилась возможность выбрать смерть, я бы выбрал битву рядом с Ларгаром. Аквелон оцелютовал мечом и заговорил с изысканной официальностью. Благодарю тебя за откровенность, Аргелтал. Наше присутствие нежелательно твоему легиону, но Кустодис всегда ценили твою дружбу. Несущий слово ничего не ответил. Его следующая атака была отбита в одно мгновение. Аквелон снова протянул ему руку, и на этот раз Аргелтал принял помощь. Что теперь будет с зубчатым солнцем? Спросил Кустодий. Нам здесь больше нечего делать. После завершения зачистки Кадии мы вернемся в более многообещающую часть космоса и продолжим поход в составе 1301 флотилии. Я уверен, что примарх и Корфаэрону. С этими провинциальными завоеваниями будет покончено. Мне кажется, Ларгар хотел бы поговорить с некоторыми из своих братьев. Аквелон кивнул и вернул свой меч на оружейную стойку. На его белом одеянии по-прежнему не было ни единого пятнышка, тогда как одежда Аргелтала промокла от пота на спине и вокруг ворота. Кустодий отдал честь, сотворив знамение Аквилы, и Аргелтал повторил жест, как всегда поступал в присутствии друга. И еще одно, заговорил Кустодий, несущий слово приподнял бровь, говори, прими мои поздравления, магистр ордена. Аргелтал не смог удержать улыбку. Я и не знал, что эта новость уже всем известна. Ты будешь на церемонии? Несомненно. В редкий момент дружеского расположения Кустодий положил руку на плечо Астартес. Желаю тебе поскорее вернуть здоровье, и я рад, что рядом с Веном в его последние мгновения был друг. В голове Аргелтала пронеслись воспоминания о последних мгновениях жизни Вендаты. Обнаженного, захлебывающегося кровью Кустодия тащат по земле, а потом насаживают на деревянное копье. Не в силах сочинять еще одну ложь, несущий слово только молча кивнул. На церемонии присутствовали все старшие офицеры, а также уцелевшие воины Братства Зубчатого Солнца, включая группу облаченных в рясы околитов Ауксилярии. Многим из них, после понесенных легионом потерь, предстояло войти в состав трех пострадавших род. Для столь многочисленного собрания потребовалась основная ангарная палуба Де Профундис, а это, в свою очередь, означало наличие ошеломляющего и тревожного фона, едва скрытого мерцающим силовым полем. Сквозь тонкую пелену энергетического барьера шторм представлялся бесконечным водоворотом психических течений. Воины, стройными рядами, встали лицом к Ларгару, а корабль вокруг них поскрипывал и стонал от ударов волн. Стоящая рядом с примархом блаженная леди держала на простой белой подушке свернутый в свиток пергамент. Она невидящим взглядом обводила ряды несущих слова и время от времени поворачивала голову к примарху, словно могла его видеть. Слева от Ларгара горделиво выпрямился командующий флотилией Балактор в парадной белосерой форме и меховом плаще, бывшим когда-то шкурой одного из огромных арктических зверей, которых этот офицер и в глаза не видел, не то, чтобы застрелить лично. Никто из присутствующих не мог вспомнить, когда Торф в последний раз вступал на поверхность планеты. Этот человек очень дорожил своим местом среди звезд. Не меньше трети воинов легиона составляли истощенные призраки в наполовину отремонтированной броне. Это были те, кто выжил во время путешествия Вока, и они стояли впереди остальной сотни своих братьев. Контингент Механикум тоже присутствовал в полном составе, хотя из боевых роботов в наличии был только один. Неудивительно, что им стал Инкарнадин, принятый в ряды несущих слова. Боевая машина в алой броне, украшенной почетными свитками, возвышалась над своими живыми собратьями. Несмотря на красный цвет Карфагена, Инкарнадина с радостью приветствовали серые ряды легиона. Отдельно от остальных собравшихся с высокой платформы за церемонией наблюдали военно. Аквелон и его братья великолепно выглядели в своих доспехах, и золотая броня отбрасывала многочисленные блики, отражая бушующий снаружи шторм. Примарх, облаченный в тонкую серебряную кольчужную рубашку, поднял руки, призывая к тишине. Все перешептывания мгновенно стихли. Я увел эту экспедиционную флотилию далеко от сердца империи моего отца. И точно так же поступила каждая флотилия, где присутствуют несущие слова. Они удалились от возлюбленной Терры в холодную бездну, вдаль от колыбели нашей расы. Мы доходимся далеко от своих братьев, и в свое время услышим рассказы об их странствиях и завоеваниях. Но я с полной уверенностью могу сказать, что никому из моего легиона не довелось пережить того, что выпало на вашу долю. Никому не приходилось смотреть в безумный шторм на краю вселенной, как смотрели вы. И вы остались в живых, вы вернулись. Прежде чем продолжить, Ларгар склонил голову к своим воинам. Этот легион в большей степени, чем все остальные, с самого момента своего основания подвергался изменениям и преобразованиям. Но каждая ступень возвышает нас, делает нас лучше и приближает к достижению нашего предназначения. Император создал этот легион в генетических казармах далекой Терры. И долгие годы его ряды пополнялись только тиранцами. В ту невинную эпоху легион носил другое имя, и сегодня мы начинаем избавляться от пережитков далекого прошлого. Имперские геральды стали несущими слово, и несущим слово указали на ошибочность преклонения перед императором. Одно изменение следовало за другим, и все они привели нас к этому моменту. Примарх поднял закрытую перчаткой руку по направлению к двери в ближайшей стене и произнес одно единственное слово «Войдите». Дверь отошла в сторону, открыв две фигуры, обе облаченные валой керамид. Два воина направились к Примарху. Шлем одного из них был черным, с хрустально-синими линзами. Вокруг правой линзы сиял символ зубчатого «Второй воин нес знакомый всем Крозиус из черного железа, а отделка его доспехов была выполнена из бронзы и кости. При каждом шаге на поясах и запястьях воинов звенели массивные декоративные цепи. На голенях и наплечниках колыхались молитвенные свитки, написанные плавным почерком самого Примарха. «Воины зубчатого солнца», Примарх улыбнулся. «Преклоните колени перед вашими новыми сущие слова опустились на колени. Инкарнадину, чтобы при помощи заскрежетавшей гидравлики выполнить этот приказ потребовалось несколько секунд. Первый воин в алой броне снял свой шлем. Аргилтал окинул взглядом собравшийся легион и обратился к братьям. «Те, кто выжил на песне Орфея, поднимитесь и сделайте шаг вперед». Они выполнили приказ. Стоявший позади Аргилтал Оксафен снял свой шлем в виде черепа, но остался рядом с примархом. Новый магистр ордена все еще оставался худым и изможденным, как эти воины, на кого он устремил спокойный взгляд. «Наш повелитель приказал восстановить зубчатое солнце и увеличить его мощь. Мы повинуемся его приказу, как повиновались всегда. Но он предложил не только это. Вы, кому удалось остаться в живых на песне Орфея, за ваши жертвы удостоены награды». Аргелтал кивнул к Сафину, и тот, взяв у кирены свиток, протянул его магистру ордена. «На этом пергаменте записаны всего два имени, мое собственное и капеллана Ксафина. Если вы принимаете почетное предложение присоединиться к избранной элите примарха, преклоните колени перед блаженной леди в этом самом ангаре и назовите ей свое имя. Оно будет записано на пергаменте, и свиток сохранится в архиве Де Профундис. Аргелтал поочередно заглянул в глаза каждому из выживших. «Мы будем называться Гал Ворбак, носить красно-черную броню и станем элитой зубчатого солнца и избранными воинами Ларгара Авриллиана». Ларгар удовлетворенно и весело усмехнулся. Шагнул вперед и положил руку на наплечник Аргелтала. Наверху, на платформе, Калхин позволил себе подмигнуть Аквилону. Несмотря на то, что он был в шлеме и никто не смог бы послушать их разговор по внутреннему вокс-каналу, Кустодий понизил голос. «Гал Ворбак, я не так хорошо знаком с их культурой, как ты. Это Калхидский». Аквилон кивнул. В переводе с Калхидского это означает «благословенные сыны». «Я рад за Аргелтала. Он быстро поправляется, и после этого безумия неплохо будет вернуться на более благоприятные территории. Адеймос всегда вредничал, и я не собираюсь проливать слезы по поводу окончания его командования». Его заявление вызвало одобрительное ворчание остальных. «А мы будем сопровождать Ларгара, когда он вернется в 47-ю флотилию». Аквилон и сам над этим задумался. «Нам приказано вести наблюдение за легионом. Четыре группы Кустодис направлены в четыре флотилии. Як уже работает в 47-й, и я доверяю ему, как любому из вас. Пусть он на некоторое время станет сторожевым псом, при этом слабовольном примархе. Наш долг продолжать службу в 1301-й и следить за будущими приведениями к согласию». Калхен протяжно вздохнул. «Дорого бы я заплатил, чтобы еще раз увидеть небеса Терры». «Еще увидишь», заверил его Аквилон. «Через 47 лет», с усмешкой добавил другой кустодий, «вспомни условия нашей клятвы. Пять десятилетий среди звезд, пять десятков долгих и скучных лет вдали от Терры. Это ничем не хуже, чем бесконечные кровавые игры», пожал плеча Минерал. «Ты так говоришь», заметил Калхен, «потому что не силен в них». Аквилон заметил напряженность в голосах братьев. «Несущие слова не навечно останутся под подозрением. Видели ли вы за три прошедших года, чтобы они преклонились перед императором? И сейчас только взгляните, их обряды все больше напоминают «как Сигизмунд посвящает в рыцаре своих храмовников на собрании имперских кулаков». Калхен пожал плечами. «Возможно, они далеко ушли от тех фанатиков, к которым мы присоединились, но их боевые кличи по-прежнему попахивают безумием. Я все еще не доверяю им». Окули император не сводил глаз с фигуры воина в красном, говорившего с новыми воинами, преклонившими колени перед слепой «Я тоже им не доверяю. Даже Аргилталу один воин на целый легион». Аквилон, отвернувшись от поручней, встал лицом к своим кустодис. «Он единственный, кому я верю. В этом-то и проблема». Пыль в глаза Разумеется, это была ложь. Благословенный Ларгар не сразу вернулся на территорию Империума. Для того, чтобы доставить примарха обратно к главной флотилии, был выбран один из кораблей разведчиков. И на каждой палубе Депрофундис в честь отбывающего Уризена прошли торжественные мероприятия. И все это было ложью. Я присутствовала при прощении примарха с его сыновьями, Аргилталом и Ксафеном, и вместе с новыми лидерами Гал Ворбак отправилась в более безопасные просторы. Тем временем Ларгар странствовал той дорогой, что Ингетель избрал для своих детей. Ларгар постарался ввести в заблуждение Кустодис, а сам направился в Ока. Его последние слова, обращенные к Аргилталу, никогда не изгладятся из моей памяти. Не только из-за событий, которые они за собой повлекли, но и из-за того, что они сделали с моим другом, из-за того, как они его изменили. Донеси истину до кор Фаэрона и Эриба. Они будут править легионом в мое отсутствие, и им предстоит распространять истинную веру во тьме Империи моего отца. Я скоро вернусь к ним. Ксафин поклялся, что не подведет своего примарха. Аргилтал этого не сделал. Он заговорил таким мягким голосом, что от него разрывалось сердце. Мы еретики, отец. Ларгар мелодично рассмеялся. Нет, мы странствуйте без меня повсюду. Только держите кустодис подальше от имперских ушей. Стоит вам вернуться в стабильный космос, как они восстановят астропатические контакты с Террой. Если мой отец узнает, что мы так близко подобрались к краю галактики, он может заподозрить нас в том, что мы отыскали правду. И одного лишь подозрения будет достаточно, чтобы погубить легион. Я не могу оставаться здесь и блокировать голос их излюбленного астропата. Найди выход к Сафин. Загляни в обнаруженные на Кадии тексты. Описанные в них ритуалы должны содержать ответ. Как прикажешь, мой лорд? Аргилтал, староживые псы должны остаться в живых. Они могут стать шансом выиграть эту войну без кровопролития, но заставь их молчать. Отдав этот первый из тысячи предательских приказов, примар перешел на свой корабль и покинул нас. Его видения в Оке стали предметом нескончаемых рассуждений. Многие недели после его отбытия ко мне приходили несущие слова, измученные сновидениями, которые не желали рассеиваться даже после пробуждения страдальцев. Кровная связь между Аврелианом и его сыновьями несомненно была очень сильной. И то, что представало перед взором Ларгара пугающими отголосками являлось в снах его детям. Ксафин пересказывал мне почти все свои сны, тогда как Аргелтал хранил молчание. Капеллан говорил с лихорадочной поспешностью, словно обычный шепот мог проникнуть сквозь стены моей скромной каюты и достичь ушей примарха на другом конце галактики. Он рассказывал, что видел Ларгара идущим по поверхности миров, где океаны бурлят кипящей кровью, а над изумительными городами из лязгающей черной стали нависало темное небо. Говорил и о целом легионе, закованном валую броню Галворбак и ведущем сражения перед вратами Золотого Дворца. Но наиболее красноречиво он описывал, как мир за миром гибнет от оскверняющего прикосновения когтей чужаков. Он клялся, что это падение империума, безбожной империи, которую захлестывают волны нечеловеческих захватчиков. Только вера спасет человечество от пророчеств судьбы. Только преклонение великим силам, обитающим в Арпе. Возможно, это были уроки, преподаваемые Ларгару, пока его сыны возвращались, чтобы распространить вести по остальным флотилиям. Кадию объяло пламя, как мы все и предполагали. Племена были истреблены по личному приказу Аргилтала, и мир погрузился в молчание, готовый к приему будущих колонистов. Новый магистр никогда не просил у меня за это прощение, как не просил утешения после убийства Вендаты. Я люблю его больше всех остальных, но не только за спасение своей жизни. Еще и за то, что оскверняет душу такой чернотой, он тщательно скрывает свой стыд и чувство вины. Тайные грехи, которые могли спасти или погубить нашу расу, не смогли его сломить. Мне кажется, что единственной ошибкой, которую он совершил, было сближение с командиром Кустодис Аквилоном. Но и это покаяние было в духе Аргилтала. Он стал братом тому человеку, которого, как он знал наверняка, ему рано или поздно придется предать. Отрывки из паломничества Кирены Валентион. Кирилл. Постопи Кирилл. Кирилл. Продолжение следует...